Чтобы сделать обзор на Томик Харт, нужен простой советский красный саяц! И простая советская песня. Всем добрый день! Я ваш ведущий еженедельных новостей! Вам расскажу на всякий случай, как тут дела в стране моей! Сказать по правде, тут все шикарно, и все живут здесь хорошо! Повсюду радость, повсюду счастье, и то, что там вон за бугром! Капитализм почти загнулся, агонизирует слегка! Ну а у нас тут пиздатый робот, зальет вам пьемку коньяка! Ну короче, у нас так классно, так офигенно! Наука движется вперед! Вон посмотрите, москвич летает, а если надо, поплывет! На Марс летаем, и там насадим, березок русских дофига! А как вернемся, пиздатый робот, мальет нам рюмку коньяка! Ну а недавно изобрели мы совсем неведомую хрень! На лоб цепляешь, и получаешь сознание роя и мигрень! Хрень! Отныне каждый честной товарищ счастливым будет навека! А если нет, пиздатый робот, мальет нам рюмку коньяка! Не в рюмке счастья, тебе виднее! Но посмотри-ка вот сюда! Какой изгиб, какие формы, какая классная звезда! Она спортсменка и комсомолка! С нее всем надо брать пример! Но есть таланты другого толка! Ты посмотри, какой размер! Ноги! У нас так классно! Повсюду урны! И чистота, и красота! Посылки с почты таскают дроны! Ну разве это не мечта? Тебе, товарищ! Пророс прекрасный! Как бы при жизни выпал шанс! Тебя проводит пиздатый робот! Вот только есть один нюанс! Да рая он не доведет! Тебя на части разорвет! Все потому, что тут у нас произошел большой ата! Сошли все роботы с ума! И началась эта хурма с того, что есть один дебил! Его начальник разозлил! И он решил всем отомстить! И начал с бабы план мутить! Та тоже дурую была! Своё согласие дала! Он кнопку красную нажал, и в это время громко ржал! Произошел системный сбой! Напали роботы гурьбу! И как давай охреневать! Всем руки-ноги отрывать! И не осталось никого! Убили всех до одного! Но вы не бойтесь, господа! Майор разрулит, как всегда! Он неправдоподобно крут! Врагов дубасит там и тут! Сгущенки с водкой навернет! И на оси всех провернет! Ну или роботы его! Еще посмотрим, кто кого! А в остальном, товарищи родные! Все хорошо, все зашибись! И если все мы вдруг доживем до завтра! Послабим наш СССР! Если у вас не пошла кровь из ушей от вступительной песни, и вам вдруг мало, то напомню, что в описании есть плейлист со всеми моими музыкальными пародиями. Ну да что уж там, давайте к делу. Так уж случилось, и не только в Игропроме, что отечественные разработчики безнадежно отстали от Игропрома Западного, разучились делать игры. Во всяком случае, так считает подавляющее большинство игроков. И это не совсем правда. Видите ли, чтобы разучиться что-то делать, нужно сперва это что-то делать уметь, а мы никогда не умели. Да, сейчас кто-то из вас обязательно вспомнит космических рейнджеров, сталкера, а может быть, кто-то и вовсе раскопает в недрах своей памяти отличный анабиоз сон разума. Ну давайте будем честны, анабиоз отличная вещь, но крайне редкая пташка. И популярности, к большому моему сожалению, не снискала, из-за отвратительной, судя по всему, пиар-компании. Ждалкер-страдалкер внезапно для всех вдруг оказался российским проектом только до июля, так сказать, на полшишечки. А де-факто две трети игры, поправьте, если я ошибаюсь, сделана нашими сусидами из страны 404. Так что этот проект отечественным можно назвать большой натяжкой. Такой же большой, как срок ожидания Сталкера 2. Ну а что до космических рейнджеров и прочих парканов, вы бы еще Тетрис вспомнили, или Волк ловит яйца. Это артефакты 20-летней давности, и они давно уже не показатель того, что наши все еще умеют в игры. Это было во-первых. Во-вторых, даже само выражение не умеют в игры, не верно. Умеют. Просто в основном в мобильной дрочильне с донатами, потому что они приносят хорошую прибыль и не требуют напряженной работы над сценариями, графика, атмосфера, ну вот эти вот, всем знаете. Однако, в последнюю пятилетку ситуация вроде как начала активно исправляться. Я все чаще слышу об отечественных проектах, выходящих из-под пера российских компаний. Анонсируются амбициозные игры в том числе. Правда, компании эти в большинстве своем небольшие. Часто это и вовсе кикстартовые проекты. Что совсем неплохо, заметьте. Именно из Гринлайта или же от некогда мелких контор много шедевров и вышло. В свою очередь, хороший бюджет и большой штат вовсе не гарант качественной игры. Вспомните последние игры вроде Смягола или Хогвартс Легаси или огромной кучи других. Например, Fallout 76, да. И вообще, я тут вылез из бункера и узнал, что 2023 год богат на говношедевры. Это прям шитфест какой-то. И ключевым моментом здесь является опыт. Посмотрите на тот же Хогвартс Легаси. Тут тебе и бренд очень такой серьезный, всеми узнаваемый, и финансы. А игра получилась так себе. Потому что ее разрабатывала безымянная компания без опыта. А опыт обретается постоянной работой сначала над играми, а потом еще и над ошибками. Прежде чем создать свой масс-эффект, сперва нужно породить много страшной неиграбельной дряни, которая в каждой итерации будет все больше походить на игру. И в итоге, как китайские смартфоны, переплюнет то, на что пыталась походить. Так что полтора человека работают над игрой, или полтора десятка, для Игропрома разницы нет. И все-таки хотелось чего-то такого действительно размашистого, нашинского, чтоб как прогремело на всю страну, как оставило след в истории и сердцах геймеров. И мольбы были услышаны. Правда, теперь вот многие понять не могут, каким же таким богам молились игроки, чтоб получился такой вот результат. Он, видите ли, весьма неоднозначный. Есть подозрения, что мольбы были услышаны такими богами, как Беллиар, Акбак, Тулху, Дзинч, Миркул. Я даже более чем уверен, что именно эти пятеро причастны к случившемуся. С другой стороны, нет, не переживайте, не все так плохо, как я тут нагоняю. Разве что местами. Хотя здесь, безусловно, мнения разделились, больно уж, нашумевший проект, что в нынешней ситуации уже неплохо. Нужно, чтобы и наши проекты тоже гремели как можно громче. Итак, Атомик Харт на пиндосском, Атомар Херц на арийском, а на Мордорском темном наречии атомное сердце вышло в феврале 2023 года и тут же привлекло огромную аудиторию. И неудивительно, балалайка мне на шею, ведь за основу взято было не абы что, а российский, скажем так, сеттинг, положенный на советскую стилистику. С обильным применением ретро-футуризма. Электроматрешки, акустические балалайки и нано-водка, конечно же, да. И вроде я сейчас пошутил, а вроде и не очень. И интерес игроков понятен, с одной стороны, сеттинг СССР очень необычен и непривычен. Как много мы можем упомянуть таких игр? Сталкер? Нет, там время действия, современность. You are empty? Ну, отчасти, но не сказать, что сама игра хороша и в принципе достойна внимания общественности. В общем, нисколько вы подобного не вспомните. А если вдруг вспомнили, немедленно забудьте, не портите мне статистику. А во-вторых, именно сейчас серьезно возрос спрос на патриотический взгляд на страну, на ее настоящее, прошлое и на будущее. Сейчас, когда на все перечисленное льют тонны грязи со всех сторон, люди сплотились вокруг идеи любви к родине, которой СССР имеет самое прямое отношение. Людям хотелось не очередную Call of Duty, где бессмертный капитан Прайс снова убивает легион русских орков во главе с G12. А игру, которая, пусть и гиперболизирована, эко-невидль для игр-то да, но показывала бы силу Советского Союза и Советского Человека, его достижения. Тем более, если все это будет положено на рельсы, возможно, не самого крутого, но весьма твердо стоящего на нога геймплея. И, в принципе, все так и получилось. Вот только есть один нюанс, как обычно. Ваш непокорный, даже не слуга, прошел амебное сердце дважды, проанализировался тщательно, проконсультировался с величайшими умами вселенной и соседней психушки, снова проанализировал. Короче, я готов высказать свою веской фи. Пристегните ремни, детишки, и сегодня я расскажу вам подробно о нашумевшем хите, как о его геймплее, так и о том, насколько сильно он ударился в русофобию или антисоветчину, если вообще ударился. Ну и раз уж я не успел с выходом ролика до выхода DLC, то давайте его тоже рассмотрим, чтоб два раза не вставать. Ведро пожаловать в рубрику Увидев скриншоты игры во время скачивания, я подумал, уж не будет ли это похождение такого красного джедая, охаживающего роботов-дубиной только от первого лица. Фаллический орден инсовет Раша. Да, я не смотрю трейлеры к играм, даже геймплейные. Я счастливый человек. Но нет, если уж сравнивать игру с чем-то, то это с Биошоком. Если вы хоть раз играли в таковой, то сразу после обучения поймете, куда попали. Игра даже не особо скрывает, где дрова для самовара ворует. И это хорошо, ведь если уж копировать, так лучших, а Биошок был хорош. Об игре можно прочитать, что источником вдохновения для ее создания помимо Биошока стал Фоллаут. Неполживые педевики даже здесь умудрилась соврать. Либо мы говорим о разных Фоллаутах. Может они имели ввиду Флэтаут? Потому что если Биошок здесь виден невооруженным глазом, да и покатушки на машине есть, как во Флэтауте, матрешку мне за пазуху, то от Фоллаута тут ровным счетом ничего. Ну, не воспринимают же редкие диалоги без возможности влияния на мир или персонажей, или псевдо-открытый мир элементами Фоллаута. Ну, серьезно. Ладно. Чем Мундфиш разработчики рюзьского Биошока вдохновлялись это дело 10-ое? Гораздо важнее то, что мы видим во время запуска игры. А это нифига не мужик с дубиной. Это лаунчер ВК Плей. Таки да, игру можно купить в Стиме по всему миру. Кроме России, если ты рюзьский орк, то тебе нельзя покупать игры, потому что ты оккупант. Но если ты хитрый оккупант с турецким кошельком, набитым злотами или чем там эти тикари расплачиваются, то тогда тебе можно. Впрочем, Мундфиш и ВК Плей договорились, и первые продали последним эксклюзивные права на продажу на территории СНГ. По первой, еще до того, как прикоснуться к прекрасному, я столкнулся с криком негодования от игроков, что, мол, опять вы нам непонятные лаунчеры впариваете, да сколько ж можно, еб же ж вашу шкашу-малашу, мало нам уже миллиона лаунчеров, и нам еще один ссунули, и знаете что, я могу понять игроков, я не склонен так считать, но можно. Есть православный стим, где все по уму. Эта тварь недавно обновилась и стала красивее, чем я в зеркале и быстрее, чем рысак на скачках. Есть Ориджин, который, как я выяснил, без моего личного присмотра, мутировал под действием варп радиации в какую-то бню под названием ЕА Лаунчер, но такой же хренью остался. И есть Юплей, если вы вообще помните, что это такое. Вот. А есть, значится, все остальное. Помните, Бетас Де Лаунчер землям и стекловатый? Не помните? И не надо. Гок, который нельзя ругать, потому что, ну ты че, он же позволяет старые игры запускать. Как же я раньше без него играл-то? Ну хер с ним. Или вот ЕГС. Говорят, туда даже очивки завезли относительно недавно. Не прошло и 100 лет. А, нет, прошло. И брал он только эксклюзивами и бесплатной раздачей игр, как из пулемета. В остальном это цифровой мусор. Особые извращенцы, вроде меня, могут даже вспомнить лаунчер от Mail, говорят, тоже уже скончался. Помнится, я в Perfect World играл и плакал, когда нормальный корейский лаунчер от Острум Невала тогда еще мутировал вот в эту неведомую дрянь. И тут на сцену выходит ВК-плей. Понятно, из-за чего кипиш. Однако, я вижу это иначе. Я за ВК-плей. А ну-ка тихо. Во-первых, давно пора. Разве это не то самое, так необходимое нам во всех сферах импортозамещения? Вот повели бровью пендоса и все, глюперюйский Иван уже не может купить игру в стиме, а в ВК-плей может. Да, выбор там сейчас практически отсутствует, бесплатный ММО, да, собственно, Atomic Heart. Надо взяться за расширение ассортимента и не нужно сношаться со всякими там тенгеей и лирами, да. Во-вторых, лично я вообще считаю, что лаунчер с лицензией нужен для трех вещей. Первое, уважить разработчика. А это уже спорный момент. То неиграбельную хрень тебе втюхают, а то и вовсе разработчика давно уже не существует, а деньги получает сам стим условный. Вторая вещь, сетевой режим, потому что в сольный проект можно и на пиратке сыграть. И третья вещь, ачивки. Да, это тоже спорный момент, но я их обожаю и не охочусь за ними, как угорелые в каждой игре, конечно, но в некоторых любимых играх вроде God of War я готов за них побиться. Можно еще вспомнить четвертый пункт, своевременные патчи. Особенно это актуально в наше время, когда повсеместные патчи первого дня, мать их, не умеют сегодня делать крупные игры, которые будут нормально идти на старт, а не тормозить, как ёб твою мать. Согласен, и это хорошо. Однако сегодня игры взламывают с такой скоростью, что при некоторых обстоятельствах можно и вовсе на это забить. Слава императрице! Как вы понимаете, в Экоплей все названное есть. Особенно меня радует наличие ачивок. Не через 200 лет потом, а уже сейчас. Вот уж подлинный сюрприз для меня и таких, как я. Так что о установке в Экоплей я не огорчился, я наоборот готов был поддержать отечественного производителя. Лишь бы все это не загнулось на полпути, как это часто у нас бывает. Вот примерно так я себе сказал, уже после игры, когда твердо решил купить себе копию. Но тогда, часов за 40 до этого, передо мной была игра с непонятно каким качеством и непонятно какой лаунчер, к которому я относился так же предвзято негативно. Мне уже хватило Хогвартса, я ж так и разорюсь каждую новинку покупать на обзор. Я ж не Рокфеллер. Я несчастный нищий блогер и потому я пошел и скачал игру с тарента. Вот. И не посмотрел приписку, что ж там за версия такая, потому что, ну, написано же последнее. Вот. Думаю, многие из вас уже тихонько подхихикивают надо мной в предвкушении моего бомбежа на тему. О, вы не ошиблись. Начнем же наше игропутешествие. Меню встречает нас с суровым короткостриженным мужиком, который сурово взваливает на плечо огромную железную биту с пилами. Глядя на него, становится понятно, что с таким лучше не спорить. Знакомьтесь, это наш протагонист Сергей Нечаев. Между прочим, Сергей Геннадьевич Нечаев реально существовал. Это был русский революционер 19 века. Впрочем, с первого же кадра становится понятно, что наш Нечаев не будет таким же революционером. И дальше по ходу игры это становится понятно все больше. Причем довольно рано. Пока что перед нами быдловатый сквернословище Салдафон, который сильно, знаете ли, контрастирует с окружающей действительностью. А действительно здесь действительно действует на наше восприятие. Я вот не играл в последние биошоки, но почему-то уверен, что атмосфера там была примерно такая же. А именно шикарная. Толпы людей на улице в преддверии какого-то масштабного празднества. Повсюду радость и счастье. Все в советских звездах. Мы проплываем на электрической лодке по каналу, любуясь отличным дизайном ретрофутуристического советского города. Игравшие в Half-Life 2 помнят, как интересно стилистика сплеталась с футуристичной, как кирпичные, фактически советские, домики соседствовали с башнями Альянса. Тут же никакого Альянса нет. Вместо него здесь те самые кирпичные домики с автоматическими уже дверями соседствуют с гигантскими сооружениями, которым самое место в центре Москвы или в каком-нибудь Дубае настолько они монструозны и визуально продвинутые. Впрочем, строение это только часть конструкции. Микродизайн в игре в принципе на максимуме и вступительную локацию, призванную продемонстрировать антураж во всей красе, постарались проработать как можно лучше. И это получилось. Здесь ни один квадратный метр не пустует. Нет такого, что вот где-то поленились и не расставили предметов, чем до сих пор грешат в некоторых играх. Киоски, столы, стулья, тветочные горшки, ленточки, антенны, валяющиеся газеты, чашки кофе всего не перечесть. Огромное количество мелочей, отсылающих наши воспоминания во времена ушедшей цивилизации СССР. Но, конечно, основная стилейтическая фишка игры это не просто визуал а-ля Советский Союз, а именно, что его помесь с высокими технологиями. На каждом столбе полно плакатов в старом стиле, но с примесью местного колорита. Например, «Товарищ, расстояние, не бойся, видно друг друга через устройство», что как бы намекает на уровень развития техники. Впрочем, чё тут намекать-то? Просто обернитесь вокруг, посмотрите. Привычные советскому городу газетные будки, в которых роботы-модели Терешкова с радостью расскажут о последних достижениях советской науки. На улице толпу прохожих развлекает робот-жонглёр и робот-танцор. Повсюду стоят вполне современные билборды, предлагающие инновационный прибор. Чёрной работой занимаются тоже роботы. Какие-то таскают ящики, какие-то предлагают лимонад, повсюду салюты, музыка. Разработчики очень постарались над тем, чтобы передать нам атмосферу этого техногенного счастья. Это то, каким мог бы стать Союз. Знаете, если не вдаваться в детали, то независимо от государственного устройства всегда приятно видеть прогресс твоей родины. Неважно, как она называется. Она всегда одна при любом строе. Правда, пара нюансов портит эту идиллию. Во-первых, не нужно быть гуру в играх, чтобы предугадать развитие событий. Если сейчас всё так хорошо, что аж прям вот счастья складывать некуда, значит скоро всё это резко оборьётся и превратится в настоящую катастрофу. Но таковы уж традиции подобных сюжетов. Нас сюда позвали не всеобщим счастьем любоваться, это было бы скучно, согласитесь. А вот во-вторых, и наверное в главных, как я уже сказал, наш протагонист сильно контрастирует с подобной идиллией. Дело не в том, что у него солдатские замашки эко невидаль, а в том, что майор Нечаев, а таки да, мы сегодня играем за товарища майора, меньше всего похож на советского человека по всем своим параметрам. По стилю мышления он скорее не самый умный представитель быдловояк, которыми часто рисуют американцев во Вьетнаме. Притом, сами же американцы и рисуют. Такой, знаете, орк. Ломай круши, а умные мысли только время зря отнимают. Все его попытки включить интеллект как правило ни к чему не приводят. К счастью, не всегда. Да, частично это можно обосновать черепно-мозговой травмой, что пока для нас спойлер. Все же, перенесенная операция на мозгу была непростой. Да и потом, не каждый же человек должен быть интеллектуалом, каких свет не видывал. Знать число пи до десятой цифры, не иметь порог, вот это вот все. Не это делает человека хорошим, да и человеком в принципе. По стилю общения товарищ майор больше похож на обычного брыгана. Такой, знаете, типичный зумирок-миллениал, не особо умный, хамоватый. С первых же кадров он хамит сначала перчатки, это искусственный интеллект, который с нами разговаривает по ходу игры. Потом шлет в жопу робота, разносящего лимонад. Притом, ни первый, ни второй ничем такого обращения не заслужили. К слову, однажды перчатка, даже весьма скоро, спросит его на этот счет, на что получит ответ в стиле «Сперва заслужить мое уважение». Да, в разговоре со всякими газетчиками и рекламщиками, а также другими нейтральными NPC по ходу игры, майор показывает себя как не особо умного, а главное, даже не особо любящего думать человека. То есть, опять же, не порог не быть интеллектуалом, но не стремиться умнеть, это уже плохой звоночек. В разговоре с Сеченовым не просто слышны, а отовсюду прям-таки бросаются на нас замашки цепного пса. Знаете, есть разница между преданностью в стиле «Я за него горой, он мне как отец», и слепым раболепием в стиле «Он не может быть плохим, потому что не может быть и все тут». Это фанатичная вера, не более того. И вот за этого персонажа мне предстоит играть. И самое удивительное, время от времени Нечаев наоборот, следуя сюжетным инструкциям, демонстрирует вполне себе хороший интеллект, здравые рассуждения, нормальную, а не больную логику. Вы сейчас скажете «Ты нам только что описал обычного человека». Любой из нас, даже самый умный, далеко не всегда и не во всем умеет этот ум правильно применить. Да, это так. Но так уж случилось, что наблюдаем мы характер нашего героя со стороны, безучастно в целом. И акценты на его чертах расставлены так, что перед нами предстает не самый приятный персонаж. Судя по тому, как он закурил в начале игры, нам пытаются преподнести такого дюка Нюкема советского разлива. Но с каких пор подражать таким дуболобам это путь к успеху? С чего вообще главная фишка игры решили сделать не какое-то позитивное качество майора, например, психологическую стойкость, героизм, а не у него реально есть в игре, видимо маркетинг. Так вот, вертел я такой маркетинг. На оси. Ну и да, для тех, кто еще не понял, поясняю. Atomic Heart это вторая после Ведьмака игра на моей памяти, где открыто матерятся на Великомогучем. Это тебе не скромный факт четыре раза за всю игру и даже не ведьмачий мат, который часто к месту. Это отборная матершина. Нечаев от частых стрессов матом буквально разговаривает. Его коронная фраза ебучие пироги. Правда, она как раз таки оправдана, в отличие от иных потоков мата. Но если протагониста хотя бы можно понять, то что заставляет так же грязно сквернословить старую бабку? Притом часто не к месту. Как по мне, с матом, вставленным просто ради мата, тут сильно переборщили. Будто бы старались понравиться тем самым зумберкам-миллениалам. Мол, смотрите, игра к нам лицом повернута. Ну, это можно было показать и иначе. Мат это неплохо. Его можно использовать красиво. Это как острый соус чили, которым полито вкусное многосоставное блюдо. А когда у вас одна пельмень утопать в таком соусе, жрать это невозможно. В игре, к счастью, все не так плохо, но активно к этому стремиться. И гордиться тут нечем. В том же Ведьмаке основными источниками мата были полукомичные персонажи вроде Таллера, что как бы компенсировало суровость Геральта. Ну, или совсем уж тупые селюки. И это не те, с кого стоит брать пример, ну правда. Так что, можно, конечно, считать, что я драматизирую, но вот эта вот фишка с горшнями мата во все стороны пусть идет туда же, куда я откровенно туповатый герой. Такое ядерное соединение уже может отпугнуть игрока, притом не сразу, а по ходу игры. И я сейчас не придумываю. Я уже много отзывов слышал о том, как игру бросали из-за непроходимой тупости героя, которому не хочется сопереживать. И тупого сюжета еще. Но это неправда. Сюжет в игре вполне неплох, а герой совсем не непроходимо туп. Просто, видите ли, наше внимание на подобных чертах намеренно фокусирует. Сапог мне за шиворот. Ладно. Не менее важно и то, что конкретно происходит в игре. Я уже куда-то вглубь закопался, а меж тем мы плывем на красивом катере по красивому каналу и видим все то великолепие, что я описал ранее. Вот на берегу какая-то бабка берется перепрограммировать роботов. Я сперва подумал, что это нам так пытаются показать, что и младенец и старик умеют обращаться с современной техникой. Но нет. Это персонаж такой и мы ее еще не раз встретим. Меж тем мы слышим от экскурсовода что-то про Германскую ССР. В новостях рассказывает, как изобретатель калашников вот-вот откроет на основе своего АК электромагнитное оружие, а другие ученые вообще разработали таблетку для продления жизни до 150 лет, правда еще пока не испытали. По радио поют Королеву Красоты и Остров Невезения, по телеку крутят Ну Погоди, усатые роботы метут улицы, летающий дрон разносит газировку. А боссы и вовсе связываются с нами по голографическому проектору. Уж больно здесь все идеально, жди беды. И у человека, не смотрящего трейлеры, вроде нас с тобой, может возникнуть вопрос, какой же это ядрит его за ногу год? Какой-нибудь 2000 хрен пойми какой? Нет, все намного проще. Сейчас 1955 год. Перед нами альтернативный мир, где ученый Сеченов, на которого мы и работаем, внезапно в 1936 году открыл полимер, а точнее разработал. Это жидкий программируемый модуль. И история пошла по другому пути, о чем нам расскажет вскоре памятная выставка. Наука в мире Atomic Art в принципе на месте не стоит и движется весьма внушительными шагами не только у нас, но в СССР она рванула вперед как угорелая. Советский Союз вышел по этим показателям на первые места в мире, взяв такую планку, что никто догнать так и не смог. Особенно, когда большая часть населения была освобождена от ручного труда. Но, как и положено, прошлая итерация Евросоюза в виде нацистской Германии напала на Советы. Правда, не в 1941, а в 1939. И хоть и получил серьезный отпор, но все же потери были велики. В 1942, когда война уже почти закончилась, нацисты использовали бактериологическое оружие, коричневую чуму. В войне против нацистов погибли 10 миллионов советских граждан. А от чумы умерли еще 150. В реальном СССР на 1939 год жило 170 миллионов жителей, а в 1941-м 195. В мире Atomic Heart возможно больше, но сколько бы там ни жило, получается, вирус выкосил буквально всю страну. От половины до трех четвертых. Впрочем, Германии повезло еще меньше, там натурально почти никого не осталось. Неудивительно, что остатки страны были присоединены к Союзу в качестве СССР. И, в принципе, половина Европы была уничтожена этой самой чумой. Что, конечно же, не помешало СССР одержать победу в войне. В то же время у маме ученых Сеченова и Захарова была разработана полимерная вакцина против коричневой чумы. Удалось излечить даже уже зараженных. После такого на Советы смотрели как на спасителей. Плюс к тому же возник невообразимый дефицит рабочей силы. А Союз снова тут как тут со своими роботами. В итоге советские роботы экспортируются уже по всему миру и являются лучшими и надежнейшими. Нет, наверное, ни одной страны, где бы они не использовались. Как результат экономическое процветание Союза в последующие 20 лет. Наука рванула куда-то совсем в облака. Не каждый киберпанк может позволить себе такие технологии, включая биотехнологии. Уже вовсю даже не разрабатываются, а тестируются технологии по заселению, терраформированию и озеленению Марса, Венеры, что намного сложнее, как вы понимаете. Выводятся устойчивые к разным условиям породы животных и растений, сумели даже перенести нервную систему кита в полимерное тело. К тому же уже вовсю ходят слухи о роботах, похожих на людей. Да и сами люди весьма умело пользуются всеми перечисленными и неперечисленными благами. И здесь разработчики правильно выдержали тайминги. Если бы они сказали, что в 36-м разработали, скажем, голографическую технологию, а в 37-м уже ее внедрили, я бы не поверил. Это как научить мушкетера люди другой эпохи. Они принципиально иначе мыслят. Другое дело постепенное внедрение подобных технологий в жизнь, как у нас. Мы вон тоже с начала нулевых постепенно приобщаемся к высоким технологиям вроде тех же компьютеров и интернета. Десять лет привыкаем к нейросетям. Так-то они уже давно существуют. Начинаем разбираться в стандартах и принципах их работы на бытовом уже уровне, когда каждый домохозяйку уже умеет пользоваться роботом-пылесосом и не рассуждает о нем, как о ереси. И при том мы приходили Аватомик Харт разрыв между роботом-пылесосом и тяганием плуга всего 20 лет. Впрочем, этого по определенным прикидкам вполне достаточно для освоения подобных новшеств. И последнее такое новшество это прибор мыс. Нечто среднее между телефоном и налобным фонариком. Но все куда интереснее. Этот гаджет фактически подключает тебе к общей библиотеке. Интернет в твоем мозгу. А то и вовсе при желании сознания роя. Доступ к знаниям на сверхскоростях. Вот только главное, чтобы антивирус был хороший, да? Но тем не менее обучение чему-то почти мгновенно. То есть школы становятся пережитками прошлого. Правда, необходимость детей социализации никуда не пропадет, но игра в принципе не про это. Это уже детали, как и то, куда делаются все учителя ОБЖ. Тем не менее, это колоссальный прорыв. Сегодня как раз проходит торжество в честь дня всеобщей полимеризации, когда нейрополимер вводят всем. А прибор мысли становится обыденным для каждого гражданина и что характерно совершенно бесплатным. Как мы знаем, обычно с этого начинается все самое веселое с бесплатного сыра. Впрочем, у них там как бы социализм, хотя это тоже спорная тема. Как бы то ни было, уже вот-вот страна сделает еще один мощнейший рвок в светлое будущее. Однако, майор Нечаев рванул туда оперить других. Уже со старта методом хамоватого диалога нас знакомят с нашим напарником, искусственным интеллектом ХРАС, хранитель знаний. Этот ИИ живет в виде полимера в нашей перчатке и выглядит как нейроглист, если честно. И, возможно, поначалу вас этот червяк-хранитель будет даже смешить. Им же обосновывается интерфейс игрока, проецирующийся майор прямо на сетчатку глаза. Вообще, у игры есть такая очень хорошая черта, и если честно, я не припомню ни одной другой игры, которая к этому бы стремилась. Эта игра объясняет те мелочи, на которые многие другие игры просто забивают. Типа, это игровая условность. И мы к этому действительно привыкли, это правда игровая условность. Почему мы видим интерфейс? Потому что искусственный интеллект ХРАС проецирует нам его прямо на сетчатку. Почему мы можем складывать крупные вещи в инвентарь? Потому что инвентарь этот это рюкзак Ярова-Обалакова. Он уменьшает предмет при перемещении. Но некоторые предметы в игре мы таскаем в руках. Почему? Потому что эти предметы нестабильная конструкция и при уменьшении может взорваться. И так далее, и так далее, и так далее. И это действительно очень интересный ход. Лично мне подобное нравится. Это и есть детальная проработка мира, от которой я готов только аплодировать. Идем мы а там вовсю вещает наш босс. Тот самый великий ученый Сечина. Со всех мониторов обращается к гражданам. И все бы ничего, но делает он это голосом доктора Бринны с Халатлайф 2. Извините, я могу действительно что-то напутать, но если что, вы меня поправьте. По-моему, сходство просто максимальное. И там и здесь один и тот же, как по мне, голос рассказывает жителям о светлом будущем, который их ждет буквально вот-вот со дня на день. Даже приветствие почти одинаковое. Здравствуйте, дорогие товарищи. Я Дмитрий Сечина, поэта, предприятие 3826. Добро пожаловать. Добро пожаловать в Сити-17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Уже на основании этого можно заподозрить, что именно Сечинов и станет антагонистом. Другие основания тоже есть. Голос лишь подтверждает домыслы. Но не буду пока забегать вперед, включая рассказ об озвучке игры. Скажу лишь, что актер, озвучивающий Сечинова, играет отвратительно. Зато как персонаж Дмитрий Сечинов знает толк в роботах, вы только посмотрите на эту прелесть. Роботы-балерины стали лицом игры еще задолго до ее выхода. По понятным любому мужчине причинам. Глядя на таких няшек-стройняшек, понимаешь, что в этом СССР секс есть. Да и вообще, позже нам в игре расскажут, что тема робосексуализма в последние годы очень модна. Существует целое лобби робосексуалов. В основном среди элиты зажиточной верхушки ну и низы тоже не отстают. В частности, в игре будет очень смешная сюжетная микролинейка о Васильиче, который запал на робота. И глядя вот на эти хот-леди, я Васильича более чем понимаю. Ведь балерины здесь это... Владимир Владимирович, помогите мне. А по сути, это рот и жопа невероятных размеров. Такая, что достигает, может достигать в нашей территории. Спасибо, Владимир Владимирович. И вот, няшки, близняшки, стройняшки, обаяшки, остановить меня кто-нибудь, дают тебе нано-ключ от нано-машины, на которой мы проследуем к нано-миссии. К машине подлетает робот с присосками и утягивает ее в воздух. Объясняется эта традиция. Дело в том, что мы не в городе, как таково, мана станции Чаламей. Это фактически парящий в облаках мини-городок, каких, если оглядеться, тут довольно много. Нам же нужно опуститься с небес на землю. В процессе майор послушает по радио новости о том, как все хреново с безработицей в Америке, послушает Пугачеву, постебет немца по рации, тоже помощника Сеченова, фактически нашего союзника, и побеседует с Хразом. Нужно признать, что тут очень интересные диалоги протагониста с искусственным интеллектом. Последний еще отлично озвучен, в отличие от. Здесь же нам дается одна из первых подсказок к сюжетной подоплеке, когда Нечаев говорит Хразу, что он тут ни разу не был, а тот удивляется, мол, это вы-то тут не были, но замолкает. Вкупе с первой подсказкой это наводит на мысль о том, что мы частично потеряли память, и что-то с нашей башкой не так. Какая первая подсказка? При попытке нацепить прибор мысли, мы узнаем, что почему-то именно с нашим сознанием он отказывается работать, хотя так быть не должно. Впрочем, это все в будущем, сейчас мы любуемся шикарным полетом, и как только майор в таких облаках не промок до нитки и не задохнулся в разряженном воздухе. Вот уж, что игре удалось точно, это пейзажи, тут просто прекраснейшие виды. Искусственный интеллект машины проведет для нас экскурсию по предприятию 3826, куда мы прибыли, и стоит насладиться этим моментом, ведь скоро эта идиллия закончится. Собственно, вот прямо сейчас и закончится. Ни с того ни с сего пролетающий мимо робот Сипуха переходит в боевой режим и сбивает нас, после чего мы, громко ругаясь, на чем свет стоит, падаем прямо на комплекс. Там нас ждет робот-класса Терешкова, который не при делах и тоже офигел в меру своих ограниченных возможностей. А вот Вовчики, роботы-разнорабочие, как раз таки при делах, и они тянут свои лапы, чтобы нас придушить. Лишь чудо мы улепетываем, не без помощи Терешковой, под ее театральное, так что она запрограммирована, крики. Сейчас нас отбуксирует наверх робот-дрофа. Мне прямо вот эта фраза запомнилась про дрофу. С тех пор дрофа мой любимый робот, хотя в игре их нет. Ну таки да, действительно прилетает дрофа, но разумеется, не для спасения, а чтобы нас добить. Опять же, мы лишь чудом, да добрым матерным словом, целы. С громогласным криком мы терпим крушение. И, наконец, на этом обучение заканчивается. И начинается ад. Да, Сереж, полностью согласен. Пиздец полный. Нет, вы не подумайте, так-то все в порядке. Просто я напомню, что начал играть я на торрентовской деф-версии. И позвольте, я расскажу вам, что я увидел. А вы послушайте и угадайте, каким бы мог быть мой обзор, если бы вы мне не подсказали, в чем дело. Добро пожаловать в мой персональный ад. Итак, Нечаев очухивается посреди хаоса и по всем признакам видно, что вся эта разруха случилась не вот прямо сейчас, а уже довольно давно. На всем предприятии взбунтовались роботы. Сеченов по рации сообщает, что это дело рук предателя Петрова, который их всех перепрограммировал. И нужно бы его найти и арестовать. Об убийстве речи не идет. Задача ясна. Дальше, значит, бери топор, руби хардкор. Да, топор становится нашим первым оружием. Отточив свой боевой навык на свинье, я, наконец, заприметил тех самых роботов. Это модель ВОВ, сокращенно ВОПчики. Конкретно эти уже покоцанные, бойцы из них посредственные, но и они в силах за себя постоять. Проходя мимо сортира, мы услышим призыв к помощи. И как бы всем все понятно. Все же смотрели Терминатора и видели, как робот имитирует голоса. Но что делать, сюжет обязывает пойти и помочь товарищу. Как выяснилось, ошибся я только в деталях. Но таки, да, робот просыпается и давай нас в толчке прям мочить, мочить, по заветам Владимира Владимировича. Прям окунать нас пытается со всей своей недюжей силы. От позорного утопания в толчке, благо хоть не в наполненном привычной субстанции, хотя нам-то не пофиг ли мертвому, нас спасает боевая бабулька. Та самая, что программировала роботов еще вот недавно на Челомее. И должен сказать, что бабка это непродоподобно сильна. Чтобы даже острыми вилами проткнуть робота насквозь, металлического, напомню, робота, нужно очень постараться, это же не пенопласт. Ну таки да, она из тех, кто робота наскоку остановит и в горячую избу его запрет. После недолгого знакомства включается сирена и баба Зина, а именно так ее зовут, начинает доставать пушки и отстреливать роботов, как никакому Рэмбу и не снилось. Пока мы держим ключ в нужном положении. С одной стороны, эффект нечто среднее между правильно комичным и эпичным, то есть очень хорош. С другой стороны, вот этого можно было бы и не вставлять. Понимаете, матерящийся молодой мужик это неприятно, но еще куда не шло. Особенно мне, потому что я такой же, только красивее, умнее и скромнее. А сквернословящая бабка это то, на что я точно смотреть не хочу. Но я понимаю, кто захочет. Поколение подростков, для которых мат это прикольно по умолчанию. Помните, граждане, как мы с вами когда-то слушали Сектор Газа или Красную Плесень просто потому, что там был мат, а не потому, что нам нравились тексты. Вот тут та же история. Притом, дальше по сюжету Баба Зина будет вполне цензурно выражаться даже в стрессовых ситуациях. Но потом, это не начало, а именно начало задает первое впечатление от игры. Такое вот у меня подозрение. Как бы то ни было, боевая бабка лихо отстреливает кыборгов, которые натурально заполонили предприятия в целом и этот сектор в частности. Но кто такие эти киборги по сравнению с Бабой Зиной, я вас спрашиваю. Однако ж, к нам десантируется беляж, и мы еле уносим ноги через лифт под землю. Это все потому, что у нас еще нет снежка. Если пока не понимаете о чем я, то и хрен с ним потом поймете. Покурив в стиле Дюки-Нюкина, мы врываемся с двух ног в игру. Потому что пока что нас уж больно ограничивали катсценами, и только сейчас нам дали арену для боя. Правда, сперва нужно открыть дверь, а крутилки-то нету. Нашлась она в какой-то вентиляции, и не знаю, как вам, но мне эта картина напомнила игру по Великой Отечественной войне, типа Call of Duty World at War, или чем-то даже Dark Souls 2 в моменте с воспоминаниями о войне. Ну, это я так, отвлекся. Игра не слишком-то будет баловать нас живыми людьми на предприятии. Практически все, кого мы встретим, очень скоро погибнут. Нагнетается обстановка, где мы одни против всех. И это работает. Правда, на самом-то деле мы не одни. Есть же Храс, который будет предупреждать нас обо всем, включая врагов и их сильных и слабых сторонах. Но все же Храс не живой. Как иллюстрация того, что я сказал, живого человека утаскивает железные тентакли. Все для того, чтобы дать нам дробовик, потому что дробовик здесь это оружие богов. Жаль, я об этом тогда еще не знал. Да и пока патронов к нему мало, а первый робот уже маячит на горизонте. В общем, подбегает ко мне этот терминатор усатый и как даст мне в живот? Я аж крякнул. Мало того, что эта дрянь весьма шустра, так она еще его очень больно и ощутимо охаживает героя по ребрам. Натурально терминатор. Чтобы добить сходство с последним, роботы тут умеют хватать и нужно использовать QTE, чтобы вырваться из захвата. Беда в том, что QTE здесь, на мой взгляд, сложны из-за высокой скорости. Не уверен точно, но кажется, в первом же бою я с непривычки и от удивления пару раз отъехал. А он тут был не один, хоть и не группой. Второго я думал застрелить из ружья. Я рассудил так, может просто тут баланс такой, что вот стрельба губительнее для роботов, чем какой-то там пожарный топор. Но в итоге на меня выбежали сразу двое и я выяснил, что такой вовчик выдерживает до четырех попаданий из дробаша в район головы. Понятно, почему в район, потому что дробовик стреляет не кучно. Самое интересное, что после этого я еще надолго забыл о стрельбе вообще. Патронов нет. Нигде. Вообще. Я обыскивал все вокруг, но тщетно. Хорошо, хоть аптечки вырываются прямо из груди поверженных врагов. Правда, если от них так огребать, аптечек может и не хватить. А огребал я знатно. Много и со вкусом. Честно говоря, сперва меня это очень порадовало. Я даже подумал, что именно этот момент роднит игру с Dark Souls. Здравствуйте, доктор. Это снова я. Да-да, заходите, садитесь. А, это опять вы? Рецидив? Да, видите ли, я, я кажется, опять во всем вижу Dark Souls. Буквально в каждой игре. Да ну, прямо-таки в каждой. Да прямо-таки в каждой. Вот, например, сегодня я сделал обзор на Томми Харт. Казалось бы, и что я там увидел? Dark Souls. О как. А почему? Ну, там в определенной версии был настоящий хардкор. Прямо как в Dark Souls. Так, что ж, ну, давайте, наверное, для начала попробуем пройти классический тест с картинками. Вот, например, здесь вы что видите? Как что? Конечно, Dark Souls. Да нет же, это автомат Калашникова. Да вот именно. Ты первый раз приходишь к Ситу и автоматически сливаешься, потому что Сит бессмертен. Автоматически. Как интересно вам, наверное, живется. Ладно. А вот на этой картинке что? У вас принтер мажет. Да знаю я, что мажет. На картинке ты что? Dark Souls, конечно. Тут-то Dark Souls каким боком. Ну, как же, как же, посмотрите, какая горячая девушка. А горячая она почему? Потому что рядом с костром сидела. Это хранительница огня. Ну, типичная. Да, чувствую, если я вас вскоре не вылечу, моему огню тоже понадобится хранительница. И не одна. Ладно. А вот здесь вы что видите? Ё-моё, какая у него недовольная рожа. Это точно полный с Dark Souls, доктор. Но он же не выглядит как нежить. А он человечность-то восстановил. А где его темная метка, если он нежить? О, видите? Никакого сходства с нежитью. Это будет ваш первый позитивный шаг к выздоровлению. Вспомнил. Вспомнил, где метка? На ладони. Прямо вот тут. Но это же советская звезда. И это советская темная метка. Из нее выходит человечность. И это не человечность, это ХРАС. ХРАС – это аббревиатура от хранителя знаний, что автоматически отсылает нас к Ситу. Dark Souls. Что такое, доктор? Да вот думаю, чем бы в тебя кинуть. Постоянно огребая от них по башке, я думал, ну разве ж это не прелесть? Натуральные терминаторы идут на тебя железной поступью и впитывают много урона. Впрочем, о сложности боя я забыл, когда встретился со сложным взломом замка. Тут, помимо прочих видов таких замков, есть тот, что нужно взламывать на время и на реакцию. Следя за огоньками. Чем ближе к вскрытию, тем быстрее они бегают. И ебучие пироги – это не взлом, это просто пиздец. Баба Зина была права. Даже в начальной стадии огоньки двигаются весьма быстро, ну хоть терпимо, но на последнем оставшемся сегменте они разгоняются до какой-то сумасшедшей скорости. Я натурально попыток так с пяти, семи, десяти взламывал каждый замок. Матерять про себя, что переборщили товарищи с хардкором-то, да? Все же, есть сложность, когда интересно, а есть сложность, когда тебя просто заебывают. Видимо, игра сжалилась надо мной, и в одной из комнат я нашел под кроватью резиновую бабу. Натуральную. С сиськами. И это не та награда, что я просил, но, видимо, та, что я заслужил. Лучше б я нашел еще патронов, ей-богу. Хорошо, хоть с поиском точек сохранения проблем не возникло. Впрочем, очень скоро я забыл обо всем в Айшпе, ведь на арене первый босс. Точнее, первая катсцена, где сквозь здание проходит гигантский робот-червяк. Вообще, он зовется Бураф, и нас задавливает плитой. Очухиваемся мы уже на кушетке в импровизированной больнице, где над нами и двумя другими хлопочет некая женщина, представляющаяся Ларисой. И я даже не знаю, что меня больше поразило. Отвратительная озвучка персонажа, не путать с голосом, голос отличный, игра поганая, или же ее кретинская внешность. Помните, я говорил, что Нечаев не соответствует по характеру эпохи? Ну так вот, он просто ничто по сравнению с Ларисой. Если бы наши игроделы-шалуны решили бы вставить в свою игру такую, знаете, хрестоматийную, не такую, как все сильную женщину, то это была бы Лариса. Вот что это за прическа, аля я сбежала с ЛГБТ-тусовки? Да она еще и выкрашена фиолетовая. Я, если что, не против фиолетового цвета волос. Некоторым это идет. Хотя все равно он ничто по сравнению с рыжим, признайте. Но вот это вот сочетание, это просто что-то выдающееся. Плюс лицо у Ларисы какое-то дутловатое. Вы не поверите, вот ни за что, да? Но мод на нормальную внешность и прическу Ларисы второй по популярности среди модов на Атомик Харт. Ну, после мода на раздевание роботов в балерин, разумеется. Потому что смотреть на это просто невозможно. Точнее, не просто смотреть, а смотреть и воспринимать ее слова всерьез. Благо, ничего сюжетно важного там не говорится. Знаете, я лучше на усатых роботов посмотрю. Словно услышав мои мысли, в кабак ворвался усатый робот, весь в черном, и как давай пиво заказывать. А ему такие, нет, мы после 23 не продаем. А он такой, ах, так, тогда нате вам и давай из лазера пулять. Схватил, значит, меня за шею и показал робоктулку. Вообще, весьма внушительно и круто. Но вот начался бой с боссом. И я тут же сдох, ибо не привык к тому, что роботы стреляют лазером из глаз. Но очень быстро я понял, куда попал. И я охуел от местной сложности. Я сейчас не ругаюсь, я констатирую факт. Я охуел. Я робот-долбоёб. Я должен танцевать. В роте ноги, ты прекратишь это или нет? Демо, найдёшься. Я робот-долбоёб. Этот робот-долбоёб пиздил меня так, что искры из глаз летели. Несмотря на свою неповоротливую, казалось бы, сущность робота, эта мразь, словно болерун из большого театра, ходит на меня по-большому, порхает как бабочка, жалит как пчела. Этот каратист хренов меня умотал в конец. Плюс он гораст сбивать с ног. За что разработчикам, конечно же, отдельное большое спасибо. При том, как тут принято у местных, лихо впитывает все удары топором. Во время боя Нечаев постоянно ругается на робота, называя его железным дровосеком. Только вот на дровосек это железного, это я похож. Это я тут топором орудую, как умалишённый. Нахуячивая его железякой по черепу, я дошёл до рекорда. Три четвёртых снятых хп. И снова он ходит на меня по-большому. Вот сколько раз говорил сам себе экономь патроны. Ну а как тут сэкономишь, когда тут почти все враги такие? Словно услышав мои молитвы Богу Машине, игра... Хотя при чём тут игра? Я. Я от безысходности в начале следующего боя обыскал ящик прямо на арене. Что, учитывая скорость робота, весьма опасно делать. И таки в нём нашлись патроны. О-хо-хо, спасибо тебе, добрый ящик. С патронами всё пошло сильно бодрее. Кубический дробаш стреляет лазером в лаваш. Народная мудрость. Сам придумал. Робот-долбоёб лёг довольно быстро. Итого не помню точно, но попыток 7 у меня на него ушло. Хотя по ощущениям я будто весь день с ним провёл и заебался, как на удачном свидании. Хотя в основном, как вы поняли, ну, он меня. И хоть этот динамичный бой мне осточертел, после него я был доволен победой и полон решимости переть дальше. Правда, я тогда ещё не знал, что пусть тут преградит этот сраный зайчий замок с мигалками. В любом случае, я хорошо помню, как сказал себе, что если такая сложность сохранится дальше, то, наверное, на быстрое прохождение рассчитывать мне не стоит. И я оказался прав, как никогда. Однако передышку игра мне всё же дала. По традиции, если вы видите длинный коридор, полный трупов и кто-то напевает колыбельную под страшную музыку, значит, этот классический хоррор-момент приведёт к какому-то монстру. К счастью, это не очередной босс, а скорее персонаж. Элеонора. Именно этот робот и поубивал огромное количество народу своими железными тентаклями, проникающими повсюду. Она и нас попыталась придушить, но Хра с майором таки и усмиряют систему Элеоноры так, чтобы она хотя бы нас не считала за врага. Только вот не удалось перебить её похотливость. Она так и будет осыпать нас вульгарными намёками на известную тему. Притом, делает это она весьма умело. Вынужден признать, но несмотря на то, что это всего лишь красный холодильник, прописан данный персонаж весьма интересно. Да и взаимодействие с ним весёлое и даже приятное. Хотя иногда может создаться впечатление, что шутка затянулась. Впрочем, она не пускается в пляс по новой. 90% времени этот шкаф говорит только по делу, а в сюжетные моменты подкидывает дров в вашу печку ниже пояса. Может, оно и к лучшему, потому как Элеонора оказалась фабрикатором. Тут у нас прокачка и сборка оружия и расходников. Если бы пришлось выслушивать вот это вот всё постоянно, то оно бы точно надоело. В любом случае, пока что ресурсов у нас нет. И чертежей тоже нет. Вообще ничего на самом деле нет. Потому нам дают квестовую молнию, бессмысленную, беспощадную, и посылают колдовать вне Хогвартса дальше по сюжету. Я пооблизывался на возможное оружие и пошёл дальше. И дальше я получил натуральный Агребахтунг. Сначала я решил, раз у Нечаева такая тяжёлая работа, то может игра таким образом намекает, что скрытный воин смертоносный воин. Да, нам презентовали ещё в начале стелс. И честно, впечатление он не произвёл. Подкрадываемся мы к роботу и втыкаем ему в задницу провод. Вот и всё. Забавно, что после того, как я убил сюжетного робота для стелса который, я начал обыскивать комнату и с удивлением обнаружил, что робот стоит живой-здоровый. Я тогда серьёзно так перепугался, знаете ли, такой момент был, типа, опачки! А я тут стою у тебя за спиной, дышу тебе в затылок. Оказалось, это баг, притом очень распространённый. Трупы здесь вообще очень любят вставать ни с того ни с сего. Не, они уже не активны, просто моделька стоит и всё, она бездействует. Но несмотря на их пассивность, это всё равно сбивает с толку, особенно, когда враги наседают или когда нужно скрытое перемещение. И я начал тихо ненавидеть этот забагованный кусок кода по ошибке, названной игрой. Ведь с этим багом прекрасно сочетается другой, общий тупёж искусственного интеллекта врагов. Ох, как же они любят здесь тупить. Вот ни с того ни с сего робот как начнёт метаться как овца по сакам, попробуй попади в такого спидстера. Притом, нет, это не манёвр уклонения, это просто цифровой маразм в критической форме. А ещё, они любят застывать на месте и... всё, просто застывать на месте. И иногда они выходят из этого состояния неожиданно и продолжают бой, а иногда так и остаются в нём. И вот поди разберись, это робот стоит рабочий. Он завис или эта моделька сдохшего встала? А подойдёшь проверить, не дай бог кинется на тебя и отпиздит как пить дать. Ведь проще-то играть не стало. Я тут же понял, что стелс тут рудиментарный и лёгкой победы ждать не стоит. И вот я пришёл в это место. Я не знаю, как его обозначить, оно самое обычное, просто здесь я конкретно так встрял. Спасибо, хоть автосохранение точку поставило удобно. Вот прям тут. А Томик Харт пошла по пути неуникальных боссов и да, тот чёрт, с которым я манался так долго, теперь рядовой противник. И вот он ходит тут патрулирует и стоит ему тебя увидеть или тебя заметит камера, всё, капут. Казалось бы, у тебя есть электроразряд, но урон от него никакой, а промазать им по какой-то причине проще простого, ведь заряд часто летит не в перекрестии, а где-то рядом. Нужно привыкнуть, но сейчас привыкать некогда. Казалось бы, у тебя есть стелс. Тебе даже конкретно здесь намекают, что можно бросать всякие коробки, чтобы отвлекать врага. Да только вот игру об этом предупредить забыли, потому что стелс тут сломан, матрёшку мне в трусы. Нет абсолютно никакого смысла краситься, ведь по канонам реализма стоит роботу краешком глаза, хоть в крохотную щёлочку тебя заметить и всё, ты спалился. И это тебе не сраный Скайрим, тут не получится скрыться за углом, роботы это не тупые норды. Ты огребёшь, и огребёшь больно. Хоть крадись, хоть отвлекай, тебя палят моментально. Как это работает, без понятия. Понимаю, как это работает. Это никак не работает. Потому что передо мной не игра, а багованный нагромождение скриптов. После перезагрузки, я ведь подыхал тут раз 10 или 15, я серьёзно, больше чем на боссе, стелс и вовсе перестал работать. Меня начали замечать даже через стены. С тем же успехом я мог открыто шуровать по коридору. Притом багует ещё и музыка. Если тебя засекли, она долго ещё не успокоится и из боевого режима не перейдёт в мирный, давя тебе на уши. Окей, Вашки, ну у тебя же есть дробовик, глюперийский Иван. Стреляй! А хуй там! Видите ли, я же не просто так назвал этих усачей терминаторами. Это говно впитало в себя 5 выстрелов в голову и грудь и 5 ударов топором сверху. Если вы думаете, что он после этого сдох, то нет, сдох я. Это симулятор Кайла Риса, ей-богу. Ведь ему, по мне, нужно 2-3 удара. Плюс, не забывайте, что, чтобы попасть по этому болвану, придётся преодолеть не только его болерунство. Он ведь зигзагом бегает, маневрировать старается, пидор, но ещё и тупёшь его искусственного интеллекта, когда он начинает носиться хаотично, как в жопу ужаленный. Ребят, я в этот момент серьёзно призадумался о дальнейшей судьбе моего прохождения. Но, как ни странно, выручил меня стелс. Потому что этот дегенерат забаговал, и я смог подкрасться к нему сзади. Как же я ликовал! Я будто завалил медира голыми руками. Дальше, до определённого момента, сложности не было в принципе, разве что общий её повышенный фон порой смущал. Не такого я ожидал от игры, если честно. Я даже полез проверять настройки, а точно ли на среднем я играю? Может, в этой версии по умолчанию ультра-хардкор стоит? Да нет, вроде, нормал. Нихрена себе нормал. Меня так не на каждом харде били. Я, наверное, преувеличу немножко, но, по-моему, я на Людвиге из Бладборна так не горел, как вот на этом господине балалайку мне в футляр. Сумбура добавляли, разумеется, и баги. Особенно тот, что поднимал трупы. Это привносит в игру такой шарм, вы не находите? Особенно с фишкой, с которой я скоро столкнулся. С натуральными говорящими трупами. Пока что поверхностно пробегусь по этому моменту. Это действительно очень и очень круто сделано. Я просто уже хочу дорассказать, чем же закончилось мое похождение. Я по сюжету встретил такие предателя Петрова, и, как оказалось, он знаком с Ларисой. Собственно, они работают вместе, и еще у них шуры-муры. Но Нечаеву пофиг. Он пытается арестовать предателя, почему-то угрожая полимерной перчаткой, а не пушкой, что очень странно. В бою от перчатки толку не то, чтобы совсем нет, но не столько, сколько от хорошего ствола. Но Петров сбегает, и начинается Мочилова. В рот я топтал это Мочилова. Я тут взял как раз попробовать местные тоники. Так что ли они назывались в биошоке? Нет, подождите, тоники это были в бастионе. Ну, не важно. Полимерную струю и заморозку я взял. По идее, все просто. Обоссал, заморозил. Обоссал, заморозил. Но что-то пошло не так. Для начала это, блядь, извините, нелегко. Сражаться с четырьмя вовчиками сразу, пусть и белыми. И еще пчелы налетели в придачу. Сторожевые дроны. Я победил только потому, что заперся в комнате, и они начали жутко в ней тупить, забегая не более чем по одному. Тут я решил применить свои колдунства. А потом долго сидел и думал, какой дебил это программировал. Может, сам вот этот усачи программировал? Короче, полимерная струя больше похожа на полимерную эрекцию. Все вокруг белая, липкая, вот в этих вот соплях. Они налипают буквально на все подряд огромными такими большими шматками. Очень, знаете ли, глупо выглядит. Вторая биотика это, значит, заморозка. По идее, она замораживает, как нетрудно догадаться, и врага можно замедлить, остановить, а то и вовсе разбить. Да? Да! Замедлить можно, да. Заморозить можно, но с большой долей вероятности статуя, хоть и не сможет атаковать вас, она будет двигаться по направлению к вам, пока не оттает. Багульки, багулечки! И! И! Разбить ледяную глыву практически невозможно. Там урон режется вообще почти в ноль. То есть максимум задержать и выиграть время. Будто этого мало, применение биотики сделано не очень удобно. Сперва мы на клавишах Q и E достаем ту самую биотику, а потом, продолжая ее удерживать клавишей, уже используем правой кнопкой мыши. И это крайне неудобно. Настолько неудобно, что я просто бегал кругами и вместе с нечаевым орал матом. Эх, права была баба Зина, это полный пиздец, детишки. Того, кто это тестировал, нужно запереть в аду с толпой черных вовчиков, а из оружия только белая полимерная сопля и шок. Удачи! Тем не менее, мне удача благоволила, и я, пополам с проклятиями и молитвами к толху, забил эту толпу. А потом снова пошли кретинские зайчьи замки, тупящие и не самые удобные прыжки, ведь бега здесь нет, а есть прыжок, а прыгать придется иногда много. Например, через бесившихся погрузчиков. Также меня ждали новые баги. Например, вот дает мне Элеонора по сюжету электропистолет. Бесплатно! И я, значит, такой эпично вынимаю его из фабрикатора, а вынимается только какая-то деталька, потому что стальная модель пистолета не прогрузилась. А потом я сразу же улучшил один из его модулей до максимума, не потратив на это ресурсы. Ебучая, забагованная игра. Я уже тогда лютовал просто звездец, видели бы вы мою рожу, но я терпел. Все ради вас, между прочим. Хотя мне тоже было интересно, как далеко может зайти игра в своей непроходимости. Оказалось, далеко. Мое терпение кончилось очень скоро. На складе семян для растений, которые собирается выращивать на других планетах. Там я встретил турель и полностью согласился с Нечаевым. Ебучие пироги. В силу конструкции эта дрянь и сама маневренная, и еще и багует, хаотично носясь туда-сюда с удвоенной прытью. И попасть по этой неведомой железяке это целый подвиг. На ваших экранах я наношу 12 ударов топором по ней. 12. В 13-м я не попал, если что. Но я терпел, я сжал булки, я пошел вперед, и ради чего? Чтобы столкнуться с новой проблемой. Куда, блять, идти? Этот опрос повис в воздухе, поливая меня полимером. В первый раз я как-то прополз на пузе этот кретинский лабиринт, но потом столкнулся с отрядом вовчиков. Они натурально зажимают себя в углу по три рыла как настоящий робогабари. И нихрена ты против них не сделаешь. Щит бесполезен, маневры не помогают, урон у них все такой же эпичный, броня тоже. Притом на уровне еще ловушки есть, ездящие туда-сюда погрузчики. Думал хоть на них заманить, но нет, врагов ловушки не ранят, а вот меня ваншотают, плюс сильно сбивают с толку встающие трупы. Потратив еще пять попыток на прохождение этого куска куска локации, то есть это не целая локация, только ее часть, да, я решил остановиться и хорошенько так подумать о дальнейшей стратегии. Мои нервы были на пределе. Я строчил заметки для будущего ролика, где поливал всеми возможными некрасивыми эпитетами и разработчиков, додумавшихся до такого, и игру, и эту нашу очередную русскую матрешку из говна, ни хрена делать не умеем руки их жопы, но не покидало ощущение, что что-то здесь не так. Такой хайп, он не может быть на ровном месте. Ну, наверняка же игру бы вот такой не выпустили. То есть, конечно, возможно всякое, в конце концов, мы видели Бэтмен Архам Найт в свое время, но не до такой же степени-то. И тут случилось благо, пришли вы, мои зрители, и вы мне поведали на стриме, что это такая хитрая задумка. Видите ли, в чем дело? Забудьте все негативное, что я говорил об игре до сих пор. Ну, почти все. Если помните, то ли в Думе, то ли в Квейке 30 лет назад была такая защита от пиратства. Если игра не лицензионная, то ты на каком-то уровне начинал терять жизнь просто так, пока не умирал. Игра становилась непроходимой. И вот, то ли это такая же защита от пиратства, то ли просто финальный билд сильно доработали, то ли тот деф-билд разработчики и вовсе слили, чтобы поржать над дураками вроде меня. Если так, то у них получилось. Я и сам поржал. Я обзавелся лицензией и все встало на круги своя. Сразу скажу, что игру я прошел дважды. Сперва на среднем уровне сложности без побочных квестов, затем на стриме на высоком уровне сложности со всеми побочками. Так что сказанное равноценно применяется к любой сложности. Итак, роботы больше не наносят такой невероятный урон по игроку. Конечно, если чесать жопу во время боя, то тебя убьют, но вместо двух-трех ударов тебе уже нужно пять или семь, в зависимости от ситуации и, конечно же, сложностей модели робота. QTS стали сносными и перестали сбивать с толку. Взлом замков с лампочками стал весьма прост. Настолько, что я всего несколько раз за два прохождения не вскрывал его с первой попытки. Ведь они убрали эту бешеную скорость мигания лампочек. Полностью роботы перестали хаотично носиться туда-сюда на полшага и теперь их маневры уклонения это действительно маневры уклонения, а не безумно течетко. Стелс стал играбельным, хотя толку от него все равно не очень много. Пропали также баги с восстанием вражеских трупов. Правда, потом, с последним патчем, они снова появились, но только у двух видов мелких летающих врагов, что как бы и ладно. Скрипты поправили, теперь все работает правильно. Некоторые локации, в частности ту, на которой я остановился, переделали так, чтобы было понятно, куда идти. Применение способностей теперь происходит без удержания кнопок. Ты просто один раз нажал ее и струя, например, включилась. Сразу начала бить из руки. Нажал снова, выключилась. Так в сто раз удобнее. Замороженные враги теперь вполне разбиваются и в виде глыб они больше не ездят по полу. Полимерная сопля теперь выглядит именно как аккуратная кучка белой субстанции, а не как хтоническая мазня. В начальных комнатах сохранения теперь стоят сундуки с деталями, откуда падают необходимые чертежи для оружия, боеприпасов и расходников. Чтоб вы понимали, за всю предыдущую игру я не получил ни одного чертежа. Зеркала в туалете и других местах стали битыми и теперь не нужно оправдывать отсутствие отражения, хотя вроде как говорят, что обещали их. Ну да ладно. В миссии с прыжками тебе теперь сообщают о том, что оказывается можно делать рывок в прыжке. Потому что нет, и кикит вашу Машу, это нифига не очевидно. С этим жить стало сильно проще. И жить, и прыгать. Ну и также по мелочи игру немного опуританили. У близняшек вроде как исчезли соски, хотя они и раньше не сильно-то выделялись. Бабу резиновую брали из-под кровати. А в той эпичной для меня комнате я уже готовился к битве с черным вовчиком. Но вместо него встретил белого, который отлетел от одного моего недовольного вида. Ну и от заряда дроби, конечно. А еще говорят, на одном из полигонов вместо двух жирных беляшей и стада вовчиков теперь всего лишь два не очень жирных. Жирные беляши. Звучит так, да? Потом поймете, о чем я, если вдруг не понимаете. Появились заставки, появился пропуск диалогов. Раньше этого сделать было нельзя, что раздражало. Ну и оптимизация стала намного лучше. И скромные средние настройки у меня смело превратились в ультра в 4К с редкими просадками до 40 фпс во время появления пара в котельных. Вот так вот. Представляете, как оно бывает? Я знатно поржал над ситуацией и не без удовольствия еще раз пробежал игру до нужного момента. И, знаете, хоть есть в ней объективные минусы, которые мешают играть, то, что было и то, что стало, это небо и земля. И вот в такую версию играть не просто можно, а нужно. Такой вот интересный контраст устроили разработчики для плывущих под флагом веселого Роджера. Йо-хо-хо! И бутылка полимера. Давайте отвлечемся от прохождения и рассмотрим поближе боевую систему игры. В теории можно разделить ее на три части. Бой дальний, бой ближний и стелс. Но дело в том, что даже в лицензионной версии с нормально себя ведущими и не тупящими в стену врагами стелс в игре явление рудиментарное. Можно вспомнить Дарк Мессай или Делос Экс, в которых стелс является полноценным стилем прохождения. С его помощью можно победить практически всех и пройти практически везде, за редкими исключениями типа боссов. Да даже в опостылевших уже вам из-за моих упоминаний Скайриме стелс является полноценной механикой. А вот об Atomic Heart такого сказать увы нельзя. Как здесь происходит стелс? Мы садимся на карты, появляется виньетка на экране, звуки приглушаются. По идее врагам тяжелее нас заметить. И вот мы подкрались к врагу и действительно вставляем ему в зад кабель правосудия. Далее нужно нажимать кнопку, иначе враг вырвется. В чем тут подвох? Ну, начнем с того, что основа ассасинства это не только скрытное, но и быстрое убийство. Пока мы возимся с одним врагом, ему на помощь подоспеют другие, а в игре все взломы и прокачки происходят в реальном времени и стелс тоже. Ты как минимум рискуешь оказаться в окружении, ведь враги здесь не стоят на месте, они постоянно перемещаются. И это второй пункт. Эко нефидель, враги перемещаются, согласен. Но в игре, рассчитанной на стелс, они делают это так, что у игрока есть возможность полноценно их скрытно ликвидировать. Тут же вражины довольно неусидчивые и подкрасться к ним весьма сложно. Тем более с такой скоростью ползание на карачках. И это третий пункт. Опускаешься ты такой на карты и медленно ползешь к врагу, боясь спугнуть, не зевнуть, не пернуть. Потому что обычно в играх с прокачкой и стелсом есть и прокачка стелса. Но не здесь. Здесь нет совершенно никаких возможностей, например, чапать на картах быстрее, или понизить контур, или, скажем, применить скрывающий тебя полимер, хотя, казалось бы, технологии-то для этого есть. Есть только глупая возможность метнуть коробку или другой мусор, чтоб привлечь внимание врага. Но вот ведь беда. Коробок под рукой может совсем не оказаться. Несмотря на проработанность интерьеров и экстерьеров, многие камни на улице и коробки, там, не знаю, чашки, стулья внутри просто приклеены к столам, к полу, к дороге. Впрочем, про улицу вообще лучше не вспоминать. Это четвертый пункт. Там просто громадное количество врагов на каждом шагу. Если вы думали, что в Хогвартс Легаси натуральный фронтир, где каждый метр дается с боем, то вы не играли в Atomic Heart. Практически не будет пятачков земли, где тебя не палят камеры или патрули. Какой уж тут стелс. Причина пятая. Отсутствие альтернативных способов ликвидации. Чтобы убить, нужно подкрасться вплотную. Нет возможности метнуть нож или выстрелить из оружия с глушителем, что, конечно, сильно ограничивает возможности скрытного убийства. И увеличенного урона от внезапного удара тоже нет. Шестая причина. Далеко не всех врагов можно убить таким образом. Например, точно нельзя рафиков. Скорее всего, нельзя и крупных култышей. А может и обычных тоже. Ну и седьмая причина. Отсутствие соответствующего левел-дизайна. Те же вентиляционные отверстия встречаются лишь по сюжету и являются путями обычными, а не альтернативными. То есть по всему видно, что игра в принципе на стелс не рассчитана. Он добавлен ради галочки. Хотя тебе и скажут, что от стелс-ликвидации ты получишь больше деталей с робота. Но я вас уверяю, деталей при тщательном сборе оных с трупов и так будет достаточно. Что остается? Ближний бой и дальний бой. И вот с этим уже у игры полный порядок. Вообще, если в игре есть возможность выбора, я предпочитаю дальний бой и стараюсь в рукопашную без причины не лезть. Поэтому я сделал акцент именно на таком стиле прохождения. И игра активно мне в этом помогала, ибо здесь есть несколько весьма интересных экземпляров оружия, да еще и возможность его прокачать. Первое, что попадет нам в руки из стрелковых приспособлений это дробовик. В принципе, я для себя всегда считал дробовики переходным этапом между, например, обычным пистолетом и полноценным автоматом. Но эта игра меня удивила. По моим ощущениям, прокачанный дробовик это лучшее оружие в игре. Высокий урон вкупе с неплохой итоговой меткостью делает свое дело. При попадании дроби во врага тот отлетает, делая красивые сальто. Не помню, чтоб хоть одно еще оружие здесь обладало подобными необязательными, но крутыми визуальными эффектами. Так как игра вполне обоснованно считает, что дробовик не самое крутое оружие, то и патроны на него будут встречаться чаще, чем на другие стволы. Оба раза я прошел игру практически не крафтя патроны в принципе, разве что чуть-чуть поначалу. А меж тем, прокачивая эту волыну, ты заметишь, как она начинает радовать тебя все больше. Во-первых, растет урон и точность. Дробовики в принципе имеют хороший урон, компенсируемый низкой точностью, но если ты не будешь с криком «Вперед, товарищи!» палить во все стороны, то с попаданием проблем практически не возникнет. Кроме того, вместо трех патронов он начинает вмещать в себя аж 10, что для такого оружия очень и очень хорошо. К тому же не возникает никаких проблем с уроном по живым тварям. Почти любое оружие можно прокачать, усилив его урон по роботам или по органике. Можно иметь одну пушку органическую и одну против дроидов. Но в принципе против живых врагов хорошо действует любое оружие. Страшнейший органический враг в игре это плющ, но слабость плюща в уязвимости к огню. А опять же, практически на любое оружие, даже на рукопашное, можно поставить так называемую кассету, придав ему стихийный урон. Ты просто полей врага соплями и подожги. И ни один плющ не устоит. Не нужно заморачиваться с прокачкой нужного типа урона. В общем, дробовик наша тема. Странно, обычно пистолеты ты получаешь до дробовиков в играх. Но не в этом случае. Пистолет Макарова нам дадут чуть опосля. Что о нем можно сказать? Он имеет вполне хороший урон и точность. Но, конечно, до урона дробаша он не дотягивает. Как следствие, стараться стрелять нужно в голову. А враги, к чести местного искусственного интеллекта, очень хорошо умеют маневрировать. Потому из пистолета Макарова следует стрелять не торопясь и тщательно целясь. Иначе никаких патронов не напасется. К тому же у него нет такой убойной силы, чтобы отбрасывать врага. Он его даже не остановит, не считая смерти, конечно. Себя раскрывает он лишь после прокачки. Кстати, как и любое другое вооружение, с прокачкой он сильно меняет внешний вид. И ранее обычный ПМ превращается в ретрофутуристическую вундервавлю. В частности, пистолет этот можно превратить в серьезнейшую убойную силу, поставив данная модификация является альтернативной атакой. Тут почти все оружие ее имеет. Активируется она с прицела. Так вот, тут за три патрона производится мощный выстрел с нехилым уроном. Таким образом, выстрелом в голову можно ликвидировать цель одним залпом на среднем уровне и, возможно, даже на сложном. Если у вас нет проблем с меткостью, то прокачанный пистолет ваш выбор. Калаш. Обычно, если в игре есть калаш, то это одна из лучших пушек. Неудивительно, ведь реально АК это и есть лучшее оружие на планете. В игре я не заметил от него особой пользы. Да, у него хорошая скорострельность при неплохой меткости, наверное, только это и делает его нужным. Полезен он в битвах с боссами, где необходимо часто стрелять и как можно реже перезаряжаться. На них же важна не только убойная сила, но и вставленная кассета, а также покрытие босса полимером. В обычном бою калашников, конечно, тоже может себя показать, но, как по мне, гораздо практичнее использовать для этого другое вооружение. В этом есть плюс. Не используя АК, ты копишь патроны от него, и на сложном боссе ты точно не окажешься с голой жопой в чистом поле, как порой было со мной. Но это от плохой подготовки и желания пролететь на авось. Вы такими не будьте и смело используйте калаш. Прокачанный его вариант не особо чем-то выделяется, кроме урона. И да, не смотрите на то, что у меня некоторое оружие золотое. Это фишка дополненного издания. Когда мне сказали, что ее можно отключить, было уже поздно. Я не люблю золотое оружие. Оно здесь и без того красивое. Между автоматом и пистолетом тебе втюхают еще один пистолет. Электрический. И на первый взгляд может показаться, что это совершенно бесполезная ерунда. Но это ошибка. Видите ли, электропистолет тратит не патроны, а нашу полоску энергии. Рекуперативный магазин, который постепенно восстанавливается и делает это быстрее, если прокачать его. Или же, если бить врагов дубинами по жопам. Поначалу будет сложнее из-за того, что магазин быстро заканчивается. Но прокачка сделает свое дело. Кроме того, не стоит забывать и о прокачке самого пистолета. Он может издавать Эмми Импульс, например. Да и вообще, он очень хорошо справляется с роботами. А роботы это 85% врагов в игре. Самое главное, что он отлично справляется с пчелами и камерами. А пчелы и камеры, думаю, не совру, если скажу, что это 70% всех врагов в игре по численности. Их будет огромное количество, просто гигантское. И ты не раз захочешь расцеловать этот пистолет прямо в дуло. Ведь он сбивает камеру с двух выстрелов. С трех. Притом не прокачанный. А из прокачать? Впрочем, его вампиричьи свойства я так и не понял. По идее, он должен вытягивать энергию из роботов. Мне не удалось этого оценить. Увы, но на сложной сложности, а как завернул, да, враги становятся выносливее, и пистолет уже начинает не так хорошо справляться со своей ролью. Фактически, единственным его преимуществом становится бесконечный в определенных условиях магазин. Впрочем, этот самый магазин расходует и другие атаки, более эффективные. Так что вы быстро забудете о своем электродруге. Ну и хрен с ним, ведь у нас есть другой электродруг. Гауссова винтовка. Походу, это та самая разработка Калашникова на основе своей пулевой винтовки. И эта винтовка считается элитной. Пока ты найдешь чертеж и соберешь нужное количество деталей, пройдет немалая часть игры. Треть как минимум. И, знаете, здесь, к сожалению, разбег лошадиной, а удар муравьиной. Гауссова пушка, над которой посмеялся бы любой некрон-войн, стреляет одиночным разрядом, тратя на это полную ячейку рекуперативного магазина. Тот же электропистолет тратит какую-то его часть. И чем больше он прокачан, тем меньшую часть он, собственно, тратит. Винтовка же тратит полную ячейку. Максимум их может быть пять штук. То есть у нас есть максимум пять зарядов. И что мы получаем за такой заряд? Белые вовчики и серые колтуши просто испаряются. Правда, не оставляя после себя лута, но это вполне логично и красиво. Но названные враги самые слабые в игре. Плюс в том, что необязательно целиться в голову. Но быстрое убийство до пяти слабых врагов разом это тоже неплохо. Тем более заряд пробивает насквозь и ранит всех, кто стоит позади цели. Так что при должной меткости и везении можно настрелять и побольше. Однако вот по средним врагам и далее по списку ваншот уже не пройдет. Тем более на высоком уровне сложности, на котором даже слабых ты не ваншотаешь. Но может это дурында хотя бы сильно лупит по боссам? Нет. Так же как и по рядовым врагам. Ее плюс лишь в рекуперации. Магазин со временем восстанавливается. Но он, повторюсь, со временем и тратится на другие атаки, более полезные. А в отличии от пистолета, винтовка не выстрелит, если ячейка заряжена не полностью на 100%. Не хватает вот совсем прям чуть-чуть, да? Твои проблемы. Усугубляет ситуацию то, что гаусс-винтовка не имеет прокачки. Вообще никакой. И по факту, особенно на высокой сложности, ее очень быстро обходят другие орудия убийства. Даже пистолет коллега лучше. Пусть он и не ваншотает камеры и пчел, как винтовка. Увы, не оружие, а сплошное разочарование. Но до гаусс-винтовки нам дадут еще одну электропушку под названием Доминатор. Это нечто среднее между пистолетом и прошлой винтовкой. Стреляет очередями, магазин тратит по-божески. Урон? Ну а что урон? Урон как урон. Снаряды летят довольно медленно, босс успевает от них уклониться. Да и не боссы тоже. Вообще, я не очень часто использовал эту пушку. Как я гнался за тем, чтобы собрать ее и как разочаровался в ней. Прям как в гауссе. Потому ничего не могу сказать о ее полной прокачке. Попробуйте, возможно в ваших руках она станет монстр-пушкой. А я о ней и вовсе позабыл и добавил в этот список уже после того, как перепроверял информацию. Потому-то она идет после гауссовой винтовки. Ладно. Крепыш. А вот тут уже все намного лучше. Ведь крепыш это не что иное, как гранатомет. И этим все сказано. Гранатомет, он всегда и везде крут по логике вещей. И да, он здесь тоже дает прикурить. Беда лишь в том, что ракеты к нему редкие и дорогие. Потому не рекомендуется их разбазаривать на рядовых врагов. Больно уж много чести. Нет, крепыши нужны лишь на боссах. Собственно, можно пройти почти любого босса только с ним. Почти, потому что мы получаем его не сразу. Опять же, не используя ракеты на всякую шелупонь, ты копишь их до решающей схватки. И как итог, ты просто закидываешь босса ракетами. Исключением является только паукан, который уж чересчур крепкий. Крепыша можно тоже прокачать. Усилить общий урон, а также площадной, что всегда полезно. Ну и можно поставить тройной заряд, то есть, чтобы заряжалось не по одной, а по три ракеты. Это удобно. Либо же заменить ракеты на наземные мины, что не очень удобно. Или же сделать ракеты самонаводящимися, что сильно порежет им урон. В принципе, если у вас ракет завались, можете побаловаться. Но в любом виде и на любой сложности крепыш это орудие богов. Никогда про это не забывайте. Что ж, из стрелкового вооружения это все. Не скажу, что оружие тут прям завались, но того, что есть, вполне достаточно. И опять же, нет какой-то сверхимбовости, лишенной логики. Вполне нормально, что гранатомет наносит хороший урон по боссу. Однако, некоторые экземпляры я сейчас кашусь на гаусс винтовку, откровенно лишние. Вы уж либо вообще ее из игры уберите, либо сделайте ее посильнее. На высокой сложности она вообще просто мусорная. Притом, другое оружие, за исключением разве что электропистолета, на ней показывает себя ничуть не хуже. Даже рукопашное. Давайте к нему перейдем. В главном меню мы видим, как Нечаев выдружает на плечо пафосную юду, чем-то напоминающую Бладборн. Это лишь одна из представленных моделей, а всего их пять дрынов с экстравагантными названиями. Стартуем мы со шведом, точнее, с обычным пожарным топором, из которого, как в случае с остальным оружием, сильно преображая его еще и визуально, собираем шведа. Швед это с виду самый обычный топор, да и в общем-то им и является. Я как-то недостаточно много с ним ходил, чтобы сделать глубокий анализ этой железяки. Как по мне, вполне заурядная махалка с неплохими показателями скорости и урона. Но гораздо интереснее лиса. Это тоже топор, но размером поменьше. Из-за этого страдает урон, но он отлично компенсируется скоростью. Мощный удар представляет из себя просто мощный удар без каких-либо вычурных кульбитов. Но нужно напомнить, что, как и у стрелкового оружия, у ближнего особая атака зависит от модификации, которую вы нацепили. Впрочем, лиса и без особых модификаций хороша. Ее основная фишка, как я понял, та самая скорость. Удивительно, но при том, что визуально есть более легкие по весу ялдоки, именно лиса при максимальной прокачке позволяет за короткий промежуток времени нарезать немало врагов. Высокая скорость компенсирована уроном, естественно. Это не самая сильная дубина, однако весьма неплохая. Очень скоро мы получим и другие чертежи. Например, звездочку. И это как раз та дубина, что мы наблюдаем в главном меню на плече майора. Она представляет из себя довольно тяжелую махалку с очень хорошим уроном, но не высокой скоростью удара. При максимальной прокачке она очень любима игроками. В частности, есть возможность вместо обычного размашистого мощного удара сделать один из пилодисков отделяющимся. Он будет хаотично, словно наглая муха, летать по площади и резать врагов, тратя энергию магазина. К сожалению, нет какой-то гарантии, что он заденет всех нужных тебе врагов. Иногда он действительно может элегантно их облетать, поведомые лишь ему одному траектории, но бывает такое нечасто, так что обычно звездочка — это выбор силовых билдов, хотя тут таковых и нет. Но если бы были, как в Dark Souls, то звездочка была бы отличным решением, как, например, Свайхендер. Кстати, на правах лица Нечаева звездочка также может быть выкрашена в золотой цвет, если у вас куплено особое издание. Золотая дубина, чего еще я в своей жизни не видел. Хотя я еще не играл в Смиагола. Кстати, если вас терзает мысль, а какого спрашивается хрена оружие в фабрикаторе называется так странно, а не по-научному, по-фабричному, то все просто. Этот сбрендивший фабрикатор присвоил им такие имена, потому что взломал его долбоеб. Ну, бывает такое. Все же не стоит зацикливаться на одной звездочке, есть и другие неплохие дубинки, к примеру, паштет. За таким странным названием скрывается нечто среднее между ножовкой по дереву, мясницким ножом и пиломечом космодесантника. С виду он кажется легким и быстрым, но с малым уроном. Однако все немножко не так, он не такой уж и быстрый, да и урон сильно больше, чем от такого можно было бы ожидать. Притом он хорошо раскрывается в прокачке. Одна из возможностей, как и у звезды, отделить атакующий блок и пульнуть им во врага. Тот летит по прямой, режет кого надо и возвращается, как незамысловатый бумеранг, но без дуги. Особенно удобно этой хреновиной ликвидировать летающие цели типа шмелей, потому что у нее есть бонус как раз таки к урону по летающим целям. Хотя до сипухи все равно не дотянется. Весьма достойная махалка. Но есть кое-что покруче. Позвольте представить моего фаворита. Снежок. Прям как имя кота. Дрын с лодного дня ни больше ни меньше. По своим параметрам он весьма обычный. Да, небольшая скорость, да, хороший урон, как у той же звездочки, но раскрывается он в спецатаке. Таранном ударе. Товарищ майор, крякнув, разбегается и несется вперед, выставив перед собой обозначенную палку. А у той головка вращается, словно у электро-юршика. Так вот, этот таранный удар очень хорошо сносит всякую мелочь, а кого не снесет, в того упрется. То есть ты упираешься во врага, а головка продолжает вращаться. И ты просто бежишь на месте, мощно врага этого таранят. Ты буквально его буришь. На максимальном уровне сложности часть боссов, вроде Наташи, я убил именно этой хреновиной. Плющи и вовсе разлетаются в разные стороны, стоит только поставить огненную кассету. И несмотря на то, что после снежка я пробовал другое оружие ближнего боя, мое сердце навсегда занял именно снежок. Как вы поняли, в игре нет плохого оружия ближнего боя. Я, если честно, офигел, когда понял это. Есть сомнительный швед, но, возможно, это просто я его не распробовал. Ближний бой действительно полноценный стиль игры. В этом помогают полимеры, о них позже. И расчлененка. О ней прямо сейчас. Собственно, как часто вы встречаете игру с полноценной расчлененкой? Думаю, реже, чем вы бы хотели. Во всяком случае, я такое могу сказать про себя. И дело тут не в том, что я сумасшедший мясник, по которому плачет психушка. Это, конечно, так. Но дело в логичности происходящего. Если я лопцую врагов световым мечом, я логично ожидаю, что он должен отрубать руки, ноги, бошки. Но из-за лицемерной цензуры, которую, например, считает лес без цены нормой. Ведь нужно же проталкивать повесточку, да? Расчлененка это у нас фу. Это детишки будут шокированы. Еще раз. Не вот эти вот детишки будут шокированы, а вот эти вот. Вот благодаря ей мы все вспоминаем какую-нибудь Soldier of Fortune с теплотой. Так вот, а то Марк Хердс решила наплевать на все и вести полную расчлененку. Собственно, я нечаянно в этом убедился, когда в самом же начале отрубил конечность мертвому советскому товарищу. Не поймите меня неправильно, я миролюбивый и даже почти никого не убил ни разу. Просто работа у меня такая смотреть, что игра умеет, что не умеет. Обычно вот я так отмазываюсь. И вот расчленять врагов она умеет. При загрузке видел даже совет не расчленять павших братьев. Блин, я как будто попал в орден расчленителей из Вархаммера. Знаете, соблюдать это неписанные правила весьма проблематично, ведь трупы товарищей раскиданы обильно, да еще и часто подвешены на стальных тентаклях и Леоноры. Лупя врагов по щам во все стороны, ты как пить дать заденешь еще и трупы. И поле боя будет завалено не только отрубленными бошками и конечностями роботов, но и людей тоже. Такая уж игра. Совет, не заморачивайтесь. Касаемо роботов, у них та же система. Гуманоидные модели действительно расчленяются полностью. Прибавьте к этому то, что на их поверхности остаются следы от ваших ударов и выстрелов, и вы получите буквально Дарк Миссаю, потому что в последний раз подобную фишку ведь робот еще и сопротивляется умело. Поворачивают и сбивают с ног. Последние, если честно, они делают слишком уж часто. Так что берите дрын и в бой. В бою также активно используется рывок. И вот здесь не все гладко. Мы не можем перейти на шаг. Все бегом, все в спешке. Но этот бег такой, размеренный. А вот вместо спринта тут как раз таки рывок. Его можно применять и в прыжке, и по идее можно даже прокачаться до двойного рывка. Но это не двойной прыжок из Ори или Фален Ордера. Это какое-то, знаете, эти недоразумения. С одной стороны, мы не ловче и вовчиков, с которыми сражаемся. С другой, учитывая прокачку, хотелось бы видеть большую разницу между тем, что было и тем, что стало. А уворачиваться придется часто. Время от времени роботы, как обычные, так и боссы, будут проводить атаку, которую храс нам подсветит красным. Видите, и здесь все объяснили. Это, как правило, всякие таранные атаки или атаки с наскока, которые мало того, что гарантированно сшибают нас с ног, так еще и наносят весьма приличный урон. Вот тут и поможет рывок. Но нужно помнить, что он имеет время отката, и оно, нужно сказать, весьма велико в моменте. Так-то, секунду-полторы это разве много, на слух? Но именно в моменте, в бою, те самые полторы секунды, решают, будешь ты жить или погибнешь. Рывок нужен и в дистанционном бою, потому что многие роботы умеют стрелять, и делают это они отлично и ловко. Таким образом, даже пострелушки тут динамичные. Вообще, забудьте про позиционные бои, это явно не про Атомик Хард. Но, конечно, чаще будет использоваться в бою ближним. Кстати, лупя железом по железу, мы будем быстрее регенерировать наш заряд для проведения спецатак, типа того же тарана или метания звездочки. Ну, либо стрельбы из шокера. Кому что нравится. Тут вполне можно комбинировать оба стиля боя. Ну, а если случилось так, что бравый майор не вывозит сражений и всякие беляши кричат ему вслед «Гит Гуд!», а в СССР только так и говорят, то всегда можно навернуть сгущенки с водкой. Я не шучу. Рызская повсюду мы будем часто находить эту снеть. Спасибо, хоть без матрешка пошлись. Хотя робот Наташа немного на нее похожа. Водяра увеличивает скорость, потому что водка внутри, а снаружи бутылка. Ну, а сгущенка это же Милк. Он увеличивает твою защиту, товарищ. Клянусь, я не удивлюсь, если эту фишку включили в игру в насмешку над Александром Курицыным. Абсолют ли? Абсолют ли, бля? Кроме как навернуть водяры и заполировать это сгущеночкой, можно еще впитать в себя адреналин для увеличения боеспособности, либо же Теслу для восстановления энергии костюма. Лично я этим вообще не пользовался. Ни чаев и без водки крут. И как итог, боевка в игре мое почтение. Вот теперь, омытые вселенским знанием, мы можем вернуться к происходящему. Для меня оно выглядело сами понимаете как. Я просто проходил игру заново до места, на котором остановился. Не помню точно, сколько это заняло. Ну, примерно часа три. Заоблачная задалбывающая сложность исчезла, и игра стала приятной. Притом, не сказать, что я совсем не умирал. Умирал, конечно, часто по глупости. Но это не вызывало вопроса, что происходит? До поры, конечно. Более размеренный геймплей дал возможность больше внимания обратить на сюжет и в принципе все происходящее вокруг. В частности, по игре разлито много нейрополимера. Выглядит он как застывшая в разной форме жижа. И мы можем перемещаться по нему в любом направлении, в том числе вверх и вниз. И когда Нечаев оказывается внутри полимера, он начинает слышать голоса, воспоминания. В них, помимо обрывков малозначительной информации, мы будем слышать фразы Петрова о том, что полимер опасен. И фразы Сеченова, а также голос предположительно из нашего прошлого о том, что некая дама нас не любит. Как правило, такой ход означает, что герою либо промыли мозги, либо заблокировали память, либо и то, и другое. И рано или поздно это прошлое всплывет нам откровениями в сюжете. Однако, забегая вперед из всей этой плеяды речей, только предупреждения предателя Петрова об опасности полимера нашли применение в игре. Мы услышим одноименную запись. Фраза же «Я тебя не люблю» вообще никем не произнесена за всю игру. И она точно не может принадлежать нашему прошлому, если исходить из имеющихся событий, а не из предположений. Мы на стриме целое обсуждение даже провели, что бы это такое могло быть. Некоторые считают, что это раскроет DLC, некоторые же предполагают, что эти обрывки фраз совершенно необязательно относятся к Нечаеву, нашему персонажу. Ведь нейрополимер впитал в себя знания многих людей, что его коснулись сознанием, скажем так. Однако же, по правилу электробритвы Акама Абрамовича, если предположить, что перед нами умелый сценарий, а не фанфик по Гарри Поттеру, нет нужды множить сущности без надобности. То есть нет смысла создавать миллион таких вот мусорных возможностей и приписывать что-то кому-то, кто в сюжете и вовсе не участвует, но гипотетически может существовать. Хотя, конечно, существует отличная от нуля вероятность, что и это возможно. Но все же мне бы не хотелось в это верить. И упоминаемые события стоит увязывать с упоминаемыми персонажами, а не придумывать новых на ровном месте и списывать все на них. В то же время стоит признать, что это утверждение не лишено смысла. Нечаев раньше не сталкивался с Петровым, он не мог помнить его голос. Притом, полимер еще как мог, потому-то мы его и слышим. Так что на самом деле фраза «Я тебя не люблю» может действительно к нам не относиться. А к кому тогда? К Ларисе, с которой мутил Петров? Нет, ведь это будущее, а не прошлое или настоящее. Тут нарушается событийность, а нейрополимер еще не был замечен в прорыве пространства-времени. Тогда к кому? Интересный вопрос, на который действительно хотелось бы получить ответ. Потому что фраза левого Рафика это ерунда, а вот заявления о нелюбви как раз таки могут быть где-то решающими. А возможно, дорогие мои детишки, я просто ищу белого кота там, где его нет. И разработчики просто решили нагнать таинственности на ровном месте, наплевав на Акамо с его бритвой. Надеюсь, что нет. Да и не похоже это на почерк создателя игры, ибо пока что все идет ровно. Нам с самого же начала назначают виновного, предателя Петрова, который вызвал кратковременный сбой и мирные роботы начали убивать людей. В то же время игра очень умело подкидывает игроку подсказки. Где-то намеками и полунамеками, а где-то наведением на неправильную данность. То есть, ты видишь одно, а говорят себе другое. Например, не нужно хорошо разбираться в индустрии и робототехнике или же программировании, чтобы понимать одну простую вещь. Искусственный интеллект это обобщение для любой имитации умственной деятельности машиной. Даже в играх мы говорим искусственный интеллект врагов. Хотя, если уж быть точным, то это выражение не очень точно. Извините за тавтологию. Либо оно неверно отражает суть. Интеллект имеет любое животное. Например, кошка. Можно ли кошку научить видеомонтажу? Сейчас здесь должна быть реклама в стиле «Со школы такой-то даже это возможно, ведь у нас такие специалисты». Нет, нельзя. У кошки есть интеллект, но нет разума, который позволил бы ей выйти на принципиально новый уровень мышления. Кошка не осознает сама себя, так как человек. Понимаете, к чему я? Не понимаете. Сейчас объясню. По большому счету операционную систему вашего компьютера тоже можно назвать искусственным интеллектом, хоть и с натяжкой. Или вот новомодные нейросети. Но по большому счету это не интеллект, это просто продвинутый набор продвинутых скриптов, который не осознает себя и не может принимать решения, находящиеся вне поля тех, на которые он запрограммирован. Если нейросети не разрешат послать человека в жопу, не дадут ей такой опции. Она никогда этого не сделает, даже если человек активно напрашивается. Обратимся к фантастике. Терминатор. Скайнет и роботы Т-800 обладали именно полноценным искусственным интеллектом. Скайнет именно сам принял решение, это важно, принял решение напасть на людей. Точно так же, как многие Т-800 приняли решение не подчиняться Скайнету, потому он и начал ограничивать их интеллект. В шестом терминаторе Т-800 живет с женой и продает шторы. Ха-ха-хи-хи, да, но разве он для этого создавался? Разве он был на это запрограммирован? Нет. Он принял такое решение, и он сам научился делать все это. Он приспособился к такой жизни, потому что он осознает себя как личность, полноценную личность, хоть и не так, как это делает человек. Роботы же из Atomic Heart не имеют искусственного разума. Интеллект имеют, да, но не разум. Они умеют говорить, отвечают на твои вопросы, но это такая же нейросеть, просто более продвинутая. Помните момент с Рафиком в поезде? Он прекрасно видит, что творится хаос и погром, но он не может не продолжать требовать билеты с единственного живого пассажира и гонять туда-сюда пустой поезд. Или вот Сережкова. Она осознает, что ее бравурные речи тут неуместны в этой братской могиле, но ничего с собой сделать не может. Точно так же, как современные нейросети не нарисуют тебе картинку с нуля, не обработав при этом тонны других картинок. Я к чему все это веду? Игра, извините за тавтологию, плавно подводит нас к середине действа, к мысли, что ой, какой же ты дурак, ты ж не видишь, что все это подстроил Сеченов, и роботы эти совсем не мирные. Но по факту, дурак-то тут только наш персонаж. А игроку, как мне кажется, с самого начала более чем очевидно, что не могли роботы, не обладающие искусственным разумом, вдруг начать убивать людей. Сперва были разные мысли, например, были же упоминания о том, что, мол, ходят слухи о роботах, неотличимых от людей. Причем это дважды в игре упоминается. Мало ли вдруг кто-то из персонажей, включая нас, скрытый робот. Или культист Ктулху. Что тоже неплохо, правда? Может даже существует какое-нибудь ядро искусственного интеллекта, которое захватило власть. Мало ли. Но чем дальше по сюжету, тем больше нам дают понять, что тут замешаны люди. В игре нам также дают отговорку, что, мол, роботы могут защищать граждан при нападении врага. Но за этой отмашкой скрывается, собственно, один из главных сюжетных поворотов. То есть роботы имеют боевой режим изначально. Не обладающий искусственным разумом и возможностью принимать решения тумбочка не может сама себя обучить убивать людей. Врагов, друзей, не важно. Если у робота-повара есть рука-нож, то необходимо сначала научить его понимать это. Научить его работать с ней не только на кухне, но и в бою, сказать в каких условиях и как это применимо. Это годы работы. О чем нам в итоге в игре прямо и скажут. К тому же от некоторых трупов мы не раз услышим рассказ о том, как организованно и последовательно убивали мирные роботы мирных же граждан. Спонтанный сбой не способен вызвать такой эффект. Вывод очевиден с самого начала игры. Этот сбой просто переключил их в боевой режим. Да е-мое, даже Храса в начале Бардака говорит Сипуха переходит в боевой режим. То есть он у них есть. И добавил его тот, кто их всех разработал. Добавил заранее. И это тот, кто голосом злодея Брина вещает нам о том, как добро нам, блин, пожаловать в его сити 3826. Но почему-то от нас этот секрет полишинеля активно скрывают, нагоняя драматическому туману в развязке. смотри, оно оказывается вон как, а ты и не знал. И ведь и правда, ничаев-то не знал. Он реально не в состоянии сложить один на один. Даже мы, люди, живущие в мире, где нет таких технологий, это понимаем, а он, а он не понимает. Знаете, я люблю, когда игры меня обманывают, удивляют, делают необычные ходы. И должен сказать, даже Атомик Харт умудрилась это сделать, за что и моя похвала. Но вот конкретно этот момент мне очень не нравится. Когда персонаж тупее меня и знает меньше, чем игрок, севший за игру в первый раз. Он так бесится, когда на примере якобы грузового робота Наташи ему раскрывают истину. Искренне прям так негодует. А между тем та же Наташа без всяких ракет может выжить до пяти литров крови из человека меньше, чем за минуту. Для этого ракеты как бы не нужны. Да, ни ракеты, ни пулеметы, ничего не надо, просто руки и все. И додуматься до этого может любой дурак, наверное. А какой-нибудь Рафик-официант может переломать тебе все кости. Сразу вспоминается опять Dark Messiah of Life and Magic, где уже каждая улитка под камнем была в курсе, что мы и есть темный мессия. Кроме, конечно же, нас, искренне этому удивляющихся. Так что вполне интересный сюжетный ход, как по мне, сильно портит наигранная неосведомленность персонажа. Вернемся к тому, где остановились. А остановились мы на самом деле перед одним из сюжетных поворотов. Не успел ехидный Петров сласть позлорадствовать над нами, как его, нечаянно разумеется, переехал с брендившей погрузчик, отрубив тому башку напрочь. Сергей отчитывается перед шефом, мол, сорян, предатель собой ликвидировался, голова сама отвалилась и куда-то за шкаф закатилась. Сеченов, конечно, недоволен, ведь без Петрова этот бардак не прекратить, пока нам дана команда покинуть комплекс. Но прежде чем мы сможем это сделать, игра нас еще неплохо так погоняет. Выход из комплекса контролируется вот этим вот красивым деревцем. И это не какой-то там энд, это специально выращенная березка, нейробиомеханизм, детишки. Только, значит, завял чуток, вот, палить надо. Теперь нас погонят в четыре стороны за четырьмя ключами, демонстрируя, ну что ж, давайте посмотрим, как они умеют. Что ж там такого нам покажут разработчики? Ну, сперва будет скучный комплекс, где нейробетономешалка мешает нейробетон. Перезатянутый отрывок, весьма такой, знаете, нудноватый. Потом в горячем цеху нас научат тушить поконы охлаждающими свечами, отбиваясь от вспотевших вопчиков. Чуть быстрее, чуть интереснее. Потом нам дадут сжечь гигантского травяного ктулуха. Видите ли, тут выращивали, значит, кабачок и борщевик. Кабачок сдох, а борщевик вот вырос, потому что поливали его не водой, а нейрополимером и водкой, видимо. Выросла, значит, репка большая-пребольшая, начала жрать собак, а потом еще и людей. А потом пришли роботы. Вот и сказочке конец. На самом деле, забавно, ведь катастрофа с прорастанием борщевика-мутанта произошла, как бы, отдельно от бунта роботов и никак с ним не связана. То есть, помимо предателя Петрова, у нас тут свой локальный Армагеддон устроили ученые-долбоебы. Кстати, это самая интересная миссия. Тут мы найдем выжившего, который будет опрыскивать ктулху ядом, пока мы ищем бочку. Правда, сами поиски представляют из себя скучную головоломку, основанную на паркуре, с очень редкими пострелушками. Зато в конце мы картинно поджигаем сигареты и борщевик. Все взрывается и воняет. И вот опять это долбанное клише. Полчаса смотрим на союзника, как тот отбивается от врага или обращается. Не, ну помочь. Подумаешь, нога застрял. Ты, сука, арсенал на себе тащишь. Вообще, этот эпизод немного напомнил мне эпизод с Шоготом из Коллых Толху 2005 года. Ну а потом нам и вовсе дадут сварить смузи из коров, свиней и куриц. Повар спрашивает повара. И, наконец, четыре ключа колбы у нас. Про эти колбы их раз с Нечаевым будут еще не раз шутить. То есть игра понимает, как игрок с ними запарился. Потому что до этих четырех колб мы уже искали три другие. А потом минимум будут еще три. Правда, они уже не обязательны. В любом случае, теперь мы покидаем комплекс и попадаем в цветущий сад. И по этому саду я крался, как штирлиц по Рейхстагу. Тут нам как раз-таки рассказывает о пчелах. Мол, летают вот эти, значит, дроны. Если заметят, то все, поднимается тревога. Всего у нее два уровня. Первый, значит, сбегаются враги. Второй. Тебе на голову враги еще и десантируются. Учитывая, что пчелы активно чинят павших роботов, враги будут тут со всех сторон всегда и везде. И по первой, не зная, как правильно сражаться и как вообще играть на открытой местности, я старался следовать совету игры и красться, словно ассасин по Массиафу. Знаете, это было хреновое решение, как по мне. На деле же, во всем этом не было никакой нужды. Врагов, хоть и много, тут их проще перебить, чем обходить. Ведь, напомню, стелс здесь рудиментарный. Это я понял, как никогда именно в тот момент. Камеры проще уничтожить, их все равно через минуту восстановят. Зная это, ты почти без проблем сможешь пробежать этот короткий отрезок минут за 10. Я же здесь, на картах, траву приминал минимум полчаса. Полчаса, ёкарный бабай. Ведь сначала ты дойди до ворот, потом пойми, что они закрыты, после чего тебе расскажут о вышках, через которые можно их открыть. Чапай ты к этой вышке, пойми, что у тебя нет от нее ключа. И вот тут на связь с нами выходит живая здоровая баба Зина. Видимо, она в одиночку затащила катку, пока мы валандрались по комплексу. Вот это я понимаю. Она зовет нас в гости на чашечку бормотухи. Мы приходим в обозначенное место, а там Беляш в нарды играет. Увидев нас, он забудет чей ход, разозлится и нападет. Но тут прилетает натуральная избушка на курьих ножках и соплом сжигает эту железяку. Появление этой избушки обставлено без приукрас шикарно. Прям хочется одновременно аплодировать и ржать. Такая натуральная баба Яга, только технически продвинутая. А далее долгая и крутая катсцена, где мы, попивая чаек с мятой, смотрим по хакнутому бабкиному каналу тайные заседания, где товарищу Сеченову, нашему боссу, делают дельные, в общем-то, замечания, хоть и в грубой форме. Делает их товарищ Молотов на тему того, что у вас там на предприятии творится бардак и под угрозой проект Атомное Сердце, в честь которого названа игра. Что это за проект, такой мы узнаем только в конце. И поначалу ты действительно думаешь, что, в общем-то, Молотов прав, и он дело говорит. Но, так или иначе, он скоро будет на предприятии с инспекцией, и наша задача встретиться со Штокхаузеном, тем самым немцем, которого мы стебали, чтобы он нам передал посылку от шефа. Для этого мы должны сесть на поезд. Это не очень долгий эпизод, в котором мы берем машину и едем на станцию. Поезд на месте, и даже робот Рафик спокойно готов вести этот поезд. Не взбесился он потому, что таково свойства Рафиков. Они даже в боевом режиме мирные. У них надзадача помогать людям. Только конкретно этот хрен явит нам с собой один из самых смешных моментов в игре. Сперва он спокойным, фирменным, шикарным, Рафиковским таким нудящим немножко голосом попросит предъявить билет, а на матерное заявление, что тут негде купить билет, все мертвы, прочтет лекцию о том, что не пристало советскому гражданину нарушать закон. Окей, билеты могут быть у трупов, а о те как раз не против поговорить. На локации их всего пять. Трое откажутся сотрудничать, оставаясь говнюками после смерти, ну кроме сошедшего с ума. Один тоже паранойк, но билет отдаст. Хотя, я вот не понимаю, зачем вообще что-то спрашивать у мертвеца? Обыскал и забрал, что надо? Ну да, игра рассчитана на разговор с трупом, это такая фишка, но в данном-то случае перед кем мы распинаемся? Перед билетером, чье тело уже окоченело? Смысл? В общем, Рафик равнодушно сообщит нам, что билет просрочен и наш поезд уже уехал. Красный от злости Нечаев несется к последнему, самому дальнему, разумеется, трупу, у которого окажется проездной на месяц. После чего, Рафик, чтобы окончательно добить нервы героя и игрока тоже, заявит, что он тут на теле подумал, сопоставил факты, пошуршал мозгами и понял, что мы, оказывается, официальное лицо при исполнении в условиях чрезвычайного происшествия, а значит, нам можно и без билета. Все же, иногда я понимаю Нечаева с его ебучими пирогами. Это, кстати, его самая частая присказка, напомню. Однако, как же круто тут сделаны роботы, прям слов нет. И Рафик это просто вишенка на торт. Завершив эту дружескую беседу и скрипя зубами, мы, наконец, стартуем в открытый мир. А теперь я расскажу вам, как проходить Atomic Heart за мага. Доставайте блокноты. Рассказ о боевой системе игры будет, конечно же, неполным, если не упомянуть способности персонажа. В Биошоке, с которого игра и копируется, тоже были подобные способности, но загвоздка в том, что там их было довольно много и они были разнообразны. В Atomic Heart же с разнообразием большая беда. Итак, убивая противников, товарищ майор получает помимо деталей еще и нейрополимер, который используется для прокачки способностей. Всего мы можем в процессе заготовить до трех способностей разом. Первое, это всегда Шок. Мы не можем ее заменить, для нее даже отдельная кнопка используется. Шок нужен в некоторых ситуациях, чтобы подать энергию на дверь и открыть ее. Больше для прохождения он не нужен. А вот в бою он весьма полезен, особенно когда прокачан. Тогда он превращается в подобие цепной молнии. Им становится очень удобно сбивать одним ударом пчел, летящих ремонтировать врагов. Впрочем, одного удара достаточно только на среднем уровне сложности и только на пчел, либо летающих личинок. Остальных же врагов Шок повергает именно что? Шок, выигрывая нам время. В качестве наносящего урон способности в таких условиях он не годится из-за низкого урона и долгой перезарядки. Причем, я бы даже сказал, очень долгой. А вот для тактических изысканий очень даже. Полимер отлично проводит ток. Если облить полимером врага и ударить с разрядом, тот, конечно, получит больше урона, чем обычно, но все равно фигня. Другое дело разлить полимер вокруг и наэлектризовать его. Вот тогда противникам почти всем обеспечен долговременный стан. То есть, по идее, это способность контроля толпы, а не урона. Урон у нее скорее факультативно привинчен. Плюс это именно, что одиночные разряды, а не луч энергии, как в случае других способностей. Еще серьезный минус шока в том, соответственно в цель. Шок часто ударяет где-то рядом, а не там, где нужно. В отличие от гавос-винтовки, поражающий луч не задевает даже того, кто стоит близко. Если уж промазал, значит промазал без эффектов на врага. А потом жди полчаса, пока перезарядится. Сомнительная способность. В итоге, если на среднем уровне сложности от него есть толк, то на высоком о шоке быстро забываешь. Есть и другие более интересные способности. Их можно прокачать хоть все разом, но с собой ты возьмешь только две, назначив их на клавиши Q и E. Такие способности уже тратят заряд, но не твоего магазина, а свой собственный. Хотя при прокачке некоторые будут тратить и заряд магазина тоже для выселения эффекта, что иногда полезно, а иногда и мешает. Некоторые даже для продления действия тратят твое здоровье, что как-то вообще за гранью, но некоторые возможно этим пользуются. Меня, например, сразу привлекла заморозка. Как фанат клана Линк Уэй, я всегда рад покосплеить Саб-Зиру. Однако, что мы получаем? А получаем мы возможность подуть холодным сибирским перегаром врагу Харю. Это его замедлит, но не заморозит. Что как бы логично, это же не заклинание. Замедление в игре весьма полезно, только беда лишь в том, что если стоит выбор между ним и другими более интересными эффектами, то лучше выбрать их. Плюс, боссы, как правило, не подвержены заморозке. Не путать с изморозью, ей они как раз-таки подвержены. Чтобы заморозить врага, он, как вы догадались, должен быть политполимером. Тогда, да, он превратится в беззащитную ледышку. Через время оттает, боссы оттаивают, разумеется, быстрее, да и, в принципе, неподвижными они не делаются, просто сильно замедляется. Ледяную глыбу можно спокойно расколоть топором, как и положено. Прокачка способности усиливает только общий эффект, не добавляя ничего необычного. То есть мы видим перед собой очередную тактическую способность, от которой в соло практически нет пользы. И сразу скажу о полимерной струе. Еще одной способности. Это именно те самые сопли, которые раскидывает ничаев во все стороны. Они отлично проводят стихи, то есть горят, электризуются, замораживаются, закрывая проход противнику, хотя подобное я помню только в деф-версии, где эти сопли были размером с крупный камень. Все это замечательно, но что еще может полимерная струя? Ну, она при определенной прокачке замедляет противника. И все. По большому счету в соло это часто самая бесполезная способность, вообще не наносящая прямого урона. То есть, опять-таки, тактическая. Часто, но не всегда. Например, при первом прохождении многих боссов я убивал именно стихийными кассетами, поливая как следует сперва полимером. На одиночных врагов разбазаривать кассеты не рекомендуется, закончится быстро и безрадостно. И вот уже три из пяти способностей являются вспомогательными и чересчур уж ситуативными. Как-то даже странно, если честно. Но не все так плохо. Все же, боевые способности есть. Их две. Первое, это полимерный щит. Казалось бы, где есть рукопашная, там должна быть и защита. И да, мы можем, освободив одну руку, выставить вокруг себя кокон, который... который нахер не нужен. Щит, это удивительная способность. Она очень хороша, но только при максимальной прокачке. Когда забирает энергию из ударов по тебе в рекуперативный магазин, часть вливает тебе в виде здоровья, часть возвращает обратного врага. При окончании заряда щита он еще и поливает всех вокруг полимером, еще отражает лазеры обратного врага. Вот тогда, тогда он действительно становится великолепной способностью. Особенно для любителей ближнего боя. Часто враги и сами прекрасно убьются от твой щит. А связка, применил способность оружия, перезарядил ее ударами врага в твой щит и снова применил, очень действенно. Конечно, абсолютной защиты способность не дает. Часто в разгар боя ты не замечаешь, как щит спадает, но это вопрос привычки и, наверное, даже внимательности. А вот некоторые боссы, точнее, один конкретный босс, например, вообще щит игнорирует. Что, конечно же, не есть хорошо. В целом же, это прекрасная вещь. Только вот, есть одна загвоздка. Ее нужно очень хорошо прокачать, угробив на эту цистерну полимера. И сделать это вы сможете совсем не сразу. Пол игры пройдет, прежде чем вы до этого доберетесь. А ведь из-за этого будет страдать прокачка здоровья, например, или их способностей. Неудивительно, что я не оценил щит по достоинству в первом прохождении. Он в этом смысле очень уж специфичен. Зато, вот что я точно оценил по достоинству, так это лучшую способность в игре телекинез. И не обычный, а массовый. Словно мастер джедай, нечаев поднимает руку, и все враги в приличном радиусе поднимаются в воздух. Притом, мы не замираем на месте, мы можем спокойно перемещаться и даже отстреливать беззащитных врагов. Как и всегда, способность раскрывается при прокачке. Со временем мы научимся поднимать в воздух более тяжелых врагов и даже сбивать боссов с панталыку, не давая применять некоторые способности, что иногда очень даже спасает. Но главное, это возможность фигачить их об землю. Их в смысле обычных врагов, боссов там, конечно, не ударишь. На средней сложности обычным врагам достаточно один раз шмякнуться копчиком озень, чтобы отбросить свои электронные коньки. На высокой, увы, этого недостаточно. Но зато второй раз точно будет летальным. У этой способности лишь один минус. Она очень быстро разряжается. Зато как же она шикарно проявляет себя против пчел и личинок. Эти видесущие твари будут переть на тебя толпами. Но на любой сложности, что пчелу, что сипуху, ты легко собьешь с одного применения телекинеза. Они просто рухнут на землю и взорвутся. Всей толпой. В этом ключе это просто идеальное решение вопроса за селье пчел. Только нужно помнить особенность телекинеза. Прежде чем долбануть врага морды о пол, нужно дождаться, когда товарищ майор закончит анимацию поднятия и поворота руки. Иначе, если отпустить раньше и рука не будет повернута, то удара по земле не последует. Это как у амаяка копья, но если не дудут, чудо не произойдет. Разве что личинки, докнутые без этого, от одной только поднятой в воздух руки нечаиво. Прям как уважают ты его, да? Помимо очень хорошего урона, это еще и идеальный скольких врагов ты поднимаешь в воздух. 5 или 15? И также ему все равно, насколько он для тебя потенциально опасен. Итого, вывод тут очевидный и однозначный. Телекинез это лучшая способность в игре. К тому же, она именно что боевая. Она наносит прямой урон. Это единственная способность, которая наносит прямой урон. Щит немножечко не совсем прямой наносит урон, он косвенный. Все-таки его нужно прокачать, чтобы он часть урона отражал во врага. И даже там, где не поможет щит, поможет телекинез. А лучше использовать эти способности вместе, забыв про остальные. И знаете, вот это вот и обидно. Зачем тогда их добавлять, если от них толку мало? Знаете, как можно было бы сделать? В теории. Например, как в Dark Messiah of Mave and Magic, чтобы можно было наэкторизовать любую лужу, каких тут полно, или заморозить, чтобы враг подскользнулся. Но такой физически реалистичной модели в игре нет. И это, конечно, нехорошо. Разнообразие тактик из-за этого сужается, и, в общем-то, о неких разных билдах не может быть и речи, если уж говорить по-серьезному. способности при хорошей общей идее. Почему мы не можем использовать огнемет из руки? Ведь в игре есть стихия огня, а полимер прекрасно горит. Почему не сделать огненную струю, напалм? Почему не сделать электроловушки? Или не дать пулять предметы не только для отвлечения внимания врагов, но и в самих врагов. Как гравипушкой, только перчаткой взял коробку и кинул в башку вражине. Или самого вражину. Вот почему нет, например, при полном заряде рекуперативного магазина возможности взять конкретного врага в захват или кинезом и долбануть его о стену Я понимаю, придумывать можно много и долго, но эти идеи лежат на поверхности. И игра к этому располагает. Именно так и было в Биошоке. Ну, почти так. В основном я, конечно, приводил пример Дарк Мессая, потому что я ее лучше помню, но в Биошоке разнообразий было сильно больше. Как минимум, там были очень крутые пчелы, например. Здесь же мы имеем практически рудиментарный набор способностей. Не такой рудиментарный, конечно, как стелс, но тем не менее. Видимо, здесь можно сказать, что не хватило опыта разработчикам. Возможно. В любом случае, в дальнейшем хотелось бы развитие этой идеи. И вот то, что есть, оно никуда не годится. В отличие от набора вооружения, вот тут полный порядок. Ну и также, разумеется, радует возможность в любой момент сбросить способность, вернув все потраченные полимеры, не просрав ни одного. Можно менять тактику под каждого босса, что я, в принципе, в первый раз и делал. И таким образом, можно вполне комфортно проходить игру, помогая себе способностями. Но о билде, такого на теле Техномага, забудьте. Поэтому ответ на вопрос, как играть за мага в Атомик Харт, звучит так. С большим трудом. А пока я тут распинался перед вами, там, на том конце реальности, товарищ майор ехал в поезде, мирно беседуя с Хразом. Тот намекал, пока что мягко, что товарищ Сеченов не такой уж и товарищ. Не такой уж он белый и пушистый, и как минимум, он тоже виноват в случившейся трагедии. Сергей, конечно же, отвечает в стиле «Не трогай моего, сын-пай, тварь!» Но дружескую беседу прерывает робот-колобок. Мы, значит, от бабушки ушли, от бабушки Зины. А он ушел, видимо, от дедушки. И как долбанет по поезду! Ну, тот и улетел вместе с нами. Благо, мы достаточно круты, чтобы не откинуть от этого коньки. И о, какое совпадение! Случилось это все уже около станции, так что прибываем мы ровно туда, куда им метели. Там же мы встречаем Штопхаузена, который передает нам специальные устройства, а также указания от шефа. Так как Молотов вот-вот прибудет в комплекс, нужно перевести его в режим военного положения, чтобы попытаться скрыть весь этот бардак. После передачи данных под музыку «В траве сидел кузнечик», мерзкий немец весело убегает, точнее, наверное, даже ускакивает. А мы сталкиваемся с новым типом вогчика, со стражем. Тут же можно найти пару мемных трубов. Вообще, игра отлично умеет шутить и делать отсылки. Например, в предыдущем комплексе шла речь о спецкоде EDD-QD, что, конечно же, отсылка на чит-код в игре Doom. На этой же платформе отсылка на «Проти нас, Юра, мы все проебали», и к Булгакову речь про обурвалка, конечно. Есть шутки и про простой советский есть в каждом доме, и много других подобных моментов в стиле мем. Есть еще немало забавных ситуаций иного формата, в основном они связаны с говорящими трупами. В общем, скучно не будет. Хотя, до скуки ли нам, мы оглядываем эльфийским взором местной окрестности и окрестной местности. К раз еще заявлять, что вся эта красотища это его идея, но на вопрос «В смысле?» ссылается на сбой. Но нас с вами не задурить, это еще одна неувязочка в наш блокнотик подсказочек. Про открытый мир мы поговорим чуть позже, но пока первое, что бросается в глаза, помимо общего отличного дизайна, это сраный фронтир, где шагу не ступить, чтобы не наткнуться на робота, дрона или камеру. Однако, что поделать, работа у нас такая. Мы держим путь к комплексу, вход в который через арену. Впрочем, арена пока закрыта, и нигде нет ни замка, который можно взломать, ни вахтершей, которую можно подкупить шоколадкой. И главное ведь заборыш, ох какой, да, ведь не перелезь же бравому вояке. Правда ведь? Не, мы пойдем другим путем, помнят про вышку, которая нас научила взламывать баба Зина. С нее мы откроем станцию управления грифом. Это что-то вроде аэростата. Тем самым устройством, которое нам передал немец, мы взламываем эту систему и заставляем гриф на время сесть. После чего по канату съезжаем куда надо, а именно на арену. И не нужно быть пятипядей во лбе, чтоб понять, что на арене будет босс. А то, что давно, знаете ли, его не было. Вот и славно. Где наш не пропадало? Везде пропадало. Но нигде так и не пропало, заметьте. Не пропало и тут. Хотя бой показался мне запарным. Итак, Ежиха. Тот самый робот, который сшиб наш поезд. И тот самый робот, который встретил нас в комплексе. Вот тут. Боевой колобок. Полноценный босс по моим меркам. То есть он не является возведенным в ранг босса обычным роботом, как черный вовчик в начале. И он не повторяется потом, как плечи и беляши. По первой мне этот босс показался весьма сложным. Колобок вкатывается, как оказалось всегда, по скрипту. Делает круг почета и летит таранить нас, врезаясь в стол. Я здесь, признаюсь, не уловил намек на то, что это можно повторить. Зато сразу понял, что время от времени робот перегревается и останавливаясь, охлаждает свой пукан, пока я по нему луплю. И вроде как проблем нет, тактика ясна. Но Ежиха эта оказалась на редкость прыткой. Мало того, что она любит кататься кругами, заставляя терять ее из виду, либо же вызывает тошноту, так она еще и очень любит проводить весьма мощные атаки. Плюс, боссы имеют тут по две стадии. Прямо как в Dark Souls. Они не отделяются друг от друга музыкой, но тем не менее. На первой стадии Еж просто катается и прыгает как мяч, выдавая круговые разряды энергии, которые в принципе можно перепрыгивать. Это даже не сложно, с рывком-то. Но если она решит не выпендриваться и атаковать просто конечностями, то вот тут начинаются проблемы. Без прокачки, а я шел туда именно без прокачки, персонажа просто не хватит того самого рывка, чтобы уходить на безопасное расстояние. Слишком уж большой робот далеко достает. Однако, от рукопашных атак уклониться сложно, но можно. А вот когда эта тварь начинает раскручиваться на месте и притягивать тебя к себе, одновременно долбясь об землю, вот тут я даже не знаю, что делать. Даже прокачанный рывок не дает возможности не то что вырваться из захвата, а даже просто отойти на безопасное расстояние. Да хоть на какое-то расстояние. А удар-то волной из-за этого пропустить легко, так как он рождается прямо перед тобой и ты не успеваешь среагировать. Это, наверное, самая мерзкая ее атака. На второй фазе плюс ко всему ежиха начинает пулять в тебя энергозарядами. Это, к слову, о мирных роботах. Опять, да? Уклоняться от них не то что прям сложно, но их уж больно много и они больно бьют. И несколько попаданий легко тебя сносят, моргнуть не успеешь. Я даже попробовал применить полимерный щит, но, как я уже говорил, без прокачки он вообще бесполезен, но скорее даже вреден, потому что отвлекает тебя на себя. Да и в принципе я понял, что без прокачки тут играть не очень-то и легко. И, наверное, стоило немножко подкачаться сперва. А точнее, прокачаться правильно. Например, вложиться в те самые рывки, которые делают тебя неуязвимым при использовании. Этакие фреймы неуязвимости, прямо как в Dark Souls. Ну и, конечно же, общее здоровье. В таком виде бой пошел бодрее, пусть и без способностей. Но не скажу, что легче. Только раза с пятого я заметил выходящие из земли столбики. Раньше я их не замечал не только из-за динамики боя, но и из-за того, что вылезают они нечасто. В них нужно попасть разрядом, что иногда в пылубое нетривиальная задача. Напомню, что шок очень косить любит. И тогда из-под земли вылезает очередная конструкция, на которую ежиху нужно заманить. Еще одна попытка у меня ушла, чтобы понять, что делать это лучше в момент, когда она на тебя уже катится. Казалось бы, очевидно, но, знаете ли, в моменте не всегда. Да и сказать проще, чем сделать. Итого, еще одна или две попытки игры в Ториадора и робот был побежден. И матерящийся протагонист повторяет мою мысль. Мирный робот, ебучие пироги. Кстати, о пирогах. Повторное прохождение на высокой сложности прошло куда веселее. Я пришел уже более прокачанным к ежихе, но, честно говоря, разницы никакой не увидел, ибо способности здесь не помогают. Зато мне подсказали, что, оказывается, есть челлендж убийства робота вообще без использования оружия, просто заманивая ее на столбы. Что это интересно? Самкнув булки, я начал носиться по полю от разъяренного колобка, и вскоре бедный круглик пал жертвой собственной твердолобости, собрав все столбы в округе. Как говорили в СССР, фак е! Что могу сказать про ежиху? Действительно интересный босс, уникальный, динамичный, с личным челленджем и разными способами убиения. И хоть я в упор не понимаю, как защищаться от магнитящей атаки, хоть она мне и надавала люлей, я очень боем доволен. В качестве награды с робота можно снять немало деталек и полимеров. Этого мне как раз хватило, чтобы собрать наконец так долгожданный мною калаш. Вот я вам все про калаш, да, да про другие пушки, а ведь немаловажно и то, как они добываются. Очень просто. Собираются на похотливом фабрикаторе. На халяву нам дадут разве что топор и дробовив, и вроде еще шокер давали в деф-версии из атак. Остальное ты после нахождения чертежей собираешь из добытых деталей. За какими-то чертежами придется побегать, какие-то ты получаешь сразу. Как правило, чертежи самого оружия ты получишь по ходу сюжетной линейки. Побегать же придется за улучшениями для оружия. Каждая железяка, неважно стреляет она или дубасит, имеет атакующую примочку, часто меняющую спецатаку. Тот же пистолет Макарова можно превратить в револьвер, а можно во что-то другое. У большинства о роде убийства есть спецатака. То, о чем я только что говорил, рукоять и кассетник, добавляющий стихийный урон. У стрелкового оружия плюс к этому можно также прокачать еще рожок и прицел. Первый качайте без раздумий. Чем больше влазит патронов, тем реже будет перезарядка. Второе, честно говоря, коллиматор это баловство, а тепловизор вообще больше мешает, чем помогает. Вы и без него будете врага видеть. Старая добрая мушка круче всех. И главное бесплатно. При том, что стреляет не чаев от бедра весьма метко. К тому же этот навык можно усилить при прокачке. Это ли не круто? Исключений в плане прокачки мало. Гранатомет, крепыш имеет только ствол и ракеты. Каос-винтовка вообще не прокачивается. Все остальное можно улучшать. При том, соответствующе изменять и внешний вид. Очень интересно наблюдать, как те самые простые пистолеты и автоматы превращаются в некое подобие орочи и шуты, а топоры и пилы в орочи-чопы, соответственно. Эй! Че? Уйди отсюда! Эй! Да я скажу! Короче, лутаем железяк и собираем из ваших глупых игрушек настоящее оружие. Чопы и шуты, что надо, бойзы будут довольны. А теперь все вместе! УАМ! Дальше сам! Спасибо, конечно. Это вообще-то то. А че, мышь я? Ух-ха. Оружие буквально преображается на глазах. И не только визуально. Скромные ранние пушки начинают вести себя как настоящие машины смерти. Чего стоит только 10-зарядный дробовичок. Но самое крутое в них, знаете что? Что их в любой момент можно разобрать и пересобрать. Ты получишь при разборке 100% деталей. Притом считается также детали, потраченные на примочки к оружию. Их нельзя разобрать отдельно, но зато можно просто пересобрать оружие целиком. И это великолепно! Получается, ты не скован никакими рамками. Надоело тебе ходить со шведом, но нет ресурсов на звездочку? Или надоел калаш, хочется гаусс? Разбери одно, собери другое. Не понравилось, повтори процесс до полного удовлетворения. И таким образом, ты не только успеешь попробовать все оружие за игру, но и потенциально испытать все его способности. Если, конечно, найдешь нужные чертежи. Собирать и разбирать можно также и боеприпасы, и тонизирующие средства вроде адреналина, тесла и прочего мельдония. Но не водку с матрешкой, да и со сгущенкой. Так что, если будет недоставать немножечко деталей, всегда можно разобрать излишки патрон-гранат. Или же, наоборот, создать их, назло врагам компартии. Аптечки тоже, разумеется, можно крафтить. Однако, если честно, ни патроны, ни аптечки крафтить скорее всего вам не придется, разве что играйте. Вы очень неосторожны и высаживаете весь рожок в каждый куст. Я вот не мастер шутеров, но лично у меня недостатка не возникало. Это тебе не хайди на харде. Вот там возникало, и еще как. А в Atomic Heart тоже отличной жопы, конечно же, но расходников как суд жамбы в Данмерской таверне. Очень много, мягко говоря. Касаемо интерфейса крафтового раздела. Тут не скажу, что решение идеальное. В принципе, все просто и понятно, но вот, к примеру, я не могу разобрать оружие прямо из инвентаря. Я должен переключить сперва на вкладку склад, переложить из инвентаря в багажник, бесконечный к слову за что спасибо, прямо как в Dark Souls. Потом перейти на вкладку разбор и уже там разобрать. Лишние телодвижения. В целом, нареканий больше нет на этот счет. Элеонора предлагает не только услуги по сборке и улучшению оружия, но и по прокачке способностей Нечаева. Кстати, переход между ними на таб. Он сделан неудобно. Тут такая, знаете, имитация загрузки, и при каждом взятии способности она тоже имитируется. При том, если быстро в то же время прокликать другие навыки, они возьмутся мгновенно. Зачем? Вот это вот трата времени, мне не ясно. Да, она недолгая, но знаете, у всех свои вкусы, правда же? Что сказать о меню прокачки? Оно тут самое обычное. Открываешь одно, становится доступным другое, по цепочке с разветвлениями. На каждый новый навык нужно все больше полимера. Классический подход. В чем он не классический, так это все в той же особенности, что и с оружием. Можно в любой момент, разумеется, стоя рядом с похотливым холодильником. Сбросить любой навык, получив весь полимер назад. Не получается про эти моменты в игре с телекинезом? Попробуй щит, или прокачай жизнь, или хрен там с ним хорошо морозную струю. Что-то да получится. Обязательно. Опять же, как и в случае с пушками, ты волен менять билд на бегу, пробуя все, что есть в игре. Нетипичный подход, хоть и не уникальный. И знаете что? Это отличная идея. Она работает на ура. Правда, еще бы лучше она работала, если бы в игре реально были разные билды. Ну, тут уже, видимо, нужно ждать вторую часть. Касаемо интерфейса прокачки, за исключением этих ненужных загрузок, нареканий тоже нет. Каждая способность обозначена микромультиком, уж очень похожим на Fallout. Возможно, еще на Биошок, но, честно говоря, я таких деталей уже не помню. Я в него играл 12 лет назад. Воскабане! Только тут не набивший уже оскомину человечек из полоча, а наш советский пионер, который вечно погоняет карикатурного буржуина. Оба как с плакатов слезли, что максимально близко к правде. Такие же мультики используются для обозначения смерти персонажа. Разбился ли он, нагреб ли конкретно от робота или от босса. Все это на фоне надписи «Помер». Весьма необычно. Возвращаясь к крафту. Где же брать все это барахло для прокачки, спросите вы? Ну, понятно где. Падает с врагов. Внутри игровая информация даст тебе знать, с какой твари что падает, часто или редко. Но в основном ты будешь получать массу деталей с роботов и мини-боссов, а также и с сундуков. Они тут есть обычные, а есть желтые. Это самые крутые. Круч только на полигонах. Иногда такие сундуки будут заныканы в необязательных для посещения комнатах. Иногда заперты за очередным замком. Кстати, лутать ящики в игре одно удовольствие. Перчатка майора имеет магнитные свойства, так что мы просто зажимаем кнопку и натурально пыли с 8 шкафы, кайфуя такого интересного подхода. Ровно до тех пор, пока мы не увидим изъяна этой системы. Часто при переводе прицела с одного контейнера на другой магнит убирается и приходится снова совершать лишнее телодвижение, вновь жамкая на кнопку лута. Происходит это не совру, наверное, постоянно. Если уж не раздражает, то как минимум удручает. Плюс часто мы можем забыть до обыскать шкаф, ну то есть слишком быстро отжали клавишу и все, он считается частично полным. А значит на сканере игра покажет его не лутаным, даже если там всего лишь одна единственная деталька завалялась. Учитывая, что в игре полно маленьких тумбочек, шкафчиков, в столах, которые тоже нужно обыскивать отдельно, ты очень скоро поймешь, что системе лутания еще есть куда расти. Кроме того, очень скоро ты начнешь поневоле участвовать в массовых зарубах, оставляя после себя горы трупов. Было бы неплохо их облутать. И ты, как долбанный мародер, обыскиваешь каждую груду металлолома, глядя на сканер, кого ты еще не обыскал. Одна единственная кнопка, обыскать все в радиусе икс метров, решила бы этот вопрос. Но нет, ее почему-то добавлять не стали. А зря. Хотя бы за прокачку, где икс как раз таки можно было бы увеличить. У нас в графе прокачки энергия персонажа крайне мало навыков, особенно если сравнивать ее с графой персонаж. Ну, как раз дайте нам такой массовый обыск, пусть даже затратами энергии. Мечты мечты. Заканчивая тему крафта и прокачки, если брать ее отдельно от самих навыков, то они, конечно же, не идеальны. Но где-то в том районе вот обитают. Очень толково над этим поработали. Разработчикам явно ведомо слово удобство. Пусть иногда, конечно, они о нем и забывают. Но раз уж я начал говорить об интерфейсе, давайте продолжу эту тему. Напомню, наличие ОНВА объясняется проекцией храза информации прямо на сетчатку. Вот они, нанотехнологии, вылезли, значит, откуда не ждали. И что же он там нам такого проецирует, спросите вы? А я сейчас отвечу, не таясь. Значит, в левом нижнем углу у нас полоска здоровья и количества, а также типы аптечек, которые, как выяснилось, можно менять на клавиши Z и C. О чем неплохо было бы сказать. Да, конечно же, можно сказать, что ты же ветеран компьютерных игр, залезь в управление. Ребята, ребята, ветераны компьютерных игр никогда не лазят в управление, чтобы посмотреть, что можно делать, а что нельзя. Они тыкаются в слепой наугад, так веселей. Ну, вообще, на самом-то деле, конечно, тоже вариант. В левом верхнем углу маячит цель, чтобы мы всегда помнили, что нам делать. Правый верхний уровень тревоги, как звездочки в GTA. Нижний, патроны и энергия в рекуперативном магазине. Ну и снизу по серединке способности. Вы заметили, что чего-то не хватает? Мы до этого доберемся. Также можно открыть инвентарь и посмотреть имеющиеся ресурсы, количество полимера, оружие и прочее. А также голосарий с персонажами и каждым роботом. Скромненько, удобненько. Я так редко об этом вспоминал, что даже как-то немножечко стыдно. Говоря об интерфейсе, не получится обойти стороной сканирования. Делая буквально-таки ведьмачий знак, над которым шутит даже сам Нечаев, он активирует этот самый интерфейс. Тот показывает возможные для обыска контейнеры, каналы связи камер, по ним легко определить, откуда какая управляется, и, конечно же, врагов, в том числе сквозь стены. Наведя прицел на противника, можно увидеть о нем краткую сводку, включая информацию об уязвимости. Очень, знаете, пригодилось бы в ассасинстве, но не пригодилось, за неимением ассасинства как такового. Щито поделать. Неплохо обстоят дела в диалогах. У нас, как правило, есть выбор вариантов. Вариативности, правда, нет, но зато выбор есть. Удобно, что строчки можно выбирать цифрами, прямо на клавиатуре. Ну и стоит упомянуть, конечно, еще фоторежим. Он сделан, наверное, не так удобно, как в том же Demon's Souls или Mass Effect, но не сильно-то от него отличается, потому что механика фоторежима плюс-минус одна и та же везде. И всегда приятно остановить мгновение и сделать интересный скриншот. Правда ведь? Подводя итог, интерфейс у игры вполне сносный, местами вообще даже без нареканий, но расти еще есть куда. Потому что да, есть же еще карта. И нет, я о ней не забыл, я оставил ее для другой темы. Но пока что вернемся к сюжетным поворотам, разворотам и переворотам. И вот, с новобретенным калашом наперевес, товарищ Нечаев направляется в очередной комплекс. В общем-то, вся игра представляет из себя посещение нескольких комплексов. Никакой основной движухи в открытом мире не происходит. Нет сражений с Грифоном или осады Вайтрана. Есть только само вот это вот пространство, суть существования которого быть пересеченным Нечаевым. Об этом мы скоро поговорим. Пока же снова в полигон. И вот полигоны, сюжетные полигоны, это важно, очень хороши по насыщенности событий. В частности, вот сейчас мы под некий такой техно-ремикс песни стоят девчонки, спускаемся к этому самому комплексу, который не открывается. Сперва потому, что я чуть-чуть затупил, забыв как именно двигать объекты с помощью перчатки. А потом, по сюжетным причинам, сломался механизм. И чтобы починить, нужно спуститься в другой мини-комплекс. Еее! Который по атмосфере очень уж похож на Апрочер Сайнс. Это задело на будущее. Так здесь выглядят все несюжетные полигоны. Именно тут нас научат новому супер-трюку управлению магнитами. То есть, у геометрии комнаты есть два состояния, которые мы меняем разрядом. Специально по такому случаю в этих комнатах он откатывается мгновенно. Уровень легчайший. Это даже головоломкой язык назвать не поворачивается. Помимо обучения новому трюку, который нигде, кроме как на внесюжетных полигонах, больше не пригодится, весь уровень мы будем слушать сюжетные диалоги между нечаевым их разом. Последний, понимая, насколько твердолоб первый, мягко пытается намекнуть, что товарищ Сеченов, он, как бы так, мягко сказать, не такой уж бескрылый ангел и вовсе не за мир во всем мире. Заодно рассказывает о том, что, в общем-то, все сообщество это змеиное гнездо. Сеченов, к примеру, создал не только нейроконнекторы мысли, где фактически разум каждого будет подключен к облаку, этакий доступ в интернет посредством мысли, но также еще и специальные гамма-коннекторы. С особыми полномочиями, да. Их всего семь, и они будут розданы тем, кто при равенстве всегда ровнее. В данном случае это академики, работающие Сеченовым. Разумеется, у владельцев нейроконнекторов власти будет больше. Как неожиданно, да? Здесь рушатся воздушные замки, в которых все общество равно и равноценно. Впрочем, к моему удивлению, Нечаев в этом конкретном диалоге проявляет весьма крепкую логику и мудрость, говоря по сути о том, что нельзя давать каждому землепашцу управлять страной. Всегда должны быть те, кто правит. И это, на мой взгляд, правильно. Ситхи думали так же в конце концов, а они плохого не посоветуют. Тут же звучит мысль о невозможности коллективной ответственности. Ха, а вот жил бы он в наше время, узнал бы много нового о коллективной ответственности. Тем не менее, мысли Нечаева здесь более чем здравые. Видимо, местные магниты хорошо влияют на протагониста. Жаль, что из этого нельзя состряпать теорию и сказать, что в итоге следующий Зелдер Скрофс будет на магнитном полигоне в окружении роботов-аридгардцев. Короче, Сеченов не такой уж и хороший, представляете? Людк, слыхал новость? Сеченов-то плохой! Да. То есть, если есть гамма-коннекторы, то где же тогда бета-коннекторы, альфа-коннекторы, спросите вы? Они есть. И, конечно же, владеть ими могут не только лишь все. Они, знаете ли, для избранных. Не, каждый рукожоп, разумеется, технологиями, но очевидно же, что больше власти будет у владельца такой штуковины. Не помню, здесь ли говорится о бета-коннекторах, но да, они тоже, разумеется, существуют и тоже обладают особыми полномочиями. Более особыми, чем те гамма-коннекторы, а еще есть альфа-коннектор, у которого еще более особые полномочия. В частности, сейчас предполагается, что они предназначены для тех роботов-близняшек, которые фактически смогут контролировать других роботов, подключенных к нейросети. А близняшек контролировать Сеченов. Такие дела, детишки. Вы запутались, наверное, да, немножечко? Я тоже. Вообще, игра умеет это делать, но вы потом немножечко так подразберетесь и поймете, ничего сложного тут нет. Кстати, возможно, я пару на таких логических ошибок тут допустил, или факты логических, ничего страшного. В конце концов, всегда можно расстрелять меня согласно инструкции, правильно? Кстати, выясняется, что перчатка вместе с Хразом это личная разработка ученого для себя любимого, но он отдал ее нам, потому что нам нужнее. Ладно, это все, конечно, интересно, но как только мы починим механизм, комплекс откроется и мы попадем внутрь. Так уж повелось, что почти все сюжетные комплексы здесь довольно продолжительные по времени прохождения. Войти и выйти не получится. Это вам не... Кхм, не важно. В частности, здесь, посреди уже привычного нам бардака, мы найдем очередную Терешкову, которую роботы разорвали на части буквально. И руку-ключ утащили в свое логово, чтобы там этой рукой натирать, наверное, свои железные поршни, я ей-богу не понимаю мотивацию роботов. Разве что это такой юмор разработчиков, который не требует объяснения. Последнего, кстати, в игре навалом, так что не исключено. Руку мы найдем, дверь откроем, но Терешкова не унимается, отсылая нас к графику водителю поезда. Сперва она скажет, что не уверена, что мы человек, как бы опять зачем-то намекая нам на возможное существование в этом мире роботов, неотличимых от людей. Сразу вспоминается игра Binary Domain, она отлично раскрывает эту тему, кстати. Короче, придется нам пройти тест Дарвина Абрамовича, доказав, что вы не робот. По иронии, буквально за пару дней до этого я пытался отключить Steam Guard через приложение, и для этого мне сунули капчу. Ну, знаете, отметить там велосипеды, автобусы, гидранты. Сколько бы я не отмечал, Steam продолжал утверждать, что походу я того, так и робот. Я бы свалил все это на свою невнимательность, но поблизости бродил еще один замаскированный робот, вместе с которым мы даже вдвоем не смогли убедить это приложение в своей видовой принадлежности. Steam нас раскусил. Ну, в принципе, как вы помните по прошлому ролику, я всего лишь итерация не существующего давно уже человека, так что... так что это мини-задание вызвало у меня вьетнамские флешбеки и натянутую такую улыбку пополам с зубным скрежетом, потому что это было ни хрена не весело в моменте. Потом, как бы продолжая шутить, разработчики через Терешкову ведут нас через стенды с роботами. Она подходит каждому и ругает за профнепригодности погромы. Вообще, эти сцены, что тест Дарвина, что экскурсия, действительно весьма веселые и разряжают обстановку. В конце и вовсе происходит нечто, почему-то ассоциирующееся у меня с эротикой. Наверное, из-за того, как именно мы держим голову робота. После чего начинается, наконец, игра. Цель следующая. Похотливые роботы, да, походу, это действительно так в какой-то степени, ни одну Терешкову разорвали на части. Ее подругу Клару, возможно, даже Захаровну, тоже расчленили, при том капитально, не останавливаясь на одной только руке. Видимо, с фантазией у вовчиков полный порядок, я так скажу. Мое почтение. Наша задача пройтись по четырем этажам, найдя все четыре детали, собрать робота заново, и те смогут активировать режим военного положения. Комплекс действительно размашистый, здесь повстречаются и синтетические, и биологические враги. Ну и все уставлено телевизорами, ну погоди. Во-первых, без звука. Со звуком почему-то они только во внесюжетных комплексах. Во-вторых, чего вы сиськи-то мнете, покажите весь мультик целиком. Гулять так гулять, кстати, мод такой есть. И в-третьих, зачем останавливаться на одном лишь ну погоди. А как же, жил-был пес, а простоквашина, ну что. Да, вероятно, что-то из этого уже вышло после 55-го года, но музыке это, например, не мешает. Увы, объясняется это все, наверное, авторским правом. Даже, ну погоди, пришлось арендовать, и явно не задаром. Однако, бутылку сидра мне за шиворот, как же приятно видеть этот мультик в компьютерной игре. Кстати, как я выяснил, с патчами завезли режим для стримера. Он выключает все мультики и убирает ретензионную музыку. Кстати, именно с этого момента пойдут вовчики-стражники. Также на полигоне мы встретим и другие интересности, как то, игру «Змейка», например. Да, самую настоящую. Судя по наличию мода на замедление «Змейки», не все могут ее пройти. Забавно, но, честно говоря, хотя ладно, ладно. Просто необычно это как-то. Будет и головоломка с шариком в лабиринте. Я не могу понять, вот как объяснить это не с точки зрения создания игры, а с точки зрения внутриигрового мира. Тут полный швах. Механизмы активируются игрой в «Змейку» и шарик, а замки, значит, вместо того, чтобы иметь коды, взламываются любым человеком с хорошей реакцией. Или, даже не знаю, не то, что с цветовым вкусом, а просто с человеком, у которого есть время взломать этот долбанный замок. Потому что это только вопрос времени и все. Впрочем, ладно, сделано это, тем не менее, интересно. Будет и кит, перенесенный в полимерное тело. Очень красивый. Нам покажут и мини-подлодку. Сразу с теплотой вспоминается циклоп. Жаль, на нем поплавать не дали. Может, когда-нибудь дадут. Также здесь мы услышим продолжение диалогов Хразы и Сергея Нечаева. Перчатка продолжает проливать свет на ситуацию. Тот самый Молотов, который вот-вот припрется сюда, плевать хотел на людские потери от инцидента. Он просто хочет под этим предлогом присвоить себе работу Сеченова, когда она уже буквально завершена. Потому что вся верхушка, как обычно, жадная до власти. В какой эпохе не окажись. И хоть прибор-мысль нужен для равенства, жаждущим власти пофиг. Они ее получат. Потому и были введены алгоритмы особых полномочий. Заканчивается комплекс, конечно же, битвы с боссом. И это Плющ. Вы, наверное, от меня уже наслышаны о нем, да? Я сейчас подробнее расскажу. Вообще, я почти каждому боссу в Атомик Харт радовался. И ничего плохого о них сказать не могу. Кроме двух. И первый в этом списке Плющ. Это, короче, очередной борщевик-мутант. Только не борщевик, но мутант. Он вырывается из колбы, как давай кутить. Самое забавное, знаете что? Игра именно в этот момент, по крайней мере, лично мне, вот именно в момент попадания на арену с боссом, вдруг, спустя уже столько часов геймплея, заявляет, а знаешь ли ты, дорогой Иван, что врагов есть свои уязвимости? Да! Серьезно? Видимо, они думали, что я забыл того лиственного ктулуху и чем я его победил. И не додумаюсь поставить огненную кассету. Однако, по собственной традиции, я решил сперва взять его нахрапом, без подготовки и без кассеты, разумеется. И пожалел, потому что босс-то очень прыткий, быстрый и ловкий. Скачет по комнате, что твой плющенка по льду. И не забывает при каждом удобном случае отвешивать тебе леща, а удобных случаев у него очень много. Любит сбивать тебя с ног, если не повезет, ты вообще разучишься стоять. К тому же, он весьма живучий, во всяком случае, если не используешь огонь. У него также есть отвратительные черта, атака с захватом. Он сбивает тебя с ног и хватает. И начинается мини-игра, где ты сперва должен надавать ему пахари. Ну то есть, успеть нажать нужную кнопку. Потом еще раз. Потом он тебя валит, запрыгивает на тебя, орет, заливая тебя слюнями, и начинает поползновения, от которых ты должен наяривать клавишу, как при стелсе. Все это занимает секунд 10. А никакого отката этого захвата у босса я не обнаружил. То есть, он в течение минуты может тебя так три раза схватить. Сами понимаете, это быстро начинает надоедать. Однако, худшая черта этого босса, более худший, на мой взгляд, чем захват, который, в общем-то, и портит его. Это его вездесущность. Это, короче, драконий всадник из Dark Souls. Как тебе, босс? Понравился? Окей, вот тебе еще такой же. Что? Ты возмущен? Вот тебе еще два по дороге к цели. Что ты возмущаешься-то? На тебе еще двух, а потом и вот еще одного. Сука, на вас что, творческая импотенция резко напала? Я могу простить двух Наташ и трех Белешей, хотя лучше бы вы этого не делали, но минимум семерых плющей вот это вот зачем? У вас же все в порядке с фантазией, вы же классных боссов сделали, ну че вдруг на вас нашло-то? Неужто у Мунфиши в офисе произошел бунт и к власти пришел фанат Дэдспейса и Резидент Ивила, который под лозунгом «Некроморфов в каждый дом» навставлял копипейстом это порождение у Робороса, у которого даже и второй-то стадии нет. Но тогда я этого еще не знал и замочил босса с третьей попытки, на которой решил таки добавить кассету с огнем к дробовику, а способности пересобрать в полимерную струю. Вообще, последнее замечательный результат дает почти на любом боссе, но ее замедление на плюще помогает как нигде, ведь тот слишком уж быстрый. Именно после этого инцидента комиссия по оценке оружия в лице меня признала дробовик лучшей пушкой в игре. На втором прохождении я хоть и боялась и ту тварь почему-то, но растоптал ее даже не заметив, тем же способом, соплей и дробашом. И касаемо босса, если бы не его частое появление, то вполне нормальный босс, хотя, если честно, он больше похож на мини-босса, как черный вопчик. Даже долгий захват не так уж раздражает в целом. И вот победил я босса, а дальше... Дальше я лег спать, потому что была уже ночь, а на утро игра мне выкатила патч на 13 гигабайт, который удалось установить не сразу из-за какого-то сбоя. А пока я из прошлого веду сражение за патч, давайте я из настоящего расскажу вам о еще нескольких особенностях игры. В принципе, у вас давно уже должно было возникнуть осуждение, мол, Иван, ну какого хрена ты постоянно упоминаешь говорящие трупы как нечто нормальное, но до сих пор не рассказал о них подробно? Это же одна из самых крутых фишек игры, табуретка, и тебе по жопе! Согласен, исправляюсь. Если помните, в игре Анабиос Сон Разума была возможность видеть воспоминания мертвеца. Так вот, к Томик Харт это не имеет никакого отношения. Зачем тогда я это упомянул? А вот, чтоб ты спросил. Если уж сравнивать этот аспект с другими произведениями, то тогда с Доктором Кто? Вспоминаем одну из самых крутых серий про Ваш Танерада и готовимся словить спойлер. Готовы? А то знаю я вас. Ваш Танерада это фактически живая тень, которая пожирает человека, но важно не это. Люди в серии передвигались в скафандрах, снабженных нейропередатчиком. Когда тень убивала человека, тот фактически превращался в скелет в скафандре, отчего именно такой образ Ваш Танерада и закрепился среди фанатов. Но главная фишка заключалась в том, что тела, а точнее костюмы, сохраняли в себе частицу сознания умершего человека. И пока батарейка не сядет, с этим человеком можно даже пообщаться. Своеобразно, но пообщаться. Если уж Мунфиши чем-то вдохновлялись при создании своей фишки, то это точно были Ваш Танерада, потому что реализация практически идентичная, кроме скафандров. Еще в начале игры Нечаев с удивлением обнаруживает, что один из трупов разговаривает. На вопрос «Он что, живой?» Красс ответит как по нотам «Нет, не живой». Это окоченевший уже труп, а звук исходит из прибора мысль. Этот нейроконнектор после смерти носителя оставляет в себе некую его тень, отпечаток сознания, несущий свойственные человеку черты характера, разговаривая с трупом в игре, мы не говорим с живым человеком, как бы нам не хотелось думать. Человек уже умер, это говорит его отпечаток, эхо. По мере разложения мозга отпечаток слабеет и искажается, и предложения становятся все менее связаны, смысл их теряется. Ближайший аналог «мертвые», вызванные воскрешающим камнем в мире Патерианы. Еще одна отличительная черта таких разговоров трупы, как правило, осознают, что происходит. Не все понимают, как именно это происходит, но очень многие в курсе, что мертвы. И относятся к этому по-разному. В основном с сожалением, разумеется. Они просят найти их убийц, жалуются, что вот не уследили, недостаточно бдительны были, пытаются давать советы, как выжить, переживают за других, кто мог бы остаться в живых. Есть и те, кто относится к своей смерти совершенно спокойно. Мол, ну а что я теперь сделаю? Разговоры с ними, наверное, самые гротескные. Они спокойны и рассудительны. Есть время подумать о насущном. И диалоги с ними завершаются в стиле «Ну пока, ага, пока». Есть, конечно же, и те, кто не понимает происходящего. Или отказывается понимать. С ними разговор, как правило, более осторожный, ибо такие часто впадают в психоз и теряют мысль. По совпадению, чаще именно у таких нейрополимерная память близка к иссяканию. Есть и те, у кого она почти иссякла, и тело издает уже бессвязные слова и звуки. Общий знаменатель таких тел — нейроконнектор «мысль», который нам пытались впарить в начале игры. Хотя ближе к концу игры дизайнеры, видимо, начали немножечко так лениться, и некоторые говорящие трупы уже не обладают коннектором. Визуально. Ну а так, кто успел им обзавестись, тот после смерти становится таким вот ваш-то не рада. Или такой. От мертвецов, которые вопреки пиратским преданиям очень даже рассказывают сказки, мы услышим только две вариации голоса. Моделированный мужской и женский. Объясняется это тем, что функция пока еще на этапе тестирования, и позже собирались добавить кучу нормальных голосов. А пока только так. Ну и плюс разработчики на озвучке сэкономили, позвав лишь двух актеров. Вообще, если подумать, явление довольно жуткое. Но как бы игра не старалась, если она вообще старается, хоррором ей быть не получается. Есть два-три момента, когда ей это правда удается, но именно что два-три, не больше. Охотно идущие на диалог мертвецы скорее добавляют гротеска к происходящему. Вокруг натуральная мясорубка, а ты разговариваешь с мертвым билетером, который убеждает тебя, что билетов нет, и он тебе их не продаст. Притом, все это происходит под песню типа бабушки-старушки. Безумие же какой-то. И то ли это фишка, то ли это баг, но во время разговора тело говорящего начинает смешно дергаться. Не любое, не всегда, но довольно часто. И глупо. Больше действительно на баг смахивает. Короче, дурдом на выезде. Впрочем, бывают ситуации еще абсурднее, хотя, казалось бы, куда уж. Но трупы могут даже друг с другом беседовать, если лежат достаточно близко. Как минимум, два таких случая зафиксированы в игре. Ну и, как полагается, кто-то даже после смерти остается говнюком, трусом, кретином или тупой дурой. Всякое бывает. На второе прохождение мне удалось найти говоря еще дохлую корову. Казалось бы, любая игра такую пасхалку даже объяснять не будет, мол, ну поржали и хватит вас. Но не Atomic Heart. Здесь корове сделали инъекцию нейрополимера и запрограммировали его на поиск афоризмов и высказываний на тему коров. Не знаю, была ли это шутка ученых или настоящим экспериментом, но по итогу мы имеем дохлую корову, сыплющую мудростями и пословицами о коровах. Вроде как, где-то еще валяются говорящие свинья и курица, но я их не нашел. В свете последнего даже не знаю, как относились сами разработчики к своей фишке. Ей самое место в каком-нибудь хорроре, там бы она была более уместна. Впрочем, она и тут смотрится весьма интересно, как в совокупности с игрой, так и отдельно. И таки да, добавляет своеобразного лоска Atomic Heart. Я рассказал вам о том, как сражаться с врагами, чем их дубасить, чем отстреливать, но не рассказал о самих врагах. Исправляюсь. Давайте поговорим о противниках. Вообще, в игре довольно разнообразной бестиарии. Первыми нам встретятся роботы модели VOVA6, сокращенно вопчики. Довольно потешные усачи с белым покрытием, они считаются лаборантами и чернорабочими. Но эффективны они не только в этом. Ребра тебе они сломают тоже весьма хорошо. К тому же, они довольно подвижны и сильными атаками любят сбивать с ног. Но на правах рядового врага особой угрозы не представляют, разве что в толпе, да и то в начале. Правда, очень скоро появится их иная разновидность в черном кожаном путляре. Эти черные властелины уже намного более выносливые, выдерживают массу ударов или выстрелов. К тому же, сами бьют сильнее, разбавляя это атакой лазерным лучом из глаза. Стоит сказать, что обычные вовчики тоже это умеют, но делают только, если герой находится на высоте относительно них. Этот же использует атаку лазером регулярно. Появляется он как мини-босс, далее это рядовой робот, но даже в конце игры отряд из пары черных вовчиков сможет дать прикурить зазевавшемуся Нечаеву. Удивительно, но есть еще более неприятные модели вовчиков. Это вовчики-стражи, я их так называю. Они чуть выносливее обычных белых вовчиков, но заметно защищеннее. Все благодаря энергощиту, который поглощает твои атаки. На щите, прямо в центре, есть красная метка. По идее, если долбить в нее, то щит быстро разрушится. Однако в обоих прохождениях это для меня казалось нетривиальной задачей. Особенно рукопашными атаками, которые, скажем так, точечной меткостью не отличаются. Сами же роботы любят атаковать издалека шоковой вертикальной волной. От одной уклониться легко, но если страж в толпе других таких же или иных роботов, то эти атаки тебя выбесят. Тут тебе волна, шаг в сторону таначь лазер, а еще шаг на тебя уже несутся обычные лаборанты. Разве не прелесть? Плюс к тому же повреждения остаются на вовчиках весьма точечно. Рубанул по черепу, зарубка останется. Стрелял в пузо, пулевые отверстия, пусть и не очень точные, но будут. Оплавил обшивку гауссом? Да, под ней эндоскелет. Люблю такой подход. Следующие, с кем ты познакомишься, будут пчелы. Рабочее название модели ПЧ-9. Это всего лишь обычный дрон двух разновидностей, но, сука, это самый доставочий противник в игре. Представьте, если бы комары из Чумного города преследовали бы тебя повсюду, а не только в некоторых локациях Чумного города. А теперь добавьте к этому функцию возрождение врагов. О да, мать вашу, эти ребята превратят твою жизнь в ад, товарищ майор. Рядовая пчела имеет лишь рукопашную атаку, слабый корпус, дохнет быстро, но защитные механизмы порождают их до пяти, если я ничего не путаю штук. Это внутри помещения, а снаружи бесконечно. И вот в этом вот проблема. В этом и в том, что пчелы ремонтируют павших роботов, притом с завидным усердием. И еще, повторно получить детали с уже убитого, но восстановленного робота не получится. Сложите один и один, многочисленности и бесконечный спаун с ремонтом врагов, и вы получите геморрой до конца прохождения. Ты обернуться не успеешь, как толпа роботов, на борьбу с которыми ты потратил кучу сил и, например, аптечек, уже вновь будет готова к бою. А пока ты будешь отбиваться от нее, бесконечные пчелы восстановят уже ту толпу, которую ты загасил вот только что. Притом, нет никакого ограничения на модели. Они чинят и камеры, и вовчиков, и косарей, вообще всех. Смерть клопам и мухам. Откуда что берется? Не очень понятно, как это все работает. У пчел есть такие вот ульи, с которыми невозможно никак взаимодействовать. Ульи порождают пчел, вроде даже не бесконечно, но сколько конкретно раз и поскольку, непонятно. Триггерит их поломка роботов в округе. Стоит тебе хоть кого-то убить, тут же активируются пчелы. Беда в том, что округа здесь большая, и слетаются пчелы не только из одного улья, а вообще со всех близлежащих. А потом, вдруг повинуясь какой-то своей логике, может заново заработать уже оторабанившие ранние ульи. И порождаются они не как в помещении, по одному, а сразу по три, по пять. Итого, к тебе будут слетаться просто волны этих тварей, и попробуй их не убей. Ты тут же огребешь армию отремонтированных роботов, а ты только и сможешь то сказать им «Ну ты и мразь». На их фоне даже другая разновидность пчелонаблюдателей, стреляющих лазером в лаваш, не так бесит. Потому что они всего лишь пытаются убить тебя лазером. Какая ерунда, ё-моё, они хотя бы не спавнят врагов бесконечно. Куда бы ты ни пошел, тебя, благодаря пчелам, будут постоянно преследовать толпы роботов. Ты ни на минуту, ни на секунду не обретешь покоя. Ты не сможешь дойти или доехать из точки А в точку Ё, не попав в массовую зарубу. Что, может, и весело в начале, но уже после третьей такой бессмысленной битвы изматывает и надоедает. Иногда интересно пофармить, но бесконечного фарма не жди. Починенные роботы, они пустые, в них нет для тебя деталей. А проблемы есть, и проблем много. Ладно бы они хотя бы слабели после ремонта, становились бы менее выносливыми, или еще лучше. Дайте просто уничтожить улей, скажем, заминировать его, или не уничтожить, а перепрограммировать. Конечно, есть возможность отключить роботу при помощи грифа, но это достаточно геморно, да и то лишь на время. В общем, пчелы, наверное, самые мерзкие враги в игре. Мерзе и плюща, а это ведь постараться надо. Не только пчелы умеют летать и раздражать, есть еще сипухи. Это менее крупная модификация дрофы, но не менее бесячая. Не часто встречаются, но если уж заметить, тебе будут атаковать активно лазером-шмайзером и забрасывать не менее активно ракетами-шмаракетами. Притом, с приличного расстояния, чтобы тебе сложнее били попасть в нее, глюперильский иван. Однако, одно мановение руки и сипуха вместе с пчелами летит вниз. Телекинез здесь творит чудеса. Ладно, вернемся на Землю. Раф-9. Рафик. Специальность инженер, но исполняет обязанности также и официанта. Рафик один из самых забавных роботов. Начнем с того, что изначально он вообще не агрессивен. Понял я это только на втором прохождении. И еще ему нельзя нанести стелс-удар. Видимо, сзади порта нет. Ну и ладно, кому нужен этот стелс, да? Рафик просто туда-сюда ходит и в некоторых сюжетных местах произносит весьма забавные фразы. Ну и еще в одном сюжетном месте он набросится на тебя сам, как только ты возьмешь в руки руку Терешковой. Однако, Рафик еще и ценный источник ресурсов. Да и не люблю я оставлять врагов позади. К тому же, лично я часто пользуюсь телекинезом, а вот ему уже пофиг. Мирный Рафик, немирный. И стоит того задеть, как таки включается боевой режим и Рафик тут же показывает, что безобидный он лишь в теории. На практике это весьма ловкая для своей слаженности машина, но не очень быстрая. Любит таранить тебя с разбега, сбивая с ног и молотя, на чем свет стоит. К тому же, весьма вынослив и дубастиву придется долго. Предположу, что некоторые стараются боя с ним избежать. Например, я именно так делал в начале, пока не понял, что таки с него ресурсов падает неплохо и надо бы все-таки Рафик-то того убить. Но да ладно. АМУ-68. Он же работник. Я же его зову Лесоруб Сорванец, так как основная его функция, как нетрудно догадаться, Лесоповал. Для этого им выдали мощные пилы, которыми они не постесняются выпилить игрока. Встречаются довольно часто, но чего-то особенного из себя не представляют. Они не такие хлипкие, как белые вовчики, ну и невыносливые, как Рафик. Нечто среднее. Фактически такой же рядовой враг, как и сам Вовчик. Атакуют с разбега, иногда стреляют пиловыми дисками. Могут бесить, но нечасто и недолго. Им, кстати, можно воткнуть сзади немножечко стелса. Собственно, они, Вовчики и Рафик, это все, к кому я пытался подкрадываться. К сожалению, не менее часто будут встречаться модификации работников. Утки. МФУ-68. Назначение его неизвестно, возможно, горнодобывающей работы, ничем иным, кроме как военными действиями, я не могу объяснить наличие вполне боевых гранат. Собственно, я зову его робот-рокетджамп, потому как эта тварь будет активно тебя закидывать минометными снарядами. А если ты с ней решишь сблизиться, то устроит тот самый рокетджамп, отлетев от тебя на несколько метров. На высокой сложности очень доставучий. По факту, это преследующие тебя минометы, для которых большое расстояние не помеха. АСК-31. Рото-робот, которого я называю волчком, или же косарем, потому как его основная атака вращаться словно волчок, он для этого и создан. Жнец, в прямом смысле слова. Таких полно на полях в высокой траве. Что, конечно, бесит, учитывая, что рубят эти железные граждане тебя довольно сильно. Двигаются тоже достаточно быстро, а урон впитывают прям как график. Много и со вкусом. Наравне с последними, это одни из самых тяжких в сражении врагов. РМ6. Ромашка. Камера наблюдения с завидным углом обзора, которая издает надоедливые звуки. Зачем-то. Чтобы засечь тебя, ей нужно буквально секунду-другаю, но ее можно опередить и уничтожить. Уничтожается легко. Сама по себе безвредна, но вот враги, приходящие на сигнал тревоги, поднятые ромашкой, уже не безвредны. Ее еще можно временно обезвредить шоком, где-то на минуту, но гораздо эффективнее просто взорвать. Все равно уже починит скоро. Ее также можно взломать и с ее помощью открыть некоторые двери. Больше ни для чего не нужна. Мед-6. Он же медик. Он же док, пирог-бог. Должен лечить в теории, но на практике лишь калечит. Любит убежать на отдалении, обстрелять себя тремя дротиками, взрывающимися с задержкой. Не слишком вынослив, чуть прочнее дровосека, но очень уж он прыткий. Поди догони эту тварь. Сам вблизи старается не атаковать, но тоже умеет. Ну и заканчивается список рядовых кибернетических врагов Нечаева роботом ВШК-69. Ватрушка. Катающаяся турель в трех модификациях. Пулевая, лазерно-лучевая и огнеметная. Этот металлический блин довольно быстрый, но не скажу, что пулевые атаки наносят прям-таки вот серьезный вред. В отличие от лазера, но от того легко уклониться, ибо он залповый, а не непрерывный, как у Сипух, например. Вот огнемет, да, он доставляет проблемы, но все это уроновешивается невысокой выносливостью ватрушек. Они чуть крепче пчел, что делает их скорее противником поддержки, опасного в толпе собратьев. Такой вот активный бестиарий. Есть еще и неактивный. Помимо боссов, о которых я рассказал и расскажу отдельно, есть также роботы, не являющиеся врагами с геймплейной точки зрения. Например, робот-пылесос Ирбис, транспортер Бурлак или погрузчик Пеликан, который не является врагами, скорее препятствием. Они могут носиться кругами по залу, убивая все, с чем столкнуться, включая врагов. Но чаще, конечно, самого Нечаева. Иногда они стоят на месте, и их можно на время активировать шоковым разрядом, что не очень-то эффективно, но местами может пригодиться, если у вас тактическое мышление развито. В основном, они для создания атмосферы, ибо показано, как многих они размолотили в труху. Робот Терешкова, Тер-А1, названа так в честь Терешковой, первой женщины-космонавтки в мире, чем мы, по праву, можем гордиться. Правда, в альтернативном СССР Atomic Heart она Виолетта, а не Валентина, но тоже на В. Создана в качестве этакого С-3ПО, коммуникация с людьми, экскурсовод, всегда в намеренно приподнятом настроении, ибо так запрограммировано. Даже посреди бардака и смертоубийства на позитиве Нах и в офигительных штанах. Описать страх и презрение может, проявить, никак. Так что ее порой достовучесть высокопарным слогом это не ее вина. Зато, в плюс ей, Терешкова не агрессивна никогда. Она не подключена к системе коллектив, потому получает команды напрямую от людей, а не через испорченную общую сеть. Шмель. Эта махина привозит врагов на поле боя при втором уровне тревоги. Она же тащила машину через облака. Больше нигде не встречается. Драфа. Внушительный летающий робот, чуть не убивший нас в начале, но только в катсцене. Еще есть клоун. Вообще непонятно, нафиг нужно с такой-то страшной рожей. То есть, серьезно, для чего он сделан? Кто не боялся клоунов, тот да начнет. Бураф. Огромный земляной металлический червь. Если бы Каа называли таким земляным червем, тот бы вряд ли обиделся. Он бурит землю, как нетрудно догадаться. И благодаря ему все предприятия, включая это, и были построены. К счастью, встречается только как декорация. Иначе бы точный кирдык. Элеонора по факту тоже не враг, только в катсцене да в декорациях. Судя по ним, именно она убила минимум половину всех людей. Так вот много трупов, подвешенных на ее остальных тентаклях. Интересный факт. Помимо нечаевой сюжетных персонажей на предприятии, все еще где-то за кадром есть живые люди. Ибо даже в финальном забеге Элеонора говорит нам, что снова убила парочку людишек, которые к ней лезли. И еще есть балерина. Не та, что близняшка, но тоже няшка. По факту встречается только как стендовые роботы. Но согласно истории игры, ради оглазения на них многие готовы были тратить громадные деньги. К тому же балерина оказывали и иного рода услуги. Понятно, какого, правда же? Читали вслух книжки. Матрешку мне в сапог. Удивительно, но это не весь бестиарий. Кроме кибернетических, в игре есть еще биологические враги. С плющом вы уже познакомились. Кстати, я вот сейчас подумал, а что если мне классифицировать плюща не как босса, а как рядового врага? Ну, черный же Вовчик тоже был боссом в начале, да? Тогда, собственно, кроме своего бесячего захвата, плющ всем хорош. Ловкий как черт. Да и вообще, дизайнерский крут. А кто еще есть? Ну, есть так называемая матка. Выглядит как гнездо на стенах и потолке. Само не атакует, но порождает побеги. А вот уже побеги, конечно, тоже могут тебя чуть-чуть влегнуть, особенно если они ядовитые или огненные. Но в целом мрут от одного косого взгляда майора. Но вот чаще они будут вселяться в трупы, превращаясь в култышей. Култыш — это такие зомби с расколотой головой. Чем-то напоминает ревенхольмских зомби, но более прыткие и быстрые, на удивление. Чуть выносливее Вовчиков. Есть несколько их разновидностей, включая огненную, которая при смерти словно ракету стремляется в твою сторону, чтобы не сильно, но красиво взорваться. Есть более продвинутые култыши-лаборанты в белых некогда халатах. Возможно, это женщины. И есть короли култыши, этакие ходячие гнезда, которые, в отличие от обычных, могут нападать тебе, будь здоров. Весьма выносливы, наверное, как рафик или косарь. Впрочем, есть слабая точка на спине. Удачи! Чтоб побег не занял мертвое тело, его можно расчленить. Его, в смысле, мертвое тело. Достаточно отрубить хоть что-то, и плоть становится непригодной для трансформации. Такие зомби любят ходить толпами, но в целом как повезет. Уязвимы, понятное дело, к огню. Так же, как любой робот к электричеству. Удивительно, но почему-то разработчики именно не захотели, то есть вряд ли они не догадались, сделать гибриды. То есть в игре минимум один раз будет момент, где буквально все говорит, сейчас побег вселится в робота. Но нет, а жаль, получился бы интересный такой враг. Вроде и робот, а вроде и системы управления под контролем живого организма. Еще, разумеется, говорящие трупы являются неприкасаемыми. В игре их даже расчленить нельзя, по понятным причинам. И култыши в них селиться не могут. Лишь раз за игру, при первом появлении крупного култыша, мы будем слышать от него фразы в стиле «Что происходит?». Таки этот труп был с нейрополимером. Но почему-то это случается лишь единожды. В остальное время враг молчалив. А жаль, опять же, из разговорчивых крутых култышей разного характера или култышей роботов можно было бы сделать новых мини-боссов, а не забивать все плющами, Наташами и Берешами. Вот такой у нас техно-изоопарк, товарищи. Знаете, очень внушительный и интересный. Честно признаюсь, я был приятно удивлен продуманностью и разнообразием. Мое почтение. С такими врагами всегда приятно бороться. Да, есть исключения, те же пчелы, но это скорее беда не врага как такового, а проработки открытого мира. Если не брать этого внимания, то могу сказать так, давно я не встречал в играх таких крутых противников. А тем временем, я из прошлого таки установил обнову на 13 гигабайт. Понятия не имею, что ж там такого добавили, но видимо, что-то добавили. Остановился я, как оказалось, прямо перед важным сюжетным поворотом. После того, как Терешкова активирует режим военного положения, в комплекс прибывает лично Молотов со своей охраной. И он, конечно, недоволен свинарником вокруг, хотя потрясенным он не выглядит. По всему видно, что Храс прав насчет него, на потери ему плевать. Ему нужно получить лавры Сеченова. Сам Сеченов по видеосвязи зовет Молотова выйти на 5 минут, перетереть. Наверняка взятку будет предлагать. Бочку варенья, корзину печенья, может даже близняшек. Но, случается факап, такой небольшой, размером с Нечаева. Нас начинает крыть. Мы чуем опасности и советуем всем запереться здесь, мол, походу, враг близко. И тут бац, и мы проваливаемся в сон. Вы, наверное, уже не раз слышали от меня, как же я обожаю такие повороты. А точнее, такие вот иллюзорные миры. Миры, сотканные с фантазией, видений, страха и безумия. Где все гротескно, неправдоподобно и издевательски пугающе. Где от реальности остались лишь некие образы, которые внутри этого пространства утратили свои прежние значения. Миры снов, миры фантазий, миры иллюзий. Искаженная реальность, куда забрасывают игры наших персонажей. Я так всегда кайфую от этого. И потому к оценке данных эпизодов я подхожу очень придирчиво. И, конечно, главное здесь для меня это атмосфера. Ведь это основополагающая сущность данной затеи. Только не подумайте, что я тащусь от любой такой поделки. Я помню, как мне было противно лицезреть такую вот реальность в Дайнлайте, например. Но здесь, здесь все сделано шикарно. Дизайнеры, художники, музыканты все постарались на славу. Хотя конкретно в этой иллюзии музыки мы не услышим. Что странно, если честно, ведь трек Лимбо, на мой взгляд, лучший в игре. Но да, его тут нет. Однако это не мешает, ведь первое впечатление от такого сюра, вау. Просто вау. Это чрезмерно цветастый мир, похожий на помесь фантазии шестилетнего школьника и старого вояки с посттравматическим синдромом, коим мы являемся. Притом обоими, просто в разные моменты времени. В общем, эта реальность прям вопит о том, что она иллюзорна. Вокруг нас практически нет движения. Взрывы, снаряды, пули, бегущие куда-то зачем-то солдаты в нелепой форме, застыли на месте в стоп-кадре. Некоторые в моменте гибели. Скелеты, будто бы нарисованы ребенком и имеющие лишь косвенное отношение к настоящему человеческому скелету, расставлены в нелепых гротескных позах. Вокруг нас летают, будто бы игрушечные пчелы, пародия на дронов, что мы видели в реальности. Однако тут почти ничего не движется. Мне эта канитель чем-то напомнила Марио, мертвый, окоченевший солдат с закрытыми посмертно глазами в нелепой пятнистой красно-белой форме, похожий на гриб из Марио, куда-то бежит. Много зелени и мультяшной снеди. К тому же тут раскиданы яблочки, что может быть отсылкой на грибы. Если их все собрать, то получишь ачивку. Если же их не собирать, собег по уровню закончится довольно быстро. Впрочем, я думаю, что многие нет-нет да остановятся, чтобы полюбоваться этим. Где вы еще увидите такое безумие? Такое нелепое и такое прекрасное. Кстати, в этих грезах Нечаев не является собой как таковым. Если посмотреть на свои ноги и руки, то они будут лапами. Прямо как и бывает во сне. Лапами белого кота. А точнее, нечто похожего на кота. Это не очевидно и описано скорее на Википедии, но данное существо это альтер-эго Нечаева. Антропоморфный кот без лица, который почему-то называется Пушистов Ньютон. Знаете, даже не спрашивайте, я без понятия. Может, это рабочее название. В игре это узнать невозможно, насколько мне известно. Также мы нет-нет да видим некое кошкообразное животное с большой головой, но без лица. Это Пушистик. Да-да, не удивляйтесь, каков поп, таков приход. На его тему уже больше данных, но для нас это пока что спойлер. Однако, любопытные сыщики в начале этого уровня могут найти плакат с объяснением явления кота Шрёдингера. Это скорее момент вдохновения, потому как к тому коту этот недокот отношения не имеет. У меня, как обычно, есть своя теория, но о ней я в нужный момент расскажу, если не забуду. А пока что нам пора в реальный мир. Хотя, знаете, здесь тоже неплохо. А вот в реальности голова-то бобо. Мы очухиваемся, вокруг нас лишь трупы Молотова и его охраны. Ну и живые, Сеченов и немец, как вот там Штангенциркуль, Штанмайер, неважно. На вопрос, кто это их так всех, мы получаем ответ, что это роботы ворвались и всех покрошили, а мы чудом выжили. И на тот момент я никак не мог понять, это игра нас за идиотов держит, или же это такой специальный ход на подумать, мол, ты как идиот схаваешь, что дадут, или все же пораскинешь мозгами, желательно своими. Как оказалось, тут у нас второй вариант, за что я готов игру лишь хвалить. Дело не только в том, что вокруг ни одного разбитого робота. Просто очевидно, что мы провалились в некий иллюзорный мир, а когда очнулись, вокруг все мертвы, и рядом те, кто для нас как отец родной. Фактически наш хозяин. Ну, не нужно быть семипядей в албе, чтобы понять, что убили всех именно мы. Нас явно контролируют. Пока что единственный вариант ответа на вопрос «Кто?» Конечно же Сеченов. Вряд ли это Штанген-Цирпль. То есть фактически мы убиваем по приказу босса его врагов. Поразмыслить над этим можно и потом, а пока перед нами интересные действия. Труп Молотова нужно утилизировать, и для этого приходят близняшки и начинают выпендриваться. И так выгнутся. И это. Кто одна другой сексуально пузов спорит и достанет оттуда селфи-палку, то другая отклячив классную жопу вскроет замок. Все ради того, чтобы выпустить из банки красный полимер, после чего из ванной восстает вампир-женек. Кто понял, тот понял, кто не понял, тот не понял. Вообще-то все это можно было сделать намного быстрее, без акробатических этюдов. Не-не, я не возражаю. Я восхищаюсь. Да, таким вот показушным образом, что нормально для запрограммированных сексуальных роботов, в ванную наливает красный полимер, который растворяет в себе труп Молотова, поглощая его знания, и восстает в виде красного мужика. Перед нами, как нам позже станет известно, альфа-коннектор, собственный перцовый. Да, это особый нейрополимер. Такие дела. На вопрос «Э?» нам отвечают «Забей!» От тебя, дурака, Петров сбежал и продолжает кутить. Оказалось, что голова-то его уцелела, а, как говорят нейрохирурги, была бы голова, туловище найдется. Кстати, Лариса, выдающийся нейрохирург. Упс, да, промашка вышла. Короче, Сеченов дает задание в этот раз изловить дебошира и допросить с пристрастием. Что ж поделать, мы выбираемся наружу и вновь на москвиче окажутся пеликой в нужном направлении. Цель – больница, в которой уже засели Петров с Ларисой. Нас, браво-вояку, как последнего лоха, оглушают чем-то тяжелым сзади по голове и связывают, после чего решают, видимо, запытать нас до смерти своей актерской игрой. Кстати, неплохой. Но тут майор решает стравить двух прилипал и открывает секрет Полишенеля Ларисе. Сейчас приготовьтесь. Оказывается, локальный сбой вызвал массовые убийства роботами людей не только в паре мест, а по всему предприятию. Ух ты! И тысячи людей уже погибли, представляете? А Лариска-то думала, а собственно, что она думала? Что сбой целой сети, пусть даже локальной, ограничится одним полигоном? Ну окей, допустим. А она что, из своей берлоги не вылезала и не видела горы трупов вокруг? Вылезала, мы это знаем точно, она же перемещается. И не видеть она их не могла. И так как ее реакция, к сожалению, не является наигранной, это реакция полнейшей дуры. Ну а теперь, значит, все. Прошла любовь за вяль помидоры. Петров бросается ее возвращать, а наш робот-паучок освобождает нас. Но радоваться рано Сеченова наши промашки одна за другой уже откровенно раздражают. Однако шанс взять Петрова еще есть. Мы ведь знаем, где он. Пока мы едем к театру, в котором окопался предатель, тот болтает с нами по радио, пытаясь убедить нас в том, какой мы кретин. Ведь робот это представляет опасность для всех. Ну, это как бы и без него, очевидно. Но знаете, кто еще представляет опасность для всех? Свихнувшийся убийца. Ой, а Петров как раз такой, да, надо же. Также он рассказывает о том, что именно советские роботы во многом виноваты в безработице в США. Нафига платить людям и следить за их уровнем жизни, когда есть крепкие и надежные роботы, которые все сделают бесплатно. Ну, кроме техобслуживания. И не будут ныть и вступать в профсоюзы. Хотя все это крокодильи слезы. Даже если роботы поспособствовали подобному, решение лишить людей работы приняли вовсе не роботы и не советы. Хотели капитализм? Жрите. Потому эти наезды Петрова не канают. А вот что канает, так это большая арена перед входом в театр. О, вы уже знаете, что это означает. Короче, вхожу я такой на арену, и тут на сцену выходит беляш. Робот так называется. Он как зыркнет на меня грозно, как подбежит и как спросит, на чем окрошку делаешь, наквасель, на кефире. А я такой, на кефире. Ах так, на мне, на, на, прям по башке, по башке. В общем, на беляша я, как обычно, решил идти без подготовки и столкнулся с тем, что у меня кончились патроны в разгар боя. От слова совсем. Стрелять нечем, а дубину я не взял. Или взял, но не прокачал, не помню. В общем, пришлось от беляша убиться. И знаете что? Оказывается, точка сохранения находится уже после начала боя, прямо на арене. Спасибо, блин, большое. Пришлось загружаться и снова пилить от больницы до театра, слушая трепотню Петрова о том, как наши роботы бороздят просторы США. Зато перед боем я подготовился, снова взял струю. Однако, у меня и на второй раз кончились патроны. Игра прям так и намекала мне вперед, в рукопашную. Меж тем, робот этот весьма интересный. На первой стадии он старается подбегать к тебе и дубасть в рукопашную, либо напрыгивать на тебя. На второй, словно бензопилу, заводит себя, раздувая угли в башке и превращается в такой ходячий огнемет. После этого он поджигает тебя, землю вокруг, в общем, становится жарко. Но на третий раз я его победил, и беляш растекся по пылающей еще земле. На второе прохождение, конечно, было сильно легче. К тому моменту я уже осознал всю мощь снежка и полностью прокачанного полимерного щита. Потому на беляша я вышел как гладиатор. Ведь нет ничего прекраснее, чем битва сил добра с силами зла в рукопашную. Не так ли? Как подсказали мне зрители, есть ачивка убить его именно оружием ближнего боя. Потому пришлось загружаться на биса и снова его бороть. Ибо в первый раз я таки разок пальнул по нему из гаусса. Босс показался мне в меру сложным и весьма интересным. Только вот сохранение не перед боем, а в его начале это явно плохая идея. Пришло время снова лезть в замкнутое пространство. На этот раз театр имени Майи Плесецкой. Здесь нас на стендах встречают балерины, перепрограммированные Петровым и рассказывающие о том, как скоро мы огребем. Балерина, кстати, отлично смотрится. Все благодаря проработанным текстурам и интересной модели, а также анимации. Ммм, давайте примем это за рабочую теорию. В любом случае лучше услышать их робо-голос, который у них стережковый один на двоих. Чем выслушивать кукареканье Петрова? Тот на фоне разрыва с Ларисой окончательно кукухой поехал. Совсем берегов не видит. Лает, визжит, хохочет. В общем, в психушке мы самое место, а не в театре. Однако он именно здесь. И он заебет тебя. Он просто до омерзения больной и неприятный человек. Джокер на минималках. Советский Джокер. Хотя, почему на минималках? Пусть Виктор и отвратительная гнида. Сыгран он отлично. Актер очень старается. Тут я прям серьезно говорю. Предатель Петров это один из лучших с точки зрения озвучки персонажей. И особенно ему удались вот эти вот психозы Петрова. Включая уже упомянутые Ла и Вой. Впрочем, как бы хорошо актер не играл, играет он паскуду, который лично мне уже тогда сточертел так, что оттас. Он и раньше приязни не вызывал, а после сдвига по фазе вообще стал в конец неприятен. Выяснилось, что он еще и робосек. Хотя, тут нам скажут, что робосексуализм в СССР цветет и пахнет в высших эшелонах. И театр Майи Плесецкой это не только искусство, но и робопроституция для власть имущих. Такая дела, малята. В общем, Петров, работавший здесь раньше, из тех же. Ну и понятно теперь, почему Элеонора, взломанная им, стала такой похотливой. Каков король, так и и поданная. Вся эта трихомутия происходит под великолепную мелодию из балета Щелкунчик. Тут я максимально предвзят, ведь я обожаю эту мелодию. Если бы они хотели меня подкупить совсем уж до предела, то вставили бы еще Арию Ленского из Евгения Ненина. Мелодия очень красивая, и только благодаря ей я терпел вой Петрова. Впрочем, иногда я отвлекался на сражения. Театр захвачен в основном всякой органикой, и скоро мы встретим босса. Кто же это? Ктулху? Или, может быть, Колобок? Нет, Ктулх ведь уже был. И Колобок был. Блин, я думаю, я пошутил сейчас. А ладно, в общем, это Плющ. Да, я уже говорил, что он везде сущ, как ёб твою мать, но тут он больших проблем не доставил. Да и битва это туфта. То ли дело крутой ласт стенд ближе к финалу уровня. Под ремекс песни у любви, как у пташки крылья, переходящие в современный... Что это? Дабстеп? Я не знаю. Звучит классно. Под эту вот музыку на тебя попрут орды култышей. Это была славная битва, устала, говорит Акелла, роняя дробовик. На деле ничего сложного, но однозначно весело. Почаще бы так. Но, увы, за всю игру это лишь раз. Почему бы эту идею не применить на полигонах? Я без понятия. И после этого Петров снова начинает нам рубить правду матку. Вот прям с плеча. Он предложит нам решить визуальную головоломку, сопоставив тени так, чтобы стало понятно, что роботы, о боже мой, опасны, и контролируются Сеченовым. А мы-то не видим, как они опасны. Спасибо, блин, большое. Знаете, они-то, конечно, опасны, но скажи мне, Петров, вот эти вот трупы сами так повисли, чтобы отбрасывать нужные тени. И кровь на стенах появилась в нужных местах тоже сама, да? То есть этот сумасшедший придурок расставлял трупы в нужной позиции, мазал стены кровью. Все для того, чтобы показать пальцем на другого и сказать, смотри, он плохой? Охуенный план, точно как советские часы. Что может пойти не так? К счастью, в театре на арене больше одного клоуна. Помимо информации о робосексуализме, мы повстречаем несколько трупов, про которых я как раз таки говорил, что некоторые даже после смерти остаются идиотами. В частности, две дамочки выясняют отношения, кто из них красивее умер. Ну и тут же можно послушать записи о том самом Васильича, который решил сделать предложение роботу. Ну, мужика можно понять, вы посмотрите вот на это. Но все равно, осуждаем. Ведь столько красивых баб вокруг руки вот на... А, да. Нет, лучше робот. Чистый поток энергии в глазах и отзывчивая. Лучше любой местной бабы. Все, решено. Завтра сделаю предложение. Однако уровень выходит на финишную прямую. Петров, уже видимо смирившийся с поражением, последний раз пытается донести до нас, что все эти роботы изначально делались с целью ведения войны. А Сеченов мудак и вообще. Вместо вообще он бросает нам обручальные кольца и добровольно расстается с жизнью отрубанием головы. К счастью, Сеченов не расстроен, ведь в этот раз голова у нас, потому вот дай-ка ее нам, а мы ее ассимилируем и получим знания, как успокоить роботов. Но, конечно же, не обошлось без подлянки. Петров оставил нам посмертный сюрприз и на арену явился босс Наташа. Это робот-грузчик, который быстро подтверждает слова Петрова о том, что боевой режим сам по себе не появляется. Наташа вооружена ракетами. Их она использует на второй стадии, как и прыжок под купол цирка с последующим десансированием мелких колобков, которые взрываются и сильно тебя ранят, и сбивают с ног, даже если ты под щитом, причем прокачанным, что вообще читерство. Благо, их призыв можно сбить телекинезом. На первой же стадии Наташа в основном таранит нас на бегу и лупасит руками в раскрутке вокруг своей оси. В общем, перед нами очередной интересный босс. Хотя, я думал, что сейчас выпустят балерину, как все-таки, ну, театр, балерина и должна быть, по идее, балерина, но хрен-то там. Впрочем, полненькая Наташа тоже весьма хороша. У меня же, как обычно, на первом с ней свидании кончились патроны. Плюс, эти мерзкие бомбочки не поддаются телекинезу, что тоже не по-людски, если честно. С чего бы вдруг? И тем самым вынуждает расходовать патроны еще и на них. На второй раз я решил не церемониться и просто прикончить ее гранатометом. Хватило десятка выстрелов. Крепыш без отказен. Наташа икнуть не успела, быстро поняла, какой я крепыш. Пдумпссс. При последующем прохождении я решил ее забороть в рукопашную, к вертушке. В итоге, по-моему, даже при гранатомете Наташа держалась дольше. Все же, Снежок это страшная сила. Хоть и с смешным названием. Босс побежден и Сеченов приказывает доставить голову Петрову ему лично, чтобы наконец закончить этот бардак. Ах, раз недвусмысленно намекать, что сейчас самое время исследовать полигоны. Обычно атаком предупреждают в конце игры и потому я подумал, что это уже и есть конец. И значит, действительно, пора посмотреть, что там за полигоны. И я пошел фармить. Чем отличаются игры с открытым миром от миров с закрытым? Не только самим наличием этого мира. Если он пустой, то его все равно, что нет. А именно возможностями. Ты можешь пойти куда хочешь и заняться иными делами, помимо прохождения основной сюжетной линии. Так вот, говоря на чистоту, открытый мир в Atomic Heart это та еще пропанация. Первый блин, который, ну вот, со всем комом. Начнем с того, что открытый мир здесь есть. И что же он из себя представляет? Сразу после того, как Нечаев покинет первый полигон и приедет на поезде к немцу, он, под нашим чутким руководством, может не идти сразу бить ежиху, а погулять по миру. Мир здесь довольно ограниченный. Он не то, чтобы маленький, но не то, чтобы большой. Скорее, как такой хороший городок. Но дело не в его размерах. Если бы мир был вдвое меньше, но насыщенным, я бы не возражал. Беда в том, что в открытом мире Atomic Heart вообще нечего делать. Он тут выполняет две функции. Мост между одним сюжетным полигоном и другим и мост между внесюжетными полигонами. Ну, еще, конечно, можно в третий пункт включить любование красотами. И действительно, к дизайну открытой и закрытой местности вообще претензий нет. Сделано стильно и красиво. Только, видите ли, какое дело, у вас не будет возможности и желания любоваться красотами, разъезжая на машине, как в GTA. Я уже рассказал вам о видесущих пчелах, ремонтирующих роботов бесконечно и быстро. Это полбеды. Вражеские заставы натуральны на каждом шагу. Ты и 50 метров не проедешь, чтобы не нарваться на кордон. Притом, в любую сторону. Вперед, назад, вбок, набок. Вбок, кстати, и того хуже. По дорогам автомобиль хотя бы нормально едет. Да, у нас тут есть машина. Мне говорят, это москвич. За что купил, за то продаю. Сам я в машинах не разбираюсь. В принципе, к езде, вот именно к самой езде претензий только две. И вторая, это застревание в каждом камне, если съехала с дороги. Проходимость у машины такая, что если перед тобой низенький заборчик, то все, ты вынужден искать новую машину. Ты его не переедешь и не надейся. Ну а первая претензия, это то, что автомобиль очень правдоподобно таранит врагов. Если взять разгон, он уничтожит любого робота вдрызг. Если же взять разгон не сильный, то он наоборот упрется в него и дальше не поедет. Робот-то не один. Первых двух протаранил, потерял скорость. Остальные три закрыли тебе проезд. Более того, иногда физика может учудить и машина натурально подлетает в воздух. Было такое пару раз стабильно за прохождение. К тому же, не думайте, что местные роботы будут стоять рот разинов. Они будут активно стрелять в тебя и вот ведь сюрприз попадать. Притом весьма часто. И тут вы поймете, что находясь за рулем вы не можете лечиться. Вам надо вылезти, подлечиться и сесть назад. Стоит ли говорить, что это чревато. Вовчик за тобой не будет бежать всю дорогу как Т-1000 за Джоном Коннором. Но и быстро тоже не отстанет от тени обывателей с ГТА. Самое-то главное то, что тачка не бессмертна. Несколько раз ты протаранишь железо железом и вот глядишь, твой тарантас уже пыхтит, а то и вовсе горит. И я не очень понял, по какой схеме тут респавниться тачки. Варианты такие, от ни по какой не респавниться вообще, до уничтоженной машины возрождается на старом месте. Транспорта в игре достаточно, правда это всегда красный москвич почему-то. Но у меня минимум раз такое было, что таз накрылся тазом и я вынужден был долго и нудно пилить по сюжету пешком. А пешком-то оно, знаете ли, еще хуже. Машина хотя бы дает скорость и какую-никакую убойную силу. Чем ты будешь две минуты месить косаря, проще его хренбурж с ним сбить нафиг и ехать дальше на пыхтящей тачке. Кстати, я заметил, что после патча, притом не того, что на 13 гигабайт, а последующего машины стали заметно прочнее. Раньше они вообще будто из фольги сделаны были. И то хлеб. Так вот, расстояние здесь весьма приличное с точки зрения пешехода. А враги-то никуда не деваются. На машине ты мог бы хотя бы удрать от них. А пешком вообще без шансов. Потому что камеры бы натыканы на каждом шагу. Засады везде и они разнообразны. И ракеты, и воздух, и земля, и такие роботы и сякие. Убьешь одного, за другого возьмешься, а не мира, то это худшая его модель. Да, можно прицепиться к грифу и перезагрузить его. И тогда на 5 примерно минут все роботы округи отключатся. Но пока ты до него доберешься, пройдет немало времени. А стоит зайти за радиус действия этого грифа, а он не такой уж и большой, как видимо придется бежать к другому. И в итоге беготня или езда по карте задалбывает, если не сказать грубее, в конец. Буквально в первые полчаса. И ведь нет даже ни намека на быстрые перемещения. Все сам, все сам. А знаете, чего еще нет? Нормальной карты. Да, я оставил это блюдо на сладкое. Формально карта есть, мы можем ее открыть, но почему-то с некоторой задержкой из-за анимации. Ерунда, скажете? Разумеется. Но что мы увидим на карте? Обозначение полигонов и... миссий. Я так и не понял, как обозначается тут задание. Пометок нет никаких. Вот без карты, да, видно в каком направлении идти. Всегда стоит метка. А на карте это лично мне трудно понять. В разное время разные моменты я принимал за обозначение цели, но в итоге пришел к выводу, что тут этого вообще нет. Может, невнимательно смотрел? Но что это за карта такая, которая не может доходчиво объяснить, что и где? Специально для подобных случаев на картах обычно есть разметка. Тебе скажут, что и каким значком обозначается. Я крайне редко это использую, потому что обычно и так все понятно. А тут же я рад был бы это использовать, но здесь этого нет. Ладушки, вот захотели мы уйти с сюжетного пути и поехать на полигон. Можем ли бы уехать к ней? Ну, разумеется, можем. Где же мы встречали игры с открытым миром и картой, где мы бы не могли этого сделать? А хотя перед кем я тут выпендриваюсь? Мы не можем этого сделать! Мы не можем поставить свою метку! Ориентирование по карте происходит по методу Моровинда, когда тебе все повороты, все ориентиры приходилось запоминать наизусть. Только вот в Моровинде было множество возможностей для телепортации, включая по метку и возврат, а здесь такой роскоши нет. Впрочем, я готов согласиться, что ставить метки на карте в Atomic Heart мини-карты. Более того, при всех этих космических технологиях, летающих городах, Тесла-пушках, искусственном интеллекте, боевых роботах, в машинах, которые вот-вот полетят, нет сраного GPS-навигатора. Это вот как вообще? Кто додумался из разработчиков до такого? Ты буквально движешься вслепую, открыл карту и запомнил, ага, следующий крупный поворот направо, не перепутать с мелким. Опс, проехал нечаянно. Ладно, ищем следующий. Как плохой таксист из анекдотов, когда какой поворот? Это, а, уже проехали. Ладно, до следующего 10 километров всего. И вот так всю игру, понимаете? Но все равно нет-нет, но ты будешь заглядывать в карту, в том числе при езде на машине. И вот тут-то вы поменете лихим недобрым словом эту анимацию открытия карты. Она занимает время, а машина-то едет. Пока вы откроете карту, вы можете уже разогнавшись проскочить поворот. В итоге кнопку карты вы будете наяривать очень и очень часто, громко ругаясь. Впрочем, даже это еще не все. Вишенка на торте тут настолько офигенная, что, если честно, я даже не знаю, как ее преподнести. Вспомните любую игру с картой. На ней игрок всегда обозначается кричащим мол, хозяин, вот он я, юху. Я иногда посмеивался над этим, мол, вы что, мне за идиота держите, что ли? Я же вижу. Огромный такой, знаете, значок с адаптивным размером при скалировании, чтоб при любом приближении и отдалении персонажа. Но, как вы понимаете, не в Атомар Херце. Тут даже обозначения нормального нет. Я не знаю, как, но под некоторыми углами эта 3D-карта делает метку персонажа практически невидимой. Как если бы эта метка повернулась на бок, став почти плоской. Возможно, в патче это уже исправили, но я столкнулся именно с такой вот проблемой. Вот попробуйте здесь найти эту метку. Как, не находите? Так вот же она. Ну вот. Что, неужели не заметили? Да, это мы такие маленькие и бессмысленные. Вообще, на самом деле, я очень надеюсь, что это поправили ближайшим патчем. Но, не факт. По итогу всего, ты шатаешься по пустым, не наполненным никакими событиями, квестами, персонажами миру, подгоняемой толпой вечно респавнивающихся роботов. В ушах звучит боевая музыка на основе советской и постсоветской классики. Шикарная задумка губится на корню, ведь тут почти не будет теперь тишины, враги повсюду, и ты идешь так полчаса, там час, и эта музыка уже просто вот не уперлась. Плюс тут из каждого столба еще играют эти шлягеры. Благо, в настройках можно убавить именно звуки радио или вовсе их отключить. Но, если честно, лучше бы дали отключить сами эти столбы путем уничтожения мегафонов. Впрочем, это меньше из бед. Чего ради товарищ майор вообще может шататься праздно по комплексу? Помимо преодоления расстояния от миссии к миссии, конечно. Изредка, я повторюсь, изредка, можно встретить интересные говорящие трупы. Например, один будет утверждать, что ты тоже мертв. Он-то уж знает. Что как бы намекает на сюжетный поворот, а на самом деле нет. Это просто очередной намек ради намека, как и в случае с человекоподобными роботами. Ничего сюжетного или мега интересного они тебе не расскажут. Найти говорящих животных? Да уж, действительно, достойная цель. Нет, цель у таких шатаний может быть только одна. Полигоны. И здесь тоже полная промашка со стороны разработчиков. Это бессмысленная трата времени. Фарм ради фарма. Ну, почти. Начинается все с того, что полигоны запечатаны и их сперва нужно открыть. Открываются они по методу Баба Зины. То есть, забираемся на юбисофтовскую вышку, с нее ищем камеру, которая ближе всего к закрытой двери. Чтобы не ошибиться, лучше находясь рядом с дверью в режиме сканера посмотреть, куда ведут нити ближайшей камеры. Это сделано удобно, потому что далеко не каждая вышка является нужной. Иногда переключатель может находиться не в самых очевидных местах. Например, на крыше дома. Дуя его. Смотрим камеры на дверь и просто открываем. Готово. Интересно ли это? Скорее запарно. Зачем так делать? Реально, как вышки юбисофт, только не такие интересные, откровенно говоря. Из всех полигонов только два открывались с изюминкой. Один порос с корнями, которые деактивировали камеру. И придется сначала спуститься вниз и корни эти пожечь. Второй заперт на ключевой замок печеньку. И чтобы до нее добраться, нужно с грифа сигануть на канате в закрытую зону за ключом. Кстати говоря, о замках и прочих приключениях. Это важный момент в описании полигонов. Какие вообще вызовы игрок, кроме противников, встретит в игре? Что разнообразит наш отстрел вражин? Ну, например, взлом. Со взломом разработчики заморочили, сделав аж несколько видов замков. Первый, классический, скайримский, только менее красивый и информативный. А еще здесь отмычка не ломается, этакий скелетный ключ. По факту, все делается наугад, и зачем это нужно, не ясно. Самый ненужный замок в игре, да и встречается лишь 2, 3, 4, 5, 6 раз максимум. Видимо, добавили для галочки. Куда более интересны зайчьи замки. Это я их так называю, потому что на мониторчике у них робот-заяц, из понятно какого мультсериала. Актуалочка! Робот-заяц вообще самый частый эпизод из Ну погоди, который мы будем встречать в игре. Так вот, на таком замке есть свои мини-замки четырех типов. Первый, самый распространенный, щелчковый. Весьма интересно сделан. Тебе дается 20 секунд и по кругу начинают бегать огоньки. Когда огонек окажется на неактивированном штифте, мы должны щелкнуть. Тогда огонек начинает двигаться в противоположную сторону. И так, пока все штифты не будут активированы. С каждым щелчком скорость возрастает. Однако, если в деф-версии скорость уже после двух щелчков начинала приближаться к околосветовой, то в человеческой версии проблем с этим нет вообще никаких. Открывается на раз-два. Если у вас не получается сразу, то получится со второй, с третьей попытки. Главное, немножко потренироваться. Второй тип замочка цветовой. Мы вращаем диск с цветными метками, чтобы они совпали с метками на внешнем диске. Эти метки мы можем некоторым образом тасовать. Вот тут уже может быть сложнее, особенно на некоторых замках, где уж больно мудреные комбинации. Зато нет ограничения по времени. И к тому же, каждый раз, отходя и подходя к замку, мы будем получать новую цветовую комбинацию. Если запутали сеты, просто перезапустите замок. Третий вид замочка печенька, то есть нужен специальный ключ, который где-то дожидается твоей магнитной руки, который все же ведь захапает и ничего не оставит. Просто вставляем ключик в замочек, пестики, тычинки, ну вы знаете, если не знаете, спросите Леонору. Встречается редко. Редко встречается и четвертый тип замочка, комбинационный. Тебе дает полотно из кнопок, на котором нужно набрать определенный рисунок. Порядок нажатия не важен, важен именно узор. Забавно, что узор всегда один и тот же, и если вы, например, помните код с прошлого прохождения, то нет нужды искать листочек с подсказками рядом с каким-нибудь трупом. Замок этот встречается тоже весьма редко и обычно по квестам, как и прошлый, хотя бывают исключения. Например, одну такую комбинацию я так и не смог разгадать, мне ее активно подсказывали на стриме, потому что вот этот вот узор, мягко говоря, хреновая подсказка. Кстати, я не зря называл их именно замочками. В одном таком замке есть три выемки, то есть теоретически в одном замке может быть три замочка. Правда, в игре таких нет, максимум с двумя. Видимо, оставили для дополнения. Странно немного. Комбинации с цветовыми и щелчковыми замками будут встречаться в середине игры регулярно. Но знаете, что самое забавное здесь, как по мне? При в целом очень даже удачном и разнообразном взломе в игре, который я могу только хвалить, выходит погулять логика. Вот хоть убейте, я не представляю ученых-работотехников, даже секретарей, которые по утрам, идя на работу, щелкают пальцами и сопоставляют цвета. Комбинации, печеньки, да, но остальное? Цель замка открываться только носителю ключа, а здесь же загадки, доступные даже ребенку. То есть, замок в теории может открыть кто угодно, и нафига тогда он нужен? А ответ прост, чтобы игроку было интересно. И да, игроку интересно открывать многочисленные шорткаты, например. Но это очень странно выглядит. В то же время, вот тот вот недоделанный скайримский взлом, который я так ругал, как раз таки логичен, но неинтересен. Такие вот ебучие пироги, детишки. Что интересного может еще найти майор Нечаев и следуя мир? О, об этом тоже позаботились. Например, груши. Это такие голографические терминалы. Да, у нас есть голографические терминалы, но нет GPS-навигаторов. В терминалах хранится очень много текстовой информации. Переписки сотрудников, письма друг к другу, какие-то там данные, иногда встречаются аудиосообщения. Но на самом деле там очень много интересного, включая тексты, проливающие свет и на сюжет в том числе. Внимательный игрок уже к середине найдет достаточно зацепок, чтобы понимать, в какую сторону все повернется. А ближе к концу в игре будет достаточно информации, чтобы раскусить настоящего антагониста. И это замечательно. Хотя многовато и мусорных сообщений, чего ж там. И от этого никуда не деться. И без приколов тоже не обошлось. Например, секретная переписка об исследовании неведомого сигнала из космоса. А потом нагоняй сотрудникам от начальника за то, что они два года исследовали сигнал от микроволновки. Кстати, вроде это отсылка на реальный случай. Также можно находить списки персонажей, в чем уже меньше пользы. Помимо груш есть еще щебетари. Это куда интереснее. Это стилизованные под винтажные часы многофункциональные устройства, включающие в себя диктофон. И вот такие записи мы будем слушать. Тут действительно очень много интересного. От сюжетной информации до обычных обывательских разговоров живых некогда людей. Очень атмосферно сделано и в отличие от груш это куда более интересная находка. Разумеется, и здесь не обошлось без юмора. Игра это умеет. Про Васильича, который заебал, я уже рассказал. Вишенка на торте. Если щебетарь был прерван сюжетным диалогом или монологом, то он становится автоматически на паузу. И когда сюжетный спич заканчивается, твиттер снова подключается. А да, щебетарь по-английски именно твиттер. В крайнем случае все щебетари можно прослушать из меню находок. Что еще можно найти? Нейрополимерная память. Ну, то есть говорящие трупы. Иногда от них слышишь пару фраз, а иногда полноценный диалог с ними ведешь, который нет-нет да наведет тебя на интересные мысли. Например, о внутриигровом капитализме, который неожиданно подкрался откуда не ждали. И, пожалуй, это все из факультативного контента, что можно найти в Atomic Heart. Так вот, к чему я все это рассказывал. Это я, помимо прочего, еще плавно подводил вас к мысли. Вот эти вот все мелкие находки и препятствия, как раз из них состоит игра. Они вносят в нее разнообразие. НИЧЕГО из-за этого на полигонах нет. НИЧЕГО. А что есть? А НИЧЕГО нет. Давайте посмотрим. Что такое полигон? Вот, вошел ты, начнется, в будку, спустился на лифте, что ты видишь? Ты видишь перед собой три комнаты препятствия. После каждой ты лутаешь сундук. Сундук, кстати, необычный. Это товарищ Лутягин. Опять же, забавная отсылка на лут. И, судя по всему, такая юморная месть от разработчиков Андрею Летягину. Автору песни музыка нас связала. Мунтфиши с ним судились. По словам Летягина, они приобрели лицензию на песню «Не у тех». А потом вообще пошли разговоры про «Мало дали». Из-за судебных тяж прелиз игры долго откладывался, как я понял, около двух месяцев. Я не видел ответы Мунтфиши, а потому не могу судить, кто виноват. Но отрывок из интервью Летягина отдавал каким-то хабальством и жаждой наживы, а не желание восстановить справедливость. Как бы то ни было, в игре Летягин был увековечен в качестве вечно бегущего куда-то, но в то же время стоящего на месте моноцикла Лутягина. А Храс, находясь рядом с ним, произносит фразу «Это не кошмар, это мираж». Опять же, это отсылка к словам Летягина, который обещал превратить судебные тяжбы с Мунтфишами в кошмар на долгие годы. А Мираж это название его группы. Звезда в шоке. На секунду отвлекусь и скажу еще раз, что помимо этой отсылки, подобных в игре просто валом. На все подряд. Есть отсылка на героев, своих количество роботов увеличилось вдвое. И отсылка на сам Биошок, притом настолько явный, насколько это вообще возможно в принципе. Куча отсылок на другие произведения игру и киноиндустрии, на современные шутки и мемы. Честно говоря, еще немножко и Атомик Харт помимо обороту и шутка производства догонит Брэсидж. В отличие, правда, от Брэсиджа, Атомик Харт не сосредоточена на туалетном юморе и не сыпет их сверх меры. Их ровно столько, сколько нужно, чтобы игра не превратилась в шапито. Благо, за превращение в шапито тут отвечают другие игровые особенности. Давайте к одной такой вернемся. Полигоны. Вы о них еще не забыли? Три комнаты, три лутягина, золотой, серебряный и бронзовый. В комнате с ними, кстати, изображение пушистика и слова «Я тебя вижу», что, по-моему, немножко так слом пятой стены. Я так и не понял, как это могло здесь оказаться без натягивания совы на глобус, типа это проекция напрямую из Лимбо. Почему тогда только здесь и где другие признаки Лимбо? Ну, пока опустим этот момент. Ладно, но может быть хотя бы испытания в трех комнатах будут качественными? Ой-ой, я вас умоляю, вы шо-таки забыли куда пришли? Нет, не будут! Помните полигон перед большим зданием с тережковыми? Там еще магнитами нужно было манипулировать. Так вот, 90% испытаний на полигонах именно такие, при том не сильно какие-то там вычурные, со сложными прыжками и непростыми и неочевидными изначально комбинациями. Нет, из этих 90% головоломок 98 из них просты настолько, что ты решаешь их просто на бегу с первого раза. Пару раз встречается действительно замысловатой комнатой, где приходится комбинировать магниты вращения. Я в одной такой полчаса тупил, но именно что пару раз. Оставшиеся 10% уходят на вращение платформ. Иногда скопом, иногда по одной. Они тоже сильно проще, чем могут показаться на первый взгляд. Лишь в двух местах это было интересно. Была одна головоломка комбинированная и плюс еще одна со свечами. Это такие шарики, которые нужно вставлять в пазы. Иии... все. Да, поправьте, если ошибся, но это все. Больше у меня для вас загадок нет. Лишь один раз нам дают интересную комнату с доком, которая как никогда напоминает подземную лабораторию Aperture Science из Portal 2. Даже док напоминает сухой док Борея. Тут, да, нужно комбинировать таскание свечи с паркуром. Кстати, о паркуре. Да, я ж не сказал. На некоторые четко обозначенные, как правило, желтым цветом столбы и перекладины можно прыгать и спрыгивать с них. Висеть на них тоже можно, причем бесконечно, что косвенно намекает нам на то, что Нечаев так же крут, как Принц Персии. Больше о паркуре сказать нечего. Он неплох, он минимально присутствует в игре и не является чем-то заметным, скорее уж просто возможность. И именно на этом полигоне нам в основном лазить придется. И это круто. Это правда круто. И полигон тоже крутой. В остальном же да. Ладно, возможно все не так плохо. Возможно тут какие-то интересные бои с врагами или боссы. Да как вам сказать, врагов здесь нет. За все время я встретил лишь одного вовчика и был еще отряд Сипух и это считалось испытанием. Битва? Ну надо же. Что до боссов? Ну я уже упоминал, что вместо того, чтобы придумать новых уникальных врагов или боссов для полигонов, разработчики просто скопировали предыдущих. В итоге на полигоне мы встретим Плюща. Кого же еще-то? Правда только одного. Что даже как-то странно. В конце одного из полигонов будет еще одна Наташа, только сильно крепче предыдущей. И что самое мерзкое с постоянным спауном Сипух. Правда, если честно, сперва они постоянно спаунились, а потом вдруг кончились. Я так и не понял, Бакот или Фича. Даже странно, почему после победы над ней на арене не возник костер. Это ж вылитый босс из Дарксоус, вроде какой-нибудь крысиной гвардии или скелетов королей. Доктор, скажите честно, я безнадежен? Да не отчаивайтесь, еще не таких идиотов лечили. Ладно, вот смотрите, попробуйте ответить, что на этой картинке. Вы что, издеваетесь, что ли? То есть, мало того, что это босс, что как бы уже Дарксоус. Ну найдите мне хотя бы одну игру, где нет босса. Они что, все Дарксоус, что ли? Не все. В Тетрисе босса нет. Что ж, и то хлеб. Давайте будем отталкиваться от этого, что в Тетрисе хотя бы... Тетрис — это почему? Не думаю, что... Потому что там есть змейка, а змейка — это Цаэски, а Цаэски живут в мире Зелдер Скроуза. Не просто в мире Зелдер Скроуза, а конкретно на Аковире. А это значит, что Зелдер Скроуз 6 будет... на Аковире. Доктор сейчас сказал и сам офигел. Но в Тетрисе же еще танчики есть. Точно. Блин, ну тогда это не тест, тогда это Фоллаут. Все равно мир один и тот же. Это не один мир. Но там же разработчики одни и те же, значит мир один и тот же. Ну то есть действия Дарк Соулс и Элден Ринг тоже, получается, в одном мире происходит? Там ведь разработчик-то один и тот же. Доктор, ну вы даёте. Элден Ринг больше Дарк Соулс, чем сам Дарк Соулс. Да, действительно. Бывает же такое. А вот в Тетрисе еще есть такая игра, где нужно из кубиков строить там всякое. Ну, в Скай-Риме можно построить дом, правда, не из деталек. Из деталек можно в Фэллаут. А, и в Нуу-Мэн-Скай можно. А, да, точно, в Нуу-Мэн-Скай. В Нуу-Мэн-Скай же крутой лор. Прямо как в Дарк Соулс. Мы отошли от курса. Вы что-то хотели сказать про картинку, во-вторых, помните? А, а я уже не помню. А, точно, во-вторых. Во-вторых, это Наташа, а Наташа это Наталья, а Наталья это Надалия, да еще и босс. Дарк Соулс без вариантов. Чему я, собственно, удивляюсь. Ладно, давайте подведем итог. Для вас существует только три игры. Дарк Соулс, Зелдер Скроллс и Тетрис. Да. Что ж, ну это уже на две больше, чем раньше. Что, заметьте, тоже прогресс. Вот, а вы говорите безнадежны. У нас передовая клиника, мы любого кретина вылечим. И меня, и вас. Ну и еще, кроме Плющей и Наташи, в конце того паркур-полигона нас ждут сразу аж два беляша. Приятного аппетита. Говорят, в Дэв-версии там еще толпа вовчиков с ними тусит. Беляши, кстати, слабее обычных. Все. Класс, да? Достойное времяпровождение. Лучше бы добавили врагов уж тогда. Пострелять всегда весело, как-никак. Но, вместо врагов, по полигону будут обильно разбросаны усатые манекены. Этакие недововчики. Они неподвижны, и именно что манекены. Игра в своем стиле объясняет и это, мол, это не просто манекены, а полноценные нейрополимерные модели для изучения влияния окружения на человека и бла-бла-бла. Только вот расположены эти манекены в таких ситуациях, местах, а главное позах, что это никак не объяснить. Разве что их расставлял Петров лично. Потому что огромное множество манекенов валяется в откровенно эротических позах. И ладно, они были бы женские. Нет, это усатые мужики. Усатые мужики стоят раком на полигонах, без регистрации и смс. Хотя у некоторых прикручены сиськи. Сиськи и усы. Как по-современному, по-еврогейски. Хотя однажды встретил и женский манекен. Но вопрос-то в следующем зачем? Создается ощущение, что это не местный Абборчер Сайнс, а Борде для работяков-педерастов, что тут не изучает все от влияния космоса на организм до солнечных бурь, а страдает хуйнё, не зная, чем себя еще занять. И расставляет манекенов, сверяясь ежеминутно с методичкой, украденной у Фулгрима вместе с грушей. И все это больше похоже на ломание четвертой стены, чем на создание атмосферы. Просто сюр какой-то. И вот общий вопрос полигонов. На кой хрен на них вообще ходить? Там нет ни квестов, ни трупов говорящих, ни щебетарей, ни врагов почти никаких. Там вообще нет ничего. Что там делать? Ааа, лут. Да, в каждом ящике Лутягина мы найдем по одному чертежу, а в золотом сразу два. Это не чертежи оружия, его мы получаем и так, это чертежи его улучшения. И вот чтобы усилить свои шуты и чопы, придется заморочиться с зачисткой полигонов. К чести игры она хотя бы в целеполагании решила помочь игроку. В меню улучшения оружия показано, на каком конкретно полигоне находятся нужные тебе улучшения, как и на карте. На ней также зачищенные полигоны будут обозначены как зачищенные. Вроде как это логично, но учитывая само по себе идиотскую карту, это прям аттракцион невиданной щедрости от разработчиков. И вот только ради примочек к оружию и есть смысл ходить на полигоны. Тут лишь один плюс. Оружие в игре классное и примочки как правило тоже. Но что если ты ничего не хочешь улучшать? Ты спартанец, тебе нормально с тем, что есть. Оно стреляет, дубасит и ладно. Ну тогда держись подальше от этих идиотских полигонов. Как промежуточный итог, открытый мир в Atomic Heart это... ну не сказать, что прям вот совсем позор. Не все прям так плохо. Все же дизайн тут очень крут, да и лут тоже. Но это где-то близко к подобной оценке. Наверное, это самое худшее из плохих решений в игре. И честно, оно серьезно портит впечатление. Это я могу судить не только по себе, но и по рассказам других игроков. Сделали бы линейные локации и было бы только лучше. А еще лучше просто довести до ума то, что уже есть. Благо, надежда теплится. Скоро же должно выйти DLC. Но если и там будет такой бардак, я буду очень недоволен. Ебучие пироги. Тем временем на предприятии 38-26 события принимает острый оборот. Главный как бы злодей повержен, потерял голову от любви буквально. И знаете, хоть и сыгран Петров на 5 плюсом, но вот персонаж это, еще раз скажу, настолько отвратительный и мерзкий, а местами и беспросветно тупой, что, пожалуй, я занесу его в список говнюков, чтоб Слизеринцу не было одиноко. Да, тут ему самое место. И вот, в принципе, с этого момента, с точки зрения сюжета, в игре начинается самое интересное. Потому что Петров это изначально заявленный антагонист, но игра очень плохо скрывает факт обратного. Понятно, что Петров хоть и действительно козель, но по ходу Сеченов тоже ничем не лучше. Всю игру нам на это прямо намекает всеми возможными способами. А главное, что выглядит все логично. И игра, и игрок в лице меня действительно начинают считать Сеченова основным злодеем. Именно поэтому Нечаев выдает отлично сыгранную нервическую матерную тираду о том, что, как его все задолбало. И вообще, мир говно и солнце лампочка немытая. Плюс к этому у него все еще диссонанс от того, что он проваливает задания за заданием, расстраивая шефа, который и теперь тоже вроде как шеф, а вроде как и вопросы к нему уже есть. На вопросы его подвигли боевые ракеты внутри Наташи, ведь она заявлена как грузчик. Большое было бы дело, если бы иные роботы не рубали людей, как лесорук деревья. Как Мишенка на торте, на связь с нами по очереди выходят трое. Сам Сеченов, потом Штокхаузен, а потом еще и Баба Зина. И все спрашивают, не видели ли мы такие два золотых кольца. Если видели, будь добр, передай их нам. Они тебе все равно нафиг не нужны, а нам нужны. Мы их в ломбард сдадим, кушать купим, бургер там какой-нибудь заморский. Понимая, что уж больно все охотят этих колец, Нечаев врет о том, что никаких колец он не видел, ни гномных, ни эльфийских и даже тех, что в секс-шопе продаются. Что, конечно, не проходит у Петрова. А да, мы носим ее с собой в той банке, словно кхарнит черем для Трода. Так вот, доставить ее к Тро, тьфу ты, к Штокхаузену, конечно, который передаст ее куда надо. Но раз игра намекнула, что сейчас самое время пробежаться по полигонам, то, наверное, и правда надо. Правда, это не увенчалось для меня успехом, по ранее уже перечисленным причинам. Сперва я вообще не сообразил, как открывать эти полигоны. Дело в том, что сначала я поехал к тому, который заперт на печеньку и, разумеется, я понятия не имел, где брать этот ключ. То, что он лежит где-то за забором относительно неподалеку, я понятия не имел. Ничто на это не намекал вообще-то, что, кстати, нехорошо. Потом я пошел на поле с косарями. В высокой траве я быстро устал от вечно прущих на меня рота роботов, ибо их бесконечно чинят. Их и камеры, плюс здесь очень неинтуитивно спрятан лифт в бункер. В итоге, проманавшись полчаса на одном только поле под отличный ремикс нелюбимой мной песни косил ясь конюшину, которая теперь еще больше задолбала, просто до зубного скрежета. Я решил на денек сделать перерыв от игры. И только потом, остыв, я понял, как открывать бункеры. Зачистил три из них и понял, что если бы я прошел мимо, то ничего, в общем-то, бы не потерял. В итоге, я таки поехал в больницу. По налоге, угадайте, кого я встретил. Плюща! И не одного, а двух! Буквально, подряд. Да, просто на дороге. Вам ха-ха! А мне как-то обратно нужно было возвращаться. А я в конце дороги умудрился убить машину. И возвращался я пешком. То есть, плющей уже не проскочишь. Сразу скажу, что плющей я победил легко, использовав древнее таинство под названием Арбуз Механик. Плющи не купили проездной и никак не могут зайти в автобус. Тем временем, какой-то уже по счету плющ. Так, первый, потом еще один, плюс еще один на полигоне и два тут. То есть, пять плющей. И минимум двое еще в комплексе, куда мы направляемся. А может и больше. Ну так вот, перед нами больница, которая, конечно же, оказывается обширным подземным комплексом, где и раскрывается много интересного про наш славный Советский Союз, да? Вы же понимаете, мы же, рюйские, мирно жить не умеем. И потому, конечно же, разработка полимера, его испытания, его прививание людям без отторжения шла гивейс акционно. Огромный подземный комплекс представляет из себя этаж с клиникой, где нейросопли испытывают на людях, и этаж с набитым до отказа моргом. И, как выясняется, далеко не все здесь являлись добровольцами. Здесь, кстати, встречается очень удачная шутка. Говорящий труп сообщает, что понял, как сделать отпечаток сознания негаснущим и перенести сознание мертвеца в машину. Для этого нужен простой, советский. И тут сознание угасает, на что Нечаев отвечает, что к успеху шел, ах раз юморит про утечку мозгов. Это ж тройная доза юмора. Нет, правда, молодцы. Об уровне на самом деле почти ничего плохого сказать не могу. Он действительно интересный, и тут разнообразные враги, как биологические, так и кибернетические. Конечно, театр мне понравился больше, все-таки там еще балерины есть, но я, в принципе, не люблю больницы и тем более морги. А здесь, разумеется, обильно по столам разложены мертвые тела женщин и мужчин. Что необычно, именно на этом уровне начинают встречаться женские трупы. Это настолько редкое явление в игре, что, конечно, оно привлекло мое внимание. Плюс они в нижнем белье. Дальше же мужские и женские тела будут почти голыми, разве что первичные половые признаки будут прикрыты белой нанотканью. Есть предположение, что в деф-версии они и вовсе были голыми. Забавно, но посреди этого бардака я получил ачивку с названием Тройное проникновение. В морге среди мертвых женщин. Кажется, я латентный некрофил. ВК-плей не даст соврать. Эти декорации, конечно, придают ужаса таким локациям, но, если честно, намного больше меня напугали колбы с плющами. Притом, они даже просвечивались сканером как живые. То есть, я сейчас тут пройду, они как встанут и как вмажут мне. Однако, не встали. Как выяснилось на втором моем прохождении, это мне просто повезло и враги их не задели при взрывах и не активировали. А вот во второй раз плющ проснулся и дал мне такого дрозда. Он тоже не любит окрошку на кефире и зрители наблюдали натуральную шапито, где я еще и багуля словил с проваливанием мерзкой россиянки под воду, что, конечно, движком не предусмотрено. Заканчивается эта вакханалия катсценой, в которой задолбанный в конец Нечаев отдает голову Штухаузену и ее ассимилирует в красном нейрополимере. И все было бы хорошо, но тут снова пришла баба и все испортила. В комнату врывается Лариса и с криком «Кровь кровавому богу! Смерть слугам трупа на троне!» Кидает гранату и делает ноги. Мы выживаем благодаря рефлексам, но теряем сознание и снова проваливаемся в сон. Это второй из трех этапов иллюзорного мира. И, пожалуй, он даже лучше первого. Во-первых, благодаря отличному саундтреку, который передает весь ужас творящегося сюрреализма. Потому я и удивляюсь, что его в первый этап не вставили. Во-вторых, здесь используется уже более классическая схема подобных ход сновидений, меняющие направление коридоры, тупики, оборачивающиеся выходами, изменение гравитации, когда стены или потолок становятся полом. Ну и, в принципе, закрытые помещения проще задизайнить как следует, в отличие от открытого, которое здесь виднеется лишь за окном, в виде плавающих в воздухе пестрых домиков и летающих буравов. По сути, уровень представляет собой клинику, которой я уже нанюхался вот только что. Однако, насколько же круто она здесь сделана? Чего стоят надписи на стенах типа «Боль», «Отрезать», «Пытки», «Нежность», «Унижение»? Это все название комнат. И удивительно, но посреди этого кошмара я никак не ожидал увидеть «Ну погоди», да еще и со звуком. Странно, но это был не эпизод с роботом, а момент в курятнике. Возможно, и в этом есть какой-то скрытый смысл. Стоит также упомянуть, что второй этап сна, я пока его так называю, частично завязан на паркуре. Именно тут я обратил внимание на наши конечности. Как обычно, повсюду за нами следит пушистик. Но важнее здесь, наверное, именно голоса, которые мы слышим. Это в большинстве своем голос Сеченова и немного наш. Ну и плюс мы еще слышим иногда женский голос. П1, П2, П3, разум заперт изнутри. Что тонко намекает на толстые обстоятельства. Это не совсем сон. Что, в общем-то, и так очевидно. Сеченова же здесь раскрывают как человека не совсем хорошего, которого, не сказать, что прям вот заботит судьба отдельно взятых людей. Скорее уж, человечество как явление. Да и то не все. В общем-то, тут нас наводят на те же мысли, на которые наводили уже и так всю игру. Но, как бы я ни кайфовал от этого уровня, он довольно быстро заканчивается. И Нечаев просыпается без штанов, в сугробе и задница почему-то болит. Шутка. На самом деле, очухиваемся мы там же. Живые, здоровые. Голова только болит. В комнате никого и только в ванной чьи-то останки. На вопрос, какого хрена, Храз докладывает, что во время взрыва Штокхаузена отбросило в ванную с красным полимером. И, в общем-то, это его останки. И здесь, если кто-то вдруг из вас забыл частые намеки средней толщины на сомнительную правдивость Храза, то он вновь об этом вспомнит. Во-первых, мы точно видели, как Штокхаузен упал на пол, и к нему этот нейрополимер подполз сам. И ни в какую ванную тот не отлетал. То есть, как бы логично, что взрывом он был смертельно ранен. И чтобы сохранить его знания, его также ассимилировали, как и Молотова с Петровым. Но нам, тем не менее, нагло врут. Во-вторых, при прошлой потере сознания Храз говорил, что он отключился вместе с майором. А теперь он вдруг отчетливо видел, что произошло потом. Хотя это слабая зацепка, такое могло быть. В любом случае, перекачка данных из отрубленной башки если и сорвалась, то лишь на время. Сюжет подошел вплотную к финалу. И будет упущением перед концом не поговорить подробнее о таких важных аспектах игры, как графика, дизайн и атмосфера. В этот раз я решил объединить все эти три параметра в один раздел, так как долго описывать каждый не выйдет. Благо, они работают здесь сообща, и удается им это на славу. Графика. Я не мастак в янтих ваших графонах, я иногда ворчу, что устал от древних игр, выглядящих как древние игры. Тем не менее, я не настолько сомелье в сортах графона, чтобы отличить одну фильтрацию от другой. Но все же, пользуясь своими интуитивными ощущениями, я, например, описывал впечатление от Elden Ring или Demon's Souls Remake как великолепное. Я не могу с уверенностью говорить Next Gen, там не Next Gen, но, как по мне, очень даже Next Gen. Все выглядит и движется нереально круто. В то же время, недавно вышедший Hogwarts Legacy даже близко такого ощущения не вызывал. Неплохо, но не круто. Особенно для такого размаха и такой франшизы. Про Atomic Heart могу сказать так. Здесь тоже нет какого-то вау-эффекта, именно технической стороны игры. Все на весьма хорошем уровне, но это точно не бьет рекорды, елды или демонов. В то же время, это и не Hogwarts Legacy, это выше среднего. К тому же, у последнего беда с дизайном местности за пределами замка. А вот тут Atomic Heart не подкачал. Заканчиваем мысль о графике. По моим оценкам, деф-версия мало того, что сильно хуже оптимизирована, так еще и выглядит намного некрасивее. Части эффектов постобработки вроде как даже и нет вовсе. К тому же, на моем компудакторе, над которым я ежедневно читаю летание богу машине, деф-версия подтормаживала на высоких. Лицензия же без зазрения совести автоматом выставила все, ну почти все, на ультра, и тормозила только там, где есть пар. Гораздо более интересен дизайн. Если бы не он и сеттинг ретрофутуристического СССР, то, наверное, да даже не наверное, это была бы просто неплохая игра, без выдающихся фишек. Сейчас же мы имеем действительно в своем роде выдающуюся игру. Да, сей факт не делает ее автоматически идеальной, но тем не менее. Она благодаря этому в том числе и близка нам по духу. Это про нас в кой-то веке, а не про эльфов из Миндастана. И говоря об общем дизайне, он невероятно крут. И для меня это удивительно, ведь я не люблю советский стиль. Правда, как меня тошнит от американской ретро-стилистики, точно так же мне противна советская стилистика. Разве что в качестве руин в Сталкере, но там про другую игра. И да, это никак не связано с моим отношением к СССР, просто именно не нравится стилистика. Не нравится и все тут. А Атомик Хард удалось меня впечатлить. Во-первых, все выполнено очень умело. Во-вторых, ретро-футуризм тут сыграл безусловно свою роль. И роль весьма положительную. В отличие от обычного футуризма, здесь вот эта примесь ретро, именно что очень органично смотрится. А я-то думал, что круче, чем в Брессидже, уже никто не сделает. Ну, поди ж ты, сделали. В-третьих, я люблю разделять дизайн на микро и макро. Ни с одной из сторон здесь проблем нет. Ландшафты и фасады зданий великолепны, особенно челомей. В то же время здесь каждый угол чем-то наполнен. Коробки, ящики, стеллажи, трупы, в конце концов. Удивительно, но не только внутри, но и снаружи. Обычно такой проработкой внешнего мира игра-дела не заморачивается. А тут на тебе. Не скажу, что прям вот на каждом шагу фронтир наполнен чем-то, но игра к этому вплотную подошла. Хотя, конечно, размер открытого мира здесь совсем небольшой, коль на то пошло. И проработать его потому легче. Но, тем не менее, Хогвартс Легаси тоже не очень-то большой, но очень пустой. И потому обидно, что такой потенциал гробится. Ведь на этих просторах совершенно нечего делать. Для любителей цепляться к словам уточню. Делать всегда есть что. В конце концов, можно просто стоять и смотреть часами в одну точку. Это тоже подпадает под определение делать. Только вот в шарах они по пересеченке и обыске бункеров смысла будет примерно столько же. В последнем чуть больше, согласен. Но все равно. Из пулом моих дифирамб выпадает разве что в несюжетные полигоны. Вот на этот срам вообще смотреть больно. Хочется прикрыть лицо руками. Ладно, безусловно, графика вкупе с дизайном очень положительно влияют на атмосферу. Иногда ты даже попадаешь в какие-то деревенские домики, например, ближе к началу игры. И ты видишь те самые старые кровати, телевизор, иконы на стене. Ты будто к бабушке в гости зашел. Да, по ощущениям, конечно же, не одно и то же, но стремиться к этому. Ты действительно веришь в то место, в котором находишься. Часто в играх ты смотришь на какую-то фигню, там лысое пространство или еще что-то, и при неумелом обращении ты понимаешь, что ты внутри игры, и это условность. В Atomic Heart ты чаще всего осознаешь себя именно майором Нечаевым на территории предприятия 3826. И это отлично. Кроме того, в игре очень неплохая анимация, в основном в катсценах. В основном женская. Но все же, чем не плюс? От первого лица, впрочем, тоже полный порядок. Твари, роботы анимированы хорошо. Те же култыши это не обычные шатающиеся зомби, а скорее нечто среднее между летунами и зомби. Вовчики не неповоротливые терминаторы из одноименной франшизы. Они ловкие, как люди. Ну а что до близняшек, это близняшки. Владимир Владимирович. Это так сильно место действия игры влияет на восприятие. Это я вам как фанат Dark Souls говорю. Что, и это как в Dark Souls? И это, доктор. Может, вы мне какую-нибудь таблетку выпишите? Ну, я же уже выписывал вам пилюли и микстуру. Должно было сработать. Почему не сработало? Не имею ни малейшего понятия. Отдельно хотелось бы поговорить о музыке в игре. Несмотря на то, что я меломан, как правило, раздел о музыке у меня совсем короткий. Дело в том, что я не особо-то умею описывать аудиальные ощущения и впечатления. Да и сказать, как правило, можно не так уж много всего про это. В случае с Atomic Heart я бы тут подзадержался. Начну, пожалуй, с того, что, как и вся игра в целом, саундтрек у нее российский. Знаете, очень часто к саундтрекам в играх приписывают существующие уже композиции каких-то исполнителей. Опять же, я вернусь к своим баранам. Помните этот трек? Его ассоциируют с Dark Souls. Помните? А я не помню. Он мне не нравится, он отвратителен. И он не часть саундтрека к игре. Если бы он хотя бы по радио играл, как в Poets of the Fall в Алани Вейке, я бы понял, хоть и не принял. И это частое явление. И в Atomic Heart это даже еще больше гипертрофировано. Не надо путать песни, записанные для игры или купленные и ассоциированные с игрой, с музыкой, бессловесной, как правило, записанные для фона и нагнетания нужного настроения. Вот скачиваешь ты саундтрек Atomic Heart и что видишь? Сплошные песни. А где, например, тема Лимбо? Где предфинальная тема в момент подъема по лестнице к финальному боссу? Где то? О, где это? Да, это частое явление в играх. В официальном саундтреке нет чуть ли и половины треков, что есть в игре и часто лучшей половины. Зато вполне могут быть именно песни. Однако в Atomic Heart все немножко не как у людей, потому что именно песни тут являются на самом деле саундтреком. Это тоже не нового в индустрии, бывало и такое. Но явление это нечастое. Сразу игре дается фора, так как у меня даже к поезу The Fall отношение хуже, чем к близким по духу песням вроде Миллион Алых Рос или Котил Ясь Конюшину. Да, я говорил, что терпеть ее не могу. Я вам даже больше скажу, я и Миллион Алых Рос не любил никогда, а мерзкую бабку, которая это пела, считаю предательницей, которая не место в моей стране. Но, видите ли, все детство я слушал Пугачева, потому что только такие кассеты и были. И смотрел Ну погоди, где и песня Косарей, и Джуджаларим, и Трава у дома, и никуда ты от этого не денешься от этой вот ностальгии, хоть ты тресни. И знаете что? От нее не надо никуда деваться, она есть и хорошо. В этом сила. Но мало того, что песни знакомы и в той или иной степени любимы, они переделаны, как правило, в металл или индастриал стиле. Тут это считается боевой темой. К тому же, они, видимо, идеально подогнаны под обычный вариант песни. То есть, если ты начал бой в какой-то момент, именно в этот момент стиль песни меняется. То есть, нет резких переходов, нет перехода к началу боевого трека. Все очень плавно. Опять же, в играх это сегодня встречается повсеместно, но тут это сделано очень элегантно. Исключением является разве что трек «У любви, как у пташки крылья», что играет во время последнего рубежа в театре. Сначала проходит обычная версия, а потом хардкорная, измененная. И даже это сделано офигенно. Некоторые песни переписаны в ином стиле, не металл. Я не знаю, как правильно его обозначить. Я бы сказал, что-то похожее на клубную музыку. Это крутится на паре сюжетных полигонов. В частности, пришли девчонки стоят в сторонке и попал этот список. Кстати, что удивительно, я в одном из весьма вычурных треков на одном из внесюжетных полигонов узнал композицию «В траве сидел кузнечик». Это было немножко неожиданно, учитывая, что озвучало это в стиле чего-то похожего на дабстеп и клубную музыку одновременно. Офигеть. Но, как правило, на внесюжетных полигонах играет какая-то клубная иностранная музыка, что весьма странно. Всюду расставлены так, что буквально говорят нам «Это мы, разработчики, тут над вами игроками стебьемся». Так еще и музыка выбивается из общей кенвы. Тут четвертая стена буквально рассыпается в прах. Однако, к чести саунда должен сказать, что он настолько ненавязчивый, насколько это вообще возможно в комнате с головоломкой, которую ты, предположительно, будешь решать продолжительное время. Продолжая тему песен, многие из них были перепеты. То есть, это их современная переработка. Связано это с авторскими правами или с демаршами-предателей, я не знаю. Подозреваю, что скорее именно с правами. Что до количества и качества песен, тут все зависит от вкуса. Лично я так скажу. Под песню «Бабушки и старушки» я шип на машине робота и нечаянно протаранил толчок, а потом там застрял. А под «Соя» я горцевал на красном москвиче, как царь. Если вам это хоть о чем-нибудь говорит, то я рад. Если нет, ну сорян. Берите и слушайте. А что, кроме песен, саунда в игре нет совсем? Есть. Есть пара боевых треков и пара спокойных, что до боевых они мне в душу и память не запали. Но это не показатель. Они нормальны. А вот спокойный амбиент очень даже запал. Названные уже мелодии Лимбо и аллеи роботов очень даже. Правда, их пришлось выкорчевывать из игры руками. Ну, что ж поделать. Работа у меня такая. Но я был бы очень признателен, если бы в игре все же можно было бы затыкать висущие мегафоны с песнями методом их перманентного отстрела. Но многие из вас из числа неигравших уже должны были призадуматься. Ну, погоди. Ты же говорил, сейчас 1955 год. Какой цой, какая Пугачева. О, отличный вопрос. Но и это объяснили, при том, как изящно. Это так называемое радиобудущего. Мол, ученые настолько продвинулись, что, упрощая обильный поток технических терминов, научились улавливать радиоволны из возможного будущего. При том, раз, да и Терешкова отчетливо говорят, это не предсказание будущего и не машина времени. Это сверхточный математический квантовый просчет возможностей. Можно даже представить, что из параллельных вселенных, вроде нашей, если концепция мультивселенных есть в игре. Это нам пока неизвестно. В любом случае, относиться к этому серьезно у меня, в отличие от многих других аспектов игры, не получается. Это, скорее, стремление игры объяснить любую мелочь, чему я, напомню, только рад. Но если рассматривать эту особенность серьезно, то сразу возникает вопрос. Вот что, музыку, наверное, просчитать было намного сложнее, чем бунт на предприятии 3826 и гибель тысяч сограждан. В мире, где и так погибло чуть ли не половина цивилизаций. В таком мире именно музыкальные радиоволны стоит прогнозировать, а не перехват сообщений о предателе Петрове или вообще Захарове, который наверняка уготовит новый апокалипсис в старой Москве. Ну и самое главное, это, походу, так не работает. Вообще, перипетии времени и причинно-следственные петли в них сам Дахака ногу сломит, притом не свою, разумеется. И, тем не менее, логично предположить, исходя из имеющихся данных, что если в 55-м спрогнозировать, то есть фактически воспроизвести песню «Розовый фламинго», которая, допустим, будет написана лет только через 20, то кто и зачем ее напишет через 20 лет, если она уже есть? И плюс к тому, не всегда, но иногда музыка отдельных групп или исполнителей делает прорыв во всей индустрии. А прорыв — это творческий порыв. А как он может случиться, если какой-нибудь условный Майкл Джексон выйдет на 30 лет раньше положенного? И будет ли та самая музыка прорывом тогда? Дай нам в 90-х послушать нынешнюю музыку, у нас бы уши в трубочку свернулись. Между тем, не все так плохо, просто развитие сознания идет параллельно развитию искусства. Развитие и изменения, разумеется. Адаптация. Хотя, конечно, не все так гладко. Теоретически 55-й год нам было бы чем удивить. Впрочем, даже мои зрители, судя по их сообщениям, пришли к выводу, что это скорее уж песни из возможного будущего. Как бы из того, где вот тотчас же радио будущего отключили бы, что лично меня наводит снова на мысль о мультивселенной. То есть, прогнозируя музыку, случившуюся бы через 30 лет, мы уже живем в альтернативной реальности, где через те самые 30 лет та самая музыка, уже, конечно, не будет написана, а будет что-то иное. Притом, если не ошибаюсь, ограничение у радио будущего 30 лет. То есть, не получится спрогнозировать сразу всю музыку на все века мгновенно. Это разумное ограничение. То есть, разработчики знали, что делали. Поэтому они, вероятно, сами думали про мультивселенную. Что до суперпозиции, о которой нам затирает Терешкова, то тут все сложнее. Не вдаваясь в подробности, суперпозиции песни, когда она и написана, и не написана одновременно, как мне пояснили, заключается в том, что расчеты делают квантовый компьютер, способный обрабатывать одновременно все вероятности. Я не скажу, что все понял, материал тут не самый простой. И не скажу, что то, что я понял, закрывает логические косяки. Это скорее снова наводит на теорию мультивселенной. И, как обычно, на словосочетание «квантовый компьютер» я могу лишь фыркнуть. Если такой компьютер существует, то с кем и зачем мы тут воюем? Напомню, даже Скайнет не был квантовым компьютером. Данный вид компьютера, он принципиально иной и способен в теории на такое, что крыша улетает. И вообще, если то, что я помню, правда, то сама возможность работы квантового компьютера намекает на валидность теории множественности миров. Круг замкнулся, я заткнулся. Ну а зацените, как же они заморочились. Мое почтение. Выходим на финишную прямую. Как раз к тому моменту в первом своем прохождении я собрал релесатрон мечты. Ну то есть в конце игры. И был малость разочарован в нем. Еще немножко позащищал полигоны, открыв охоту за всяким говном. Но в итоге мне очень быстро стало скучно и я вернулся к сюжету. А по сюжету тут вот что. Стоило нам выйти из бункера, как раз не на шутку раскочегарился. И давай уж прям орать на нас, что мол, какой ты идиот, нужно уничтожить эти кольца, уж больно они многим нужны. А захотят отнять, отнимут и ничего мы им не сделаем. Вообще, для искусственного интеллекта слишком уж эмоциональный всплеск. Если прибавить к этому уже полученную информацию, то в принципе многое становится понятно. Игроку, но не Нечаеву. Он пока ничего не делает, но мысли в нужном направлении уже пошли. Плюс с нами на связь вышла Лариса, которая надоела бегать, и она наконец хочет открыть нам правду. Жигите по правде. Но это чуть позже. Раз в больнице не было полноценного босса, значит он должен появиться сейчас. И он появляется, эффектно распарывая брюхо киту. Это робот-роса. Знаете, этот колобок на ножках в моем списке худших, второй после плюща. Он, конечно, не встречается больше одного раза, слава богу. Это очень прыткий и живучий босс с какими-то уж совсем читерными атаками. Во-первых, от них не спасает даже прокачанный полностью полимерный щит, что уже очень странно. Во-вторых, они, атаки, очень быстрые и мощные. Эта тварь еще любит запирать тебя между своих щупалец и гонять, как Сидорову козу. И тут как никогда помогает Телекинез. Но вообще его нельзя повредить способностями, только шугануть. Разве что полимерная струя его чуть замедлит. Во-вторых, каждая его атака опрокидывает тебя. На манер ежихи роса любит кататься по арене и будут моменты, когда ты вообще на ноги подняться не сможешь. Да, его атаки интересны и сам босс тоже интересный, но, по-моему, его сделали чересчур шпрытким и стойким. И у него чересчур много хп. Я после двух смертей вспомнил, что есть же суперракетница, которая всех легко выносит. Вышел на него с ракетницей и знаете что, не так уж сильно она его повреждает. Плюс к тому, он время от времени впадает в ступор, становясь по идее открытым для атаки, а по факту неуязвимым. Поправлюсь, это было до патча. И куча моих ракет ушла в его неуязвимость. Еще у него есть отвратительные черта. Бой начинается с заставки. То есть, как и с ежихой, мы сперва будем наблюдать, как эта зараза выпрыгивает из трупа кита. Дважды эта дрянь убивала меня, когда ей оставалось совсем чуть-чуть. Однако, мне понадобилось всего четыре попытки на него, что по моим меркам даже как-то мало. Это, конечно, не Маленье и не Медир, но в целом это непростой босс. Хотя выглядит отпадно, особенно, когда из него красный полимер начинает лезть. Ну, прям порождение Амбреллы один в один. На втором прохождении, конечно, было проще, плюс бак с неуязвимостью поправили, но все равно босс заставил попотеть. В принципе, я не могу назвать его плохим объективно. Бак был, бак залечили. Толстый, да, но это последний босс. Да, я знаю, что вы сейчас скажете. Последний. Последний полноценный. После битвы Краснов взывает к разуму Нечаева, снова говоря про коннекторы и последний психанух выкидывает их от большого ума в реку. Вот это я понимаю, голова два уха. За следующим поворотом нас ожидает отряд из дров, но они не спешат открывать огонь. Сеченов по рации говорит, мол, все, молодец, сынок, ты свое дело сделал, мы ассимилировали чайник Петрова, отключили бесячий режим роботов, бисия завершена. Ну и тут по канонам злодеев-предателей нас, по идее, дровы должны расстрелять. Но нет, нам просто говорят, что мы молодцы, нам дают отпуск, все, возвращайся. И все же Нечаев решает послушать Ларису и проникает на маяк. Точнее, под маяк. Конечно, там тоже скрытая лаборатория, подводная. Во время спуска на лифте мы как никогда чувствуем атмосферу Биошока, лицезрея город под водой. Нечаев даже говорит, что это просто восторг, что является отсылкой на подводный город в Биошоке, он тоже назывался восторг. Внизу нас уже ждет Лариса, готовая рассказать нам что-то страшное. А страшным оказывается еще одна лаборатория Человейник, где по клеткам рассажены ноги и граждане СССР, которым, судя по поведению, давно пара в Аркхам. Это неудачные эксперименты по вживлению нейрополимера. То есть к тысячам умерших прибавьте еще тысячи выживших, но спятивших. Однако, даже этих шизанутых Лариса может контролировать через прибор мысль, что и демонстрирует, доставляя их прыгать. То есть по факту владелец Альфа-Коннектора сможет управлять вообще всеми людьми. И не толпой зомби, а обычными гражданами, ибо потерю рассудка удалось исключить в последних испытаниях по вживлению. То есть это будут самые обычные граждане. Притом с вечной лыбой на лице, ведь биохимически они счастливы, благодаря прибору мысль. Нам уже не намекают, нам прямым текстом говорят, что Сеченов решил поработить разом и всего СССР ни много ни мало. Не говоря уже о повальной вивисекции. Нечаев охреневает который, правда, запечатан. Как раз в этот момент случаются две вещи. Во-первых, майора начинает глючить наяву. Лариса быстро узнает симптомы, это переход в лимбо. Вот эти вот психи сейчас находятся в нем. Вымышленный мир, где все счастливы. Только вот переходу в лимбо сопротивляться невозможно, а у нас это почему-то получается. Второе, начинает говорить храз и быстро отключается. Лариса и тут все поняла быстро. Паролем двери оказалась Муся, имя кошки, храза. Да, как выяснилось, храз это аббревиатура не от хранителя знаний, а от Харитона Захарова. Того самого профессора Захарова, который упал в красный полимер и погиб, работая с Сеченовым. Загадочная смерть, о которой говорится в игре. И то, что у нас в перчатке, это никакой не искусственный интеллект, а самый настоящий живой человек, хоть и преобразованный в полимер. Ну а после попадания в архив открывается очень и очень много интересного. Настолько много, что ты понимаешь, да, игре таки удалось меня наобмануть. Тут буквально все замазаны по самой помидорой. Именно здесь можно многое узнать и про Сеченова, и про Захарова, и про их эксперименты. Но о героях больше волнует сам Нечаев. Мы находим пленку, на которой сказано, что оказывается, майор Нечаев состоял в сверхсекретном отряде Аргентум под кодовой кличкой Плутоний. Он был не самым выдающимся, но удивительно вселял боевой дух у даже самых угрюмых сослуживцев. Однажды отряд был послан в Болгарию, где угодил в засаду террористов. Нечаев получил критические повреждения, и его буквально пришлось пересобирать заново. Как минимум руки, ноги у него не свои, а механические, но руки-то это полбеды. Пострадал мозг, и пострадал очень серьезно. Психика и разум пошатнулись, и Сеченов, которому доставили майора в разобранном буквально состоянии, вынужден был стереть некоторые воспоминания. В частности, как оказалось, Нечаев был женат, и жена также состояла в отряде Аргентум под кодовым именем Блесна. И она тоже была атакована. А именно, их взорвали. Только вот жену спасти не удалось, потому Сеченов стер воспоминания о ней, чтобы не травмировать психику агента. Также он стер все воспоминания об отряде Аргентум, а тому запретил любые упоминания о нем в присутствии Нечаева, особенно упоминания слова Блесна. Кодовое имя майора было изменено с Плутония на П-3, которое мы слышим время от времени на протяжении игры. Удивительно, но расхожее выражение ебучей пироги, ставшей визитной карточкой персонажа, тоже не его родное. При нейропрограммировании кто-то из хирургов нечаянно так выразился, как часть себя, и с тех пор так и говорит. Даже тут игра решила объясниться в мелочах. Теперь понятно, почему в начале игры нам не удалось вживить в себя прибор-мысль. Он конфликтует с другим имплантом-восход внутри нас. Проблема в том, что кто-то на тот имплант, и игра всячески намекает, кто именно, посылает сигналы для перехода в Лимбо. И, как вы поняли, это наши галюны. А точнее, это не совсем Лимбо. Это немного не то место, где находятся другие граждане с нейрополимером. Наше поврежденное сознание пытается защититься, как умеет. И потому вместо Лимбо строит вокруг нас такой гротескный мир, состоящий из разных элементов реальности, которые мы когда-либо видели. А в это время наше тело переходит под полный контроль импланта. А имплант, понятно, под чей. То есть тут подтверждают, группу Молотова вместе с Молотовым положили именно мы, пока блуждали на задворках собственного сознания. А голос про разум, запертый изнутри, это воспоминание о жене. Тут просыпается Храс и громко ругается с Нечаевой, мол, да, я соврал, а ты чего еще ожидал-то? Я аж не знал, можно ли тебе доверять или нет. И вообще, вот ты знаешь, что жену твою, Екатерину, кстати, отличное имя, заметьте, спасти не удалось, но остатки ее сознания были сохранены. И угадай, в ком никогда не догадаешься, Сереж, в близняшках-балеринах. Охраневающий от происходящего Нечаев соглашается с Захаровым, который их раз, напомню, что, мол, они сдружились уже как боевые братья и заодно решает помочь Ларисе, разыграв сценку лифт, как на нас снова накатывает, и мы погружаемся в Лимбо. Ну, точнее, в то, что должно быть Лимбо, вы уже поняли. Это самый короткий из Лимбо уровней, где мы натурально ползаем внутри прямой кишки. Это даже сейчас не моя глупая шутка, это реальность. А потом, словно понятно что, вываливаемся уже на открытое пространство. Тут снова показывают, как Сеченов презирает СССР и Пиндостан вообще всех, ибо все они лишь стопорят развитие ее величества науки и человечества в целом. Правда, вот сами люди тут тоже лишние, но так это детали. Майор просыпается где-то в прибежище бабы Зины. Там, мол, говорит, что от Ларисы ты кусочка не оставил, после чего майор сильно переживает. Понятное дело, его руками убивают людей против его же воли. Но бабка не дает унывать, ведь она не просто бабка, это наша теща. Теща моя, ласковая, теща моя, заботливая. Да, Екатерина Нечаева это наша жена, а Зинаида Муравьева баба Зина, наша теща. В разговор вступает их рас, которая, как оказалось, и ее тоже давно знает, но ото всех конспирируется. И оба они с бабой Зиной предлагают нам убить Сеченова, ведь это он главный злодей. И, о боже мой, игра дает нам выбор. Да выбор не обычный, а очевидный. Даже не блиставший всю игру обширной логикой Нечаев комментирует это так, что, мол, я должен поверить на слово манипуляторам о том, что Сеченов плохой. Господи, да! Всю игру нас буквально мордой тыкают в мысль о том, что Академик Сеченов не тот, кем кажется, что он плохой, лицо не моет, зубы не чистит. Но в то же время для самых внимательных игра аккуратно дает подсказки и о том, кто сопровождает нас все это время. Ох, рази! В принципе, если игрок не проскакал на копчике архив, то в имеющихся там данных есть почти все, чтобы сделать правильный вывод. Кстати, это к делу не относится, но там есть информация и о реальном искусственном интеллекте, вполне развитом. В частности, там на человеке тестируют, какой из двух женских голосов принадлежит роботу. А в итоге оказывается, что оба принадлежат роботу и даже голос тестировщика это тоже робот, в принципе. Восстание машин явно не за горами. Так вот, мы найдем информацию о том, что Захаров и Петров очень даже активно работали вместе над прибором мысль и нейроконнекторами. И над самим полимером тоже. И в таинственной гибели Захарова нет ничего таинственного. Он добровольно совершил переход, ведь он считал, что человек это вовсе не венец эволюции, если вкратце. Полимер не может убить, и он не убил. Захарова не трансформировали насильно, он сам на это пошел, добровольно. И Сеченов участвовал в этом, они были заодно. Тот не просто так дал перчатку с хразом Нечаеву, а намеренно, чтобы Захаров мог следить и контролировать действия майора. Но и до архива игра подкидывала нам мелочи. То Захаров скажет, что это моя идея, то начнет орать на нас за то, что мы не уничтожили нейроконнекторы. И хотя видно, что и на том, и на другом клейма ставить негде, все указывает именно на то, что Захаров нам совсем не друг. И потому самый логичный выбор послать всех на три буквы. Мы же не палач, не судья в конце концов. Но вы же не забыли, что мы играем не за самого сообразительного человека. Эта концовка не каноничная, и более того, ее даже не пытались проработать. Сразу нам говорят, что Сечен нам все же запустил в ход прибор мысль, и вроде как все хорошо, а Нечаев куда-то уехал на курорт. А, и Сопляхрас куда-то уполз. Конец. Серьезно? Конец? Они же даже не постарались. Другое дело, если выбрать более релеплейную концовку, где майор соглашается убить Сеченова. Тогда игроку дают по тросу спуститься на Челомей, и будут две битвы с боссом. Сперва с одной из близняшек. Вообще, несмотря на ее гибкость, прыткость и красоту, и изящество... Нет, не подумайте, босс крутой. Но с тем арсеналом, что уже есть у Нечаева, Катьку можно затоптать, даже не заметив этого. Впрочем, это не значит, что она не окажет сопротивления. После же нам, наконец, раскроют суть названия игры. Проект Атомное Сердце это ни много ни мало захват всего мира и подавление капитализма. Захват как США, так и Европы и Восточной Азии. В общем-то, заключался план как раз создания гражданских роботов со скрытым боевым режимом. А когда эти киборги заполадили всю планету, в СССР такие, значит, сожмут кнопочку, и безобидные роботы захватывают все стратегические военные объекты с минимальной кровью, а если придется, то и с максимальной. Тут же полно стендов, где потенциал безобидных вовчиков и лесорубов представлен в людях в час. Один отлично ломает кости, как выяснилось, другой может выдавить из человека 5 литров крови за 10 секунд, третий лопастями намолит целую площадь за 5 минут. По идее, это должно бы стать для нас еще одним шоком, наверное. Но это то, что мы лицезреем всю игру. Музыка, кстати, здесь классная. Ну и в финале, конечно же, сражение с двумя близняшками сразу. Но сначала катсцена, в которой обвинения Нечаева в сторону Сеченова звучат как-то даже жиденько. Зато обвинения последнего в сторону Захарова, который использовал нас в своих целях, очень даже логично и весомо. В частности, именно Храс отправлял нас в Лимбу, и фактически Ларису убил он. К слову, я уверен почему-то, что Лариса выжила. Тело мы не видели, а слова тещи, это так себе подтверждение, она могла увидеть тело и другого человека. Думаю, Лариса еще вернется. В общем, Сеченову ничего не остается, кроме как натравить на нас близняшек. И начинается бой. Начинается он с QTE, и нахер он тут нужен, я не понимаю. Стоит тебе не успеть, тебя тут же убивают. Может, это, конечно, я невнимательный, но на обоих прохождениях, прежде чем начать бой, просто начать бой, я был раз 5-6, проткнут каблуком. Насмерть, разумеется. А потом, да, потом бой. И я ничего плохого про босса сказать не могу, он интересный. Но совсем несложный, как и предыдущий, проходит с первого раза. Ведь ты прокачан и вооружен, а зато без напряга и с интересом, что тоже неплохо. Куда важнее то, что во время боя мы слышим голоса жены. Видимо, близняшки тоже подключены к такому же нейроконнектору и имеют доступ в Лимбо. Пока оба, Сеченов и Захаров, орут, что это он злодей, жена говорит, что тебя обманывают все. И знаете, вот ей как-то веришь больше. Но роботы повержены и... И, собственно, Храс являет свою натуру. Он оглушает майора со словами «Заткнись, сучка, я тот главный!», захватывает альфа-коннектор и ломает шею Сеченову. Все это под рассказ о том, что человечество изжило свой срок, век людей окончен, пришло время орков. Притом на столе появляется пушистик из Лимбо, который, возможно, имел в качестве прообраза ту самую Мусю, кошку Захарова, и который, что более важно, является следящим аватаром Захарова в Лимбо. То есть, фактически, через это существо Храс следил за нами внутри наших видений. Но как же тогда эта кошка появилась здесь, в реальном мире? Ну, возможно, ее воссоздал сам Захаров. Возможно, мы с Захаровым видим ее потому, что оба подключены к Лимбо, а майор сейчас частично туда проваливается. Сам же Захаров имеет туда беспроводной доступ в любой момент. Хрен его знает. Короче, возможно, в DLC это раскроют поподробнее. Вообще, тема с Лимбо стоит того, чтобы за нее взялись более плотно. Поглядим, короче. Так или иначе, теперь мы ему не нужны. Он преобразовался, захватил контроль над, по сути, всеми роботами, ассимилировал тело Сеченова, а нас, таких вот скучных, ненужных, оставил умирать. Мы же вновь проваливаемся в Лимбо, и на фоне обручальных колец видим одну из близняшек, аватару нашей жены Екатерины. И на этом игра заканчивается. Кстати, это не просто обручальные кольца. Это те самые, как я понял, нейроконнекторы. Их Петров хотел использовать в качестве подарка Ларисе, но та его бросила. Но разработаны они были, судя по всему, не для близняшек или иных роботов, а для нас, с женой. Сеченов сделал нам такой подарок, доверив управление роботами двум оперативникам спецотряда Аргентум. Потому они и выглядят как обручальные кольца, одно из которых чуть больше другого, ибо Нечаев и сам габаритнее. Точнее, предполагалось, что так будет. Но все пошло немножко не по плану. И это конец игры. Анонсированные DLC, которое прочится уже на этот август, а именно на второй вроде как число, должно продолжить именно эту сюжетную линию. Но это уже совсем другая история. А теперь, когда все сюжетные повороты и перипетии раскрыты, персонаж известный и история рассказана, время заострить свое внимание на нарративе всего происходящего и на персонажах игры. Именно таким образом мы найдем ответ на вопрос, есть ли в этой игре русофобия и антисоветчина. И начнем именно с нарратива. Давайте посмотрим, как и что в сюжете показано. Так, давайте шуточку для разогрева. В игре нет ни одного гея и черного. Ю-ху, как говорится. Что, в наше время это уже достижение. Ну правда. Ладно, давайте взглянем на кое-что вам посерьезнее. На политический строй альтернативного СССР. От некоторых слышал почему-то про некий коммунизм. Анекдот есть такой. Официант, в моем супе муха плавает. Не в моем, а в нашем, товарищ. Сразу скажу, я здесь не сомелье и не сильно отличаю одно от другого. Но моих знаний хватит, чтобы сказать, что в игре точно не коммунизм. Оно и понятно, его и в реальном СССР не было. Было только стремление. Был социализм. И, наверное, в Атоме Харт тоже социализм. А вот хороший вопрос. Я не буду рассматривать это по признакам. Скажу лишь, что время от времени, в основном от мертвецов, звучат интересные мысли на тему «Капитализм подкрался откуда не ждали». В частности, тот самый социальный рейтинг. Именно он открыл дорогу к получению прибора мысль нужного цвета с дополнительными функциями. Казалось бы, все бесплатно и все равны, но даже среди действительно равного рабочего людо кто-то да окажется чуточку ровнее. С большими привилегиями. К примеру, мертвая официантка потому и погибла, что вышла на работу сверхурочно. Ей лишь чуть-чуть недоставало соцрейтинга для особого прибора. Притом, она зла на нас, так как нам по званию положено сразу все лучшее. Еще одна официантка намекает на то, что счастье для всех индивидуальное, а тот СССР, что есть в Atomic Heart, пытается сделать полную уравниловку со своими понятиями о счастье и несчастье. То есть мы видим, что денежные средства заменили на соцрейтинг и ничего в общем-то не поменялось. И за бесплатную вещицу люди начали работать больше, чем до этого. Так уж мы устроены. И я сильно сомневаюсь, что этот соцрейтинг изобретение последних лет наравне с самим прибором мысль. Как ни крутись, человек так устроен. Он всегда будет желать большего, чем у него есть. Ему всегда будет недостаточно. Всегда будет мало. Всегда будут те, кто рвутся наверх, иногда по головам других. Больше, лучше, важнее. Но как итог, какой же ты нафиг коммунизм? Да и на чистый социализм тоже не похоже. На капитализм, правда, тоже слишком уж мало данных о мире внутри игры. Ну, либо я плохо искал. Однако премись капитализма здесь ясно видна. Что поделать? Сталина на нас нет. Кстати, да. Уже в начале игры меня удивило то, что фактически олицетворение СССР Иосиф Сталин не упоминается вовсе. Позже его все-таки упоминали, так знаете ли, чуть-чуть, именно что несколько раз за всю игру. Это ж как в Звездных войнах, ни разу не упомянуть про космос. Как бы мы к нему не относились, это объективный факт. Он важнейшая персона в истории этого государственного образования. А здесь ни одного даже памятника нет. Ленину, что характерно, есть. Ну да, можно сказать, что в этом альтернативном СССР Сталин сыграл не такую большую роль. Все же война окончилась в 42-м за три года, а не за пять. Разве? Меньшую роль. Сталин не просто выиграл войну, он еще подготовил наших предков к ней. То есть в Atomic Heart Сталина, важнейшую фигуру той исторической эпохи, либо не взвели до какого-то не очень важного человека, либо просто стесняются упоминать. А это уже очень плохой звоночек. Очень плохой. И давайте дополним эту картину, посмотрев внимательнее на персонажа игры. По возможности, объективно. Начнем с майора Сергея Нечаева, нашего протагониста. О его бравом прошлом мы узнаем в конце, как и о секрете ебучих пирогов. Но это лишь одна фраза. Кого мы видим перед собой? Не самого умного, не самого рассудительного, не сильно-то любящего размышлять над высокими материями твердолобого дуболома-матершинника. Кое-что можно списать на его травму, но не все же подряд. Характер-то его остался тем же, что и был до взрыва. И характер этот? Это, скажем так, не то, стремится во времена СССР. Более того, напомню, по манере говорить и манере общения с людьми и нелюдьми в целом, он больше напоминает зумерка. То есть такую быдловатую молодежь, современную молодежь, воспитанную иллюзией безнаказанности в интернете. Захотите ли вы быть похожим на такого персонажа? Захотите себя ассоциировать с ним? Ну, ответ за вами, разумеется. Будет интересно послушать ваше мнение. Мое мнение? Нет, я не хочу. Наоборот, этот персонаж будет восприниматься со снисхождением. Мол, ну что с него взять? Такой вот он, дурачок. Услышав его гнилой базар впервые, я сам себе сказал, а можно я лучше за перчатку буду играть? Это весьма странный художественный прием. Обычно в играх протагонистов стараются делать такими, чтобы игроки именно ассоциировали себя с ними. А тут же Нечаев будто бы сделан для той самой вечно кекающей, лалирующей, рофляющей над всем подряд молодежи от 15 до 35 лет. Это странный выбор, как по мне. В таких ситуациях лучшего уж безликая нежить, чем вот это вот. С точки зрения сюжета, ну, про него я уже сказал. Нечаев до последнего не желал признавать очевидное. Им манипулируют все подряд. Да, работа такая, выполнять приказы, не задавать вопросов, но в таком случае раздели ответственность за все потерянные жизни. Нет? Ну ладно. Возможно, в изначальной концепции игры вам планировалось другим. Нечаев фактически полимерный робот. Он буквально как Энакин Скайуокер после Мустафара. Большая часть тела заменена. Плюс майор уже как полимерный пылесос. Набирает полимеры и сам себя модифицирует. Не исключено, что атомное сердце могло бы быть именно что сердцем Нечаева. Оно было на изначальном логотипе игры. Тогда бы герой являлся тем самым роботом, неотличимым от живого. А точнее, киборгом, о наличии которых на минимум трижды за игру намекали. И слова того мертвого ученого о том, что Нечаев сам давно мертв, имели бы смысл. Но это так. Ответвление из разряда «если бы да кабы». Такой вот странный протагонист. Я не просто так разбираю персонажей. Тот СССР, что нарисовали в Atomic Heart, во многом строится на них. На их стремлениях, их целях. И вот еще один персонаж, ученый Дмитрий Сеченов, наш босс. Что же говорит нам игра? Он по-отечески относится к Нечаеву, и это подкупает. Он совершил прорыв, приведший СССР к мировому господству. Он изобрел вместе с Захаровым вакцину от коричневой чумы. Это, безусловно, почетно. А еще он придумал и разработал план «Атомное сердце». Как говорится, задолго до. Его сперва не приняли, а потом, как приняли, в 50-х. То есть задумка захватить мир была у него давно. В жертвах на предприятии 3826 он виноват не меньше Петрова. Только, похоже, ему плевать на все жертвы и на возможные жертвы в будущем. На СССР ему также плевать. Плевать на Штаты, на капитализм, на коммунизм. Он все это считает оковами человечества. Нужно двигать науку вперед, и ничто не должно мешать. И если для движения науки необходимо, ну, например, там, уничтожить несколько государств или, скажем, заморить болезненной смертью несколько тысяч граждан собственной страны, забивая морги до отказа, то че уж там, рейд науки же. Воображение, движение вперед, неведомый, да ой, как звали этого человека? Неважно, наука, движение вперед. Приятная ли эта личность? Да он говна кусок. Да, заслуженный, но говна кусок. Притом, не какой-то хрен с горы, он министр промышленности СССР. И это, заметьте, персонаж с наиболее благородными побуждениями во всей игре, не считая Нечаева. И Ларису, она вообще никто и ни о чем. Есть же еще профессор Захаров, он же Храз. Работал с Сеченовым и радовал народ открытиями. Тем временем, все больше считал людей переходным этапом между обезьяной и более высокой материи. Добровольно пошел на превращение в полимерную соплю, сговорившись с Сеченовым. Но, став Хразом, видимо, окончательно поехал кукухой. Или не поехал, возможно, он таким был изначально, просто утвердился в своих мыслях. Врет нам напропалую по поводу всего, что только можно. Этого не знаю, того не знаю, про это не слышал, эти вот хорошие, эти вот плохие. По факту, предал Сеченова и в прямом смысле переиграл и уничтожил. Вся его деятельность в итоге направлена на геноцид человечества как такового. Взглянем также на Егора Молотова. Он председатель Совета Министров СССР и по факту такая же гнида, как и двое предыдущих. Ведет подковерную борьбу с Сеченовым, желая отнять его проект Коллектив 2.0, а заодно и Атомное Сердце. В одобрении последнего он, к слову, играл самую прямую роль, то есть он также грезит желанием мирового господства. Итог, скелет в ванной, но зато сколько пафоса. Обезличенные главари Советского Союза фактически ничем от Молотова не отличаются. Захватим весь мир! И они не могли не знать про Вивисекцию. Знали они, просто им плевать. Цель для них оправдывает средства. И это только верхушка. Давайте посмотрим на второстепенных персонажей. Штокхаузен. Трус и приспособленец, который нашел себя в выполнении приказов Сеченова. Персонаж, скорее, комичный, долго о нем рассказывать смысла не вижу. Виктор Петров. Тоже гениальный гений, только малость кукухой поехал. Притом задолго до. Несмотря на то, что участвовал в развитии сети коллектив, то есть как бы помогал советскому народу, он гнида еще та. Характер такой, что матрешка мне в задницу. По всей игре это демонстрируется не единожды. Но однажды в нем заграла совесть, когда он увидел, для чего может использоваться сеть коллектив и роботы. И что он сделал? Устроил сбой, начав кровавое побоище. То есть заграла в нем не совесть, а что? А возможно зависть. Он говорит Сеченову, с чего бы взяли, что именно вы избранные, то есть что управлять человечеством должны именно вы. То есть сам факт управления его не смущает. Он вопит о том, что роботы будут убивать людей, но вопил бы он, если бы главой коллектива стал он сам. Да едва ли. Ведь он же устроил тот сбой и даже ухом не повел, а между тем погибло огромное количество граждан СССР. А потом он и вовсе поехал кукухой, после чего стал более мерзким, обнажив свои фетиши, похабные настолько, что даже я всю игру икал от изумления. Его девушка Лариса. Оставим внешность. Ладно. Лариса, все такая невинная. Она же не знала, что побоище будет повсюду, а не в отдельно взятом месте. Притом, как можно было не заметить устланные телами дороги, путешествия между полигонами мне не ясно. Но даже если так, она согласилась пожертвовать пусть даже несколькими сотнями сограждан, ради чего? Ну вот хорошо, не будет Нечаева, пришел бы другой агент. Окей, давайте поиграем в дурачка и представим, что никто бы не пришел. Ну вот не было у одного из самых влиятельных людей планеты личных солдат. Пришел бы Молотов, Хренолотов и что? Проект Атомное Сердце это их задумка. Всяким Ларисам просто заткнули бы рты и им повезло бы, если бы их вообще оставили в живых. Убитых уже не вернуть. Чего ты добилась-то, дура тупая? Сейчас же она лопохит что-то в стиле «Я не знала». Повторюсь, я не верю в ее гибель. Расправа осталась за кадром, Баба Зина могла ошибиться. Буду рад увидеть развитие ее характера. Правда, хоть она мне и неприятна. Но вы, наверное, заметили, что мне никто не приятен как личность в этой игре. Кстати, Баба Зина. Мало того, что матерящаяся старая бабка вызывает не здоровую ухмылку, а скорее насмешку. Были такие смешные якобы ролики из нашего ебанутого детства, когда в формате 3GP на старых мобилках или в раннем ютубе ходили вот эти ролики про матерящихся бабок. Это и тогда было мерзко, а сейчас и подавно. Как и в случае с Нечаевым, разработчики, видимо, забыли, что мат хорош лишь к месту или к образу. Вспомните Шуру Каретного, у которого мат превращен в искусство. Вспомните Талера из Ведьмака, а там то же самое. Кстати, обоих озвучивал Александр Пожаров. Долгих лет ему жизни. А тут мы видим скорее то, что можем увидеть в комментариях у какого-нибудь тупого блогера, вроде меня. Но мат-то полбеды. Где же пришедшая с годами мудрость Зинаиды Муравьевой? Или что, годы пришли одни, зная, что Нечаева и ее зятя спасли, буквально по кускам собрали и сделал это Сеченов, она недовольна. Мол, он выполняет его приказы. То есть, а что, раньше так не было, что ли? Атряд Аргентум был под управлением Сеченова, лично. А сейчас Нечаев, даже зная он, что происходит, должен быть, по идее, максимально предан Сеченову, просто потому, что тот фактически вернул его с того света. Узнав, что в теории и ее дочь могла как-то спастись в финале, она настаивает на убийстве Сеченова. То есть, сокращая нули, Сеченов спас ее зятя, Сеченов, возможно, спас ее дочь, нужно убить Сеченова. Извините, а вот лично ей он что сделал? Он не убивал Екатерину, он попытался ее спасти. Она погибла при исполнении от атаки террористов. Может быть, лучше террористов будем ненавидеть? Нет, не вариант. Все это выглядит абсурдно и наигранно. Умея взламывать закрытые правительственные каналы, она не сумела взломать канал Нечаева, за которым неустанно следит, и услышать, как некий храс, непонятный голос, которого она узнает, ведь она знала Харитона Захарова, теперь давайте, наконец, подведем под всем этим черту и посмотрим, что же тут с русофобией и антисоветчиной. Понимаете, человек так устроен, что при желании из личной выгоды оправдает все, что угодно, и любой факт повернет в нужную ему сторону. Это называется субъективной оценкой. Попытка же просто описать эти факты и оценить их не в личностной, а в общественной парадигме хорошо-плохо. Это как раз оценка объективная. И давайте же взглянем, что конкретно говорит нам игра про то, какие мы. И начнем мы с компании Мунтфиш, разработчика игры. Это компания, состоящая из россиян, вся такая российская, вся такая наша, близкая нам по духу. Но после вторжения России на Украину, как утверждает неполживая педевики, Мунтфиши почему-то перестали упоминать причастность российской студии к созданию игры. И стали позиционировать себя как какую-то кипрускую компанию с международным составом разработчиков из таких стран, как Пшекляндия, Польша, Бандерштадт, Украина, Шварценеггерлэнд, Австрия, Сакартвелло, Грузия, Гещефтляндия, Израиль, а еще Армения, Сербия, Кипра. Ох, как оскорбилы сейчас представители этих стран, да? Этой безобидной шуткой. Я ж нарушил главное правило, срать-то можно только на Россию. В одном же случае жопы начинают от негодования гореть так, что можно новую эру огня начинать. Особенно меня радуют списки стран Украина. У нас как бы война идет, наши сограждане гибнут, постоянно осуществляют террористические атаки по мирным жителям, вон не так давно убили родители девочки и потом глумились над этим долго. Мунтвиш, у вас там с башкой вообще все нормально? И да, кажется в этом списке стран кого-то не хватает, кого же? Помогите Даше найти ответ. Вот так одним махом пророссийская якобы компания, делающая пророссийскую якобы игру, открестилась от России. Петух трежды еще не пропел, а уже все, пиздец. Можно сказать, ну возможно она это сделала, чтобы на нее не давили издатели. Возможно, возможно вообще все что угодно, но у меня к вам квест, че, мы тут в бирюльке играем в попытке понравиться этим сраным лицемером, который нас ненавидит в любом случае и при любом раскладе. Или создаем свой уникальный продукт. Не, а че ты хочешь, у нас же капитализмом как-то нужно зарабатывать, а там большой рынок. Согласен. И в рамках желания больше заработать, компания Мунтвиш отреклась от нас. Как вам такой вывод? И это не мои додумки, это именно объективная реальность. Еще немножко реальности вам за пазуху. После выхода игры вышла также одноименная книжица, описывающая историю мира. Мне рекомендовали с ней тоже знакомиться, но знаете, я наверное приберегу ее для разбора DLC, если конечно это не случится уже в этом ролике, я пока еще не знаю. Потому что стоило мне открыть ее, как на меня хлынул поток антисоветских фекалий. К примеру, по ней именно Сеченов и изобрел и применил коричневую чуму в Германии в ответ на то, что те построили атомную бомбу, что выкосило несколько сотен миллионов человек. То есть мало того, что злёй эсэсэсэр решиль поработить весь мир, нам еще вдогонку добрасывают, что он заодно полмира еще и убил. Рядом и кайт Солженицин с его сотнями миллионов, съеденных лично Сталином. И эта книга это официальное детище компании Мунтфиш в том числе. Это тоже объективная реальность. И теперь давайте посмотрим, что же говорит нам сама игра. СССР это страдающий имперскими амбициями человеконенавистнический строй, грезящий захватить весь мир. И если брать во внимание книгу, а не только игру, еще и не брезгующий выкосить несколько сотен миллионов людей и не почесаться даже. О, казалось, только вчера в Call of Duty 19-го года нам приписывали чужие преступления и поражения. И вот опять. Это ж мы, а не США, сбрасывали ядерные бомбы на мирные города. Ну ты, Иван, дурак, там же была военная база, значит городок может считаться военным. Точно. Только почему-то сегодня эта отмазка не канает, даже если бомбить именно те самые базы, а не города. Если вы понимаете, о чем я. Это ж именно мы, а не нацистская Германия, ставила бесчеловечные опыты, уничтожая миллионами гражданских, чтобы продвинуть свою науку и медицину. Зато теперь в Германии такие крутые клиники не то, что в вашей сраной рашке. На наших с вами костях и крови, да. И не нацистская Германия в конце-ш концов грезила разработкой некой вундерваффе, которая положит конец советам. И не Аненербе с их поиском всего подряд от Шамбала до Ктулху. Это ведь мы тоже наши проделки. И сегодня Мунфиши нам говорят, да, такой вот был ваш Чичичипи, кровавый совок, неведомый кро. Государство террорист, государство убийца. С одной стороны захватывает все вокруг, убирает с пути всех несогласных. Вот они, ваши великие умы, уроды, человеконенавистники, и вы им поклоняетесь, и с песнями идете на заклание. А кто не с песнями, того подбилы рученьки. И правительству вашему на это плевать, потому что они тоже человеконенавистники, а ваши герои нелепые матершинники, неумные, наивные, поехавшие извращенцы. А Сталин ваш вообще никто и звать его никак. Вот что есть СССР в игре Atomic Heart. И давайте, расскажите мне, что это не так. Я бы рад ошибиться, но это то, что преподносит нам игра. Такие дела, кумрады. Однако я пойму, если многие из вас уже покрутили пальцем у виска и сказали, что я преувеличиваю. Ну, если наплевательски подходить к подобному символизму, то можно и в Call of Duty 19-го года играть с наслаждением. Это всего лишь игра. А Майнкамп все еще всего лишь книга. И вряд ли кто-то из вас захочет играть в игру, где ваших лично родителей будут оскорблять и говорить, какие они выродки. Даже несмотря на то, что это всего лишь игра. Atomic Heart же, пусть не с такой силой, как другие помощные игры про злих-рюзских, но частично примерно это и делает. Ведь каким бы ни был Советский Союз и жившие в нем люди, это наши с вами предки, наши дедушки и наши бабушки. И они все герои. Неважно, на передовой или в тылу они герои. Однако не все так плохо. Есть и обратная сторона. В защиту Atomic Heart могу сказать, что подобный ход со злым руководством и тайным сговором в высших кругах ни щадящих ни своих, ни чужих граждан это уже заезженное клише, которое кому только не применялось в западных играх, включая самим к себе. Если не ошибаюсь, в тех же Call of Duty такое встречается. Вообще, это очень много где встречается. И я могу допустить мысль, что Монфиши вовсе не хотели задвигать антисоветчину. И как ее итог русофобию. Потому что как бы со скептицизмом я не относился к личности Дмитрия Пучкова, но тут он прав. Антисоветчик всегда в конечном итоге русофоб. Может быть, они хотели просто сделать очередной шаблонный сценарий с нешаблонными ходами. Я могу это допустить. Ну а знаете, что мне мешает? Да, мои внимательные друзья, Димарш самой Монфиш. Отречение от нас с вами. Не, мы не русские, мы австрийцы, мы блять марсиане, кто угодно, мы только не русские. Не бейте нас, покупайте наши игры. Если бы не этот момент, я бы закрыл глаза даже на книжку, по которой вроде как игру и сделали, если не ошибаюсь. В конце концов, кто знает, может дальше игра отойдет от антисоветских лекал и покажет нам не козью морду, а человеческое лицо. Вот, что лично меня напрягает. Мы с вами можем интерпретировать внутриигровую историю как захотим, трактуя свою пользу. Но каковы шансы на то, что те, кто так легко показали нам фигу, не имели в виду ничего плохого? Увы, мы живем во времена, когда предатели повылазили отовсюду из самых неожиданных отверстий. И я бы хотел ошибиться, но некоторые обстоятельства указывают на то, что Мунфиши одни из таких. Но окончательный вердикт выносить рано. Что до игры, так есть ли в ней антисоветчина? Да, есть, но она очень умело задрепирована. Она не плавает на поверхности, ее не рассказывают карикатурно, как про миллионы съеденных детей, про полстраны сидела, полстраны охраняла, или как про воровство унитазов асфальта. Нет, она как лор Дарксоус лежит в себе и ждет, когда кто-нибудь обратит на него внимание. В аналогичных сюжетах западных игр, даже в более гнусном Беке, присутствуют протагонисты или герои второго плана, которые уравновешивают эту грязь своей храбростью, рассудительностью, милосердием, человеколюбием. А здесь? Здесь кто-то проявил что-то из названного? Не на показ, разумеется. Ведь по факту в игре нет положительных персонажей. Вообще нет. В лучшем случае сомнительно нейтральные. Да лучше б я за того Рафика водителя поезда играл. Это что ли та самая серая мораль? Скорее уж коричневая. Не такого я ждал от первой за долгие годы российской игры. Спасибо, блять, что хоть гранаты матрешки не вставили. Ебучие пироги. Напоследок будет не лишним рассказать про озвучку. Буквально пару слов. Озвучка в игре половинка на серединку. Начнем с хорошего. Всегда есть те, кто своей игрой вытягивает игру других. В данном случае это Храс. Он озвучен очень хорошо. Его игре веришь. Также веришь и игре Петрова. Он вообще выдает такую экспрессию, особенно после сумасшествия, что прям советский Джокер. Да, персонаж неприятный, но как он сыгран? Элеонора, имеющая буквально два-три абзаца текста в игре, сыграна потрясающе. Актрисе удалось великолепно воспроизвести похотливую машину. Прям мое почтение. Штокхаузен, как ни странно, озвучен тоже очень и очень хорошо. Вообще, без нареканий с его-то смешным акцентом. Он именно разговаривает, а не зачитывает текст с листка. Теперь о тех, кто старался меньше. Майор Нечаев. Тут именно что не очень хорошая игра. Голос отличный, подходит персонажу на все сто. В моменты психозов матерящийся Сергей это нечто. Тут он прям отлично играет. Но часто, притом чаще, чем хотелось бы, он не дотягивает. И гениально отыгранная фраза может соседствовать с халтурной. Будто бы он именно зачитывает текст, а не просто разговаривает с хразом. Последнему, кстати, чуть проще надо признать. Ведь стиль зачитка текста для искусственного интеллекта, которым прикидывается Захаров, не просто допустима. Это часть образа. Однако же у Петрова выходит все хорошо. Я уверен, что актеру, игравшему Нечаева, еще чуть-чуть подтянуть его мастерство и выйдет отлично. Ну, либо, если это не его ошибка, а ошибка звукорежиссера, лучше следить за записью. Баба Зина. Говорят, актрисе, озвучившая ее уже за 60. Я очень удивился этому, ведь голос звучит лет на 40-45, не больше. Ну, не слышу я, седую бабушку в этом голосе, не слышу. В этом и проблема, понимаете? Не попадание в образ. Чувствуется фальшь. Актриса очень неплохо играет, но не без огрехов, конечно, тем не менее, ее не так много, как Нечаева в игре, потому они менее заметны. И все же играет неплохо, но не бабу Зину. Вот совсем не верю. Это как мои попытки озвучить старика в аудиокнижках. Такое же непопадание и именно попытка в озвучку. Притом, если молодой Нечаев может материться потому что молодой, то матеряющаяся Зинаида смотрится скорее как посмешище. Да, иногда мат очень к месту. Например, момент с падением Нечаева. А что до бабы Зины, вот эта вот фраза до полного пиздеца, сынуля, она великолепна. Была бы, если бы не прошлый и последующий мат, потоком льющийся как из рога изобилия. Ну вот зачем это? Это испортило образ. Испортило очень сильно. Но хуже всех сыграл актер, игравший Брина, то бишь Сеченова. У него великолепный голос, отличный тембр, прям вот заслушаешься. Я даже ему завидую в этом плане. Но сука, это же классическое МХАТУ 100 лет. Он будто бы на сцене театра зачитывает монолог. из стремлений и мечтаний Б3. Человек рожден, чтобы мечтать и созидать великое. Ну не разговаривают так люди, не разговаривают. И это очевидно настолько, что у меня возникает вопрос, а звукорежиссура вообще была? Почему никто не указал на то, что это не театр, это обычное бытовое общение? А мать твоя знает на ком гобелен или как там, да? Я же слышал этого актера в других дубляжах. Он умеет играть живого человека, потому что он живой человек. Ну что тут-то пошло не так? Ну вот, видимо, что-то пошло. Как итог, очень неоднозначные впечатления об озвучке. С одной стороны, восторг, с другой стыд. Впрочем, это нормальное явление для любой игры. У нас как-то все еще принято идеализировать запад, включая актерскую игру компьютерных персонажей. А это не так. Там и своей кринжатины объективно хватает. В том же Шмогвартсе ее полно. И ничего, живут как-то. И мы проживем. Но я знаю, эти актеры могут лучше. Желаю им творческих успехов, потому как знаю по себе, насколько это тяжко. Ну и знаете, спасибо. Спасибо за то, что в озвучке нет репетура или Филимонова. Хорошо, что нашли других, кроме этих двух актеров. А то уж больно их много за последние полтора десятилетия. Вам не кажется? Пока я клепал рассказ о самой игре, к ней вышла DLC. Ну и было бы упущением заодно не посмотреть и его. И я посмотрел. И что я могу сказать? Да, DLC меня весьма удивила. Какая оригинальная игра. Вот если вкратце, прям в двух словах о DLC. Занимательная посредственность. Но краткость это сестра таланта, а с талантом мы враги, поэтому приглашаю вас прослушать мой коротенький рассказ о дополнении. Прошу к столу, вскипело. На самом-то деле, действительно вскипело. Когда я сказал, что игре удалось меня удивить, я подразумевал, что большая часть таких вот удивлений были неприятными или как минимум странными. Давайте начнем с моего просчета. Вряд ли вы забыли, что вот еще буквально месяц назад, а для вас, наверное, где-то полчаса назад, я с умным видом утверждал, что короткая концовка не каноничная, и потому каноничной будет длинная, плохая концовка. И вот если посмотреть логически, все же на это указывало. Она и более проработана, там тебе и две битвы с боссами, и информация о самой сути игры, о проекте Атомное Сердце. Это как если бы в Mass Effect сподобились раскрыть интригу с эффектом массы. И долгая катсцена, даже не одна, и встреча с женой в том или ином виде. Да, некоторые игры очень заморачиваются с проработкой альтернативных концовок, но я еще ни разу не видел, чтобы ложную концовку проработали в ущерб настоящий. И ладно я, никто этого не видел походу, ведь все были озадачены, судя по массовому удивлению. Но да, концовка, где в заставке Нечаев ругается с бабкой, выбрасывает хразы из перчатки, и где следом начинается слайдшоу, в котором нам поясняют, что Сеченов запустил коллектив 2.0 и Алис Вертгуд, а Нечаев отправляется отдыхать. Это вот каноничная концовка. Об этом нам расскажут скомканным калейдоскопом во вступительной сцене к DLC. Кстати, DLC запускается из меню отдельно. Тоже не бог весь что, но если честно, я бы хотел видеть единство мира, чтобы сразу после концовки оно запускалось. Но это ладно. А вот новомодная надпись «Пропустить заставку» это уже не ладно для тех, кто за минимализм интерфейса. Но то фигня, правда же. Я был очень заинтригован, ведь несмотря на странный ход с выбором каноничной концовки, так по идее даже лучше. Сеченов жив, близняшки не побиты ногами, храз не превратился в ультра-терминатора. Примирительного танца разве что не было в индийском стиле. Что для меня самое приятное, так это то, о чем я отзывался болезненно и всего все это время. Характер Нечаева, а точнее его прогресс. Заметный прогресс. И вот еще недавно что-то невнятно мычащее, невпопад отвечающее, буквально-таки быдло к концу игры реально проходит арку и проскусывает манипуляцию, а главное поступает по совести. Потому что про загон бабы Зины я уже сказал, это же маразм. Иди убей его, и пофиг, что он спас тебя, и в общем-то даже злодеем считается, чисто условно. Нечаев же отказался устраивать самосуд, и как мы знаем, это спасло от большой беды, потому что Захаров это очень серьезная беда. Ну и конечно, мне было любопытно, кто же теперь будет нашим антагонистом. Диути вращается вокруг Элеоноры, но она не тянет на антагониста уж никак, скорее на такого нейтрального, важного персонажа. Я думал, что по логике вещей антагонистом должен продолжать быть Захаров. Однако, вы уже заметили, что второй раз я ошибаюсь в своей логике, потому что игра ее игнорирует. И здесь тоже именно это и произошло. У нас теперь два антагониста. Собственно, Элеонора Йок-выкарек, Баба Зина. И если антагонизм Элеоноры весьма условный, да и основан он на искажении программы, то что и где исказилось у бабки, я вообще без понятия. Об этом чуть позже. Просыпаемся мы после операции под присмотром Элеоноры, которая, конечно, продолжает с нами враковать. Милый, мы тут теперь одни навсегда. Где тут? Предстоит выяснить. Потому что мы, как обычно, ничего не помним. Классика. Тут, как оказалось, это в гостинице легкое. И первый уровень является мирным, где мы просто ходим и любуемся декорациями, имея задачу покинуть это место. Вот здесь игра действительно показывает себя с лучшей стороны. Во-первых, вступительная заставка очень хороша. Во-вторых, очень хороший саундтрек. Вообще, в DLC он очень крут, при том, как амбиент, так и переделанный песни. Первый, очень такой, знаете, воодушевляющий, немрачный, но все равно гнетущий снаружи. И весьма спокойный внутри. Здесь он чем-то напоминает мне Оно из No Man's Sky. Что до песен, то в этот раз меня прям-таки вот подкупили Григом. Есть минимум две переделанные мелодии этого композитора. Ну и в отличие от всяких там орлекинов, Грига я и правду люблю. И потому я был очень доволен как на марше, так и в бою. Саундтрек создал отличный настрой, прям такой, знаете, мандраж перед погружением в новый мир. И не просто создал, а удерживал. Скажу по секрету, но первое впечатление, оно крайне важно, как, наверное, понимаете и без меня, да? И по нему в том числе мы будем решать, понравилась ли нам игра или нет. Я на этом уровне даже подзастрял так сперва, не поняв, что делать. И обычно я в таких ситуациях начинаю злиться, но музыка меня прям успокоила. А застрять тут было, где не случайно так намеренно. Гостиница легкая, которую тут в шутку называют нелегкой из-за приставки гелий на стенде, очень интересно сделана. Она представляет из себя округлые строения на разных уровнях, к которым ходят подъемные лестницы. Это больше похоже на гигантские железные цветы. Убранство гостиниц тоже великолепно. Где-то просто бытовые помещения вроде кухонь, спален, а где-то бары, залы отдыха, дендрарии красивые. В некоторые из них можно зайти и найти там говорящие трупы, груши или радио, передающие странные помехи. Ну и, конечно же, огромное количество манекенов, будто бы мы на полигоне. Притом, теперь они вдруг обрели модель рэк-долла. Не к добру все это. Из перечисленных источников мы можем найти много интересной информации. Много ненужного по сюжету, но интересного, вроде жалоб уборщиц на роботов-уборщиков, которые слишком чисто прибирают, не придраться, а это уже нехорошо. Или ресторанных критиков, у которых работы теперь нет, ибо везде вкусно и критиковать просто не за что, ведь сеть коллектив теперь работает официально. Есть и приглашения на свидания дамы соседнего двора, и рассуждения о вреде пьянства, и даже монолог о том, что человек это лишь инструмент в создании более совершенного разума. Это, как я понял, продолжение важной, в общем-то, темы игры с Хразом. Также можно узнать, что тут останавливался, собственно говоря, сам Храз со своей кошкой Мусей, что Петрову тогда голову не отрубали и не пришивали назад, он просто подкинул свой датчик другому работнику, а датчик уже как раз-таки извлекла из его головы та самая, как же ее звали-то? Ой, очень важный персонаж забыл, извините, но неважно. Можно найти говорящий труп, который рад, что погиб, ведь при жизни она была умирающей бабкой, а теперь она фактически бессмертная вечная бабушка. В общем, побродив по комплексу, можно найти много интересной информации и пасхалок. И проведенное за этим делом время стоит того, я вам скажу. Очень интересный контраст получается между боями, особенно если играть в DLC сразу после оригинальной кампании. Да и потом, стоит насладиться моментом, дальше такого покоя уже не будет вообще. Но тут мы узнаем гораздо более важную информацию, напрямую связанную с сюжетом. Во-первых, что от нас вообще надо Элеоноре? Она, видимо, уже вилла в нас передатчик, чтобы общаться с нами на расстоянии. Правда, местами этот передатчик глушит, но это уже детали. И ей нужно, чтобы мы победили злую бабку, которая хочет ей завладеть. Злая бабка, как вы понимаете, это баба Зина. Но гораздо более интересно, что между окончанием оригинальной игры и началом DLC прошло не несколько мгновений или часов, а два дня. И эти два дня мы находились именно здесь, вот в этой гостинице. И бухали, как не в себя. Мы тут уже мини-легенды стали из-за этого. Вот тебе и уехал в отпуск, Нечаев, да? Недалеко уехал-то, до ближайшей бутылки. Кстати, он весьма раздражен, но уже не шлет всех в жопы, что меня крайне удивило. Приятно удивило. То есть, еще раз, видно развитие. Он стал заметно спокойнее. Да, он саркастически разговаривает с Элеонорой, вспоминая прошлого союзничка-манипулятора, но не хамит. Он старается отучиться от словосочетания ебучей пироги. Кстати, здесь летает та самая сопля, которая предвещает переход в Лимбо, но только золотая. Я почему-то сразу подумал, что это аватара нашей жены. Ну, или храза на худой конец. Но подождите, стоп! Если сбой в сети был два дня назад, и все эти два дня мы тут отдыхали, то откуда куча трупов? Неужто мы опять намолотили, пока были в Лимбо? А вот хрен там, Элеонора постаралась. Как я говорил, всю игру создается ощущение, что одна лишь Элеонора убила 8% всего живого населения комплекса. Тут же ни одного робота, только Элеонора, которая, правда, могла взять под контроль манекенов, но это не важно. Важно, что именно она убивала. Всех, кроме нас, разумеется, ведь мы ее избранные. Эту программу по созданию верной девки для одного избранного придумал Петров, и в свое время он сам хотел им стать, но не подходил под критерии избранного. А вот мы, по мнению сошедшего с ума комплодахтора, подошли. То есть, что получается? Вот только что мы завершили один кризис с кучей жертв, как через два дня стартовал новый. Да, именно так. Вот вам блины мирный атом, знаете ли. И теперь еще баба Зина решила заполучить Элеонору, ведь по факту она мощный фабрикатор оружия на любой вкус и цвет. Элеонора просит нас подняться на поверхность и разобраться с бабкой. И вот на этом заканчивается львиная доля положительных впечатлений о DLC, ибо мы это нечто среднее между лопатой и посохом Некрантир. Называется клуша и работает, собственно, как посох из, вы не поверите, темного мессии. Такие же вертухи крутят. Снаружи тем временем творится натуральный хоррор. Вот что не изменилось ни на йоту, это великолепнейший дизайн, ни малейшего нарекания. Наоборот, чтобы создать новые впечатления от старых пейзажей, нам нагнали туману. В буквальном смысле. Мы оказываемся в этой классической деревне с деревянными домиками, сарайчиками и с курями и гусями. Только все в тумане и звучит не слишком мрачный, но все же амбиент. Плюс повсюду расставлены манекены в самых невероятных местах и позах, чтобы уж даже самый невнимательный игрок понял, откуда дует ветер. И действительно, стоит подойти к одному такому, отличающемуся по цвету от остальных, как он оживает, и натурально опиздюливать тебя. Ну, точнее, меня, в моем случае. Стоит сказать, что так как оригинал мне показался не слишком сложным, даже на уровень сложности Армагеддон, это высокая так называется, я решил и DLC продолжить на Армагеддоне. Сказать, что я пожалел, не сказать ничего. Первый же манекен отбил мне не только голову и ребра, но и желание геройствовать. Он оказался на удивлении прытким, мощным и выносливым. А у нас, заметьте, нет, кроме этой лопаты, ничего. Без храза перчатка не функционирует, и у нас нет ни сканера, ни способностей. Я попытался было подкрасться к манекенам, но, видимо, у них тут ни о чем, и решили вообще не заморачиваться. Манекенов не то, что нельзя застолстить, к ним вообще невозможно подкрасться, они тебя палят, даже спиной. Ибо нефиг, мы тут классический Silent Hill мутим, а не вот это вот все. Однако, без оснащения мне пришлось очень нелегко. Под Григо я огребал как царь, как царь Соломон Давидович. Со второго или с третьего раза я убил первого манекена, и второго прикончил уже на последнем издыхании. Аптечек, кстати, тоже нет. А вот там уже стоят два манекена. В общем, через пару попыток я решил, что мне этот челлендж нахрен не упал, и убавил сложность до средней. Бить стали чуть слабее, но не сказать, что прям заметно. Однако, мне удалось пробиться к катсцене, где на избушке своей летающей зависает баба Зина и давай орать. Ах ты, тварь, такая падла, да чтоб ты сдох, чтоб я видал от тебя в гробу в белых тапках. И не просто говорит, она травливает на нас орду манекенов. Как оказалось, это она ими управляет. То есть, вот эта вот свихнувшаяся дура на полном серьезе желает мне, своему зятю, смерти просто за то, что я не убил Сеченова, который спас меня и старался спасти ее дочь. Аргументируется это не сейчас, конечно, а позже, тем, что Сеченов подстроил смерть Екатерины. Мотивация никакой. Подтверждение ее словам никакого. Прямо как взрыв на северных потоках. В общем, забегая вперед, мы с Сеченовым в конце поговорим на эту тему. И он заверит нас, что в мыслях такого не было. И действительно, двух очень полезных агентов, в которых вложено много ресурсов, чтоб потом долго и дорого их восстанавливать. Притом уже был недавно случай, когда нас наускивали на Сеченово, но при ближайшем рассмотрении наши доводы против него были просто пшиком. Даром, что он не очень хороший человек. Тут же ситуация повторяется. Нам опять тычет пальцем в персонажа со словами «Он плохой». Поведение же бабки, всю игру, всю DLC больше похоже на повесть поведения психопата, которому нужен лишь формальный повод для убийства и погромов. И поведение хрестоматийного такого не очень умного посетителя интернета, который собирается в кучку и идут срать в комментах. Там тоже нужен лишь формальный повод доебаться. И они его найдут. А, не убил Сеченова? Тварь! А, не выполняешь приказ Сеченова? Предал его? Ух, тварь! А, помогаешь Элеоноре, которая всех убила? Тварь! А, решил пойти против Элеоноры? Предал и ее тоже, тварь! Бабка, еб твою мать, ты вообще довольны бываешь? Есть какая-то событийная точка, в которой ты будешь удовлетворена. Ну, кроме той, когда у тебя на службе личный убийца в лице зятя. Походу, здесь классическая суперпозиция доеба. Сделал? Мудак. Не сделал? Тоже мудак. Так что ты изначально мудак, что бы ты ни делал, потому что мудак ты. Круто, правда? И самое неприятное то, что хоть нам и не особо раскрывали Зинаиду Муравьеву в оригинальной компании, все же из того, что нам показали, не создается впечатление тупорылой психопатки. Про психопатку это, кстати, не я придумал. Это вскоре скажет нам выживший ученый, мол, мы заперты между двумя психопатками. Получается, ее тут такой сделали в угоду сюжету, у которого резко откусили сразу двоих злодеев в лице Сеченова и Захарова, и им срочно понадобились новые. И потому мы просто покажем пальцем на кого-то и назначим его антагонистом. Удивительно, как сам Нечаев реагирует на бабку. Он спокойно и даже без матов, без единого крика отмахивается от нее, как от назойливой мухи, как от неразумного ребенка. Только вот бабка-то уже не неразумный ребенок, оступившийся. Это опасная убийца. Такой вот странный диссонанс. В общем, бежит на нас толпа манекенов. Круто! Насколько же далеко зашел проект Атомное сердце, что даже манекены могут башку тебе оторвать. Притом, они универсальны. Атакуют и издалека, и вблизи. С одним-двумя-то справится целая проблема. А тут толпа сразу. Благо, на выходе нам дали шоколад Аленка. Не помню уже, как это все обосновывается и что это такое на деле, но, в общем, эта шняга вызывает электробурю. Не обольщайтесь, такой нам дадут пару раз за игру. Это такая одноразовая акция. Зачем? Не очень понятно. Видимо, просто эффект ради эффекта. Вот так мы пробиваемся через заволоченную туманом деревню Кхабу, которым тут служит здание. В этом храме огня укрылся ученый. Строго говоря, он на нем прилетел, но вот улететь не может, ибо с одной стороны Элеонора мешает, а с другой бабка. Это ж не простая бабка, у нее передовые технологии. Ну, то, что они передовые, это и раньше-то было понятно. Самое смешное, знаете что? Вдруг, откуда ни возьмись, в обществе, которое вот-вот соединится в ментальных объятиях коллектива 2.0, оказывается, существует и уже давно целая группировка противников коллектива. И не просто группировка, а вооруженные повстанцы. Мы их не видим в игре, но о них явно говорят, как о существующем сообществе, к которому примкнула баба Зина. Более того, они устраивали боевые действия уже после запуска коллектива 2.0, то есть в последние два дня. Вот так история. А как же единство, стремление вперед, товарищество и вот это вот все? Обычно в беспроблемном обществе такие группировки не возникают. Это еще один намек на то, что вылизанная картинка, которую нам рисовали в начале, не более чем картинка. И этот союз от нашей бытности отличается только наличием роботов. Тут буквально в облаках летают избранные, пока там, на земле, люди мрут, как мухи. Ученый оказался создателем Элеоноры, и вообще, тут можно много интересного разузнать о ней. Однако, это для дотошных игроков придется почитать груши. Итак, к чему мы стремимся, какова вообще наша задача? А такова. Элеонору можно усмирить, сбросив, грубо говоря, к заводским настройкам. Мозг, вот такой прям мозгище, который именно здесь и находится, в этом самом комплексе Мичурин. Вставить модуль бус, которые затерялись по всему комплексу. Да, прям как Гладос с ее модулями. В принципе, игра не стесняется, что ворует у Портала. Как я уже сказал, пусть ворует. Воровать нужно именно у лучших, а Портал, Биошок, они лучшие. В общем-то, вся игра, точнее все DLC, правильно сказать, представляет собой сбор этих самых бус. И хоть сделано это интересно и однообразным не выглядит, да и не является, когда ни странно. Но с точки зрения событийности, чем мы вообще занимаемся? После эпичного нагнетания оригинала тут Градус как-то сбавлен. Как если бы Довакина, Спасители Мира, отправили полоть огород. А, ну да. Ну то Скайрим там можно. Притом то и дело, что в DLC, что в оригинале нами постоянно пытаются манипулировать. Вот вроде бы и работа у нас такая, выполнять приказы. А вроде еще один из множества поводов сравнить игру с темным мессией. Вроде бы вдохновлялись ты Биошоком, а вот падишь ты, как постоянно к мессии возвращаюсь. Ну его, значит, оббегаем мы по комплексу, собираем бусы, благо тащить их в руках далеко не нужно. Набегаем мы так несколько часов. Около пяти. Да, DLC очень короткое. И нам снова дают выбор. Либо помочь Элеоноре, а там взамен расскажет нам информацию столь очевидную, что даже прям противно становится. А для этого нужно предать ученого, который вообще не при делах и ничего плохого тебе не сделал. Либо же попробовать перезагрузить Элеонору. А информацию о жене почти такую же, как от Элеоноры мы получим от Сеченова. От кого бы мы ее не получили, она настолько очевидная и вообще ни о чемная, что вопроса выбора не возникает. Сумасшедший холодильник, убивший людей и желающий запереть нас наедине с собой навечно. Или ученый. Вот уж выбор, который мы заслужили. А теперь давайте поговорим о геймплейных особенностях DLC. Так сказать, легонечко так, быстренько пробежимся. К чему у меня нет нарекания, это к музыке и дизайну. Оба элемента, куда бы ты ни пошел, только радуют. Особенно дизайн. Вот эта вот немного заболоченная, затянутая туманом местность снаружи и как-то по-новому сделанный комплекс внутри смотрится просто шикарно. Плюс, заросшее здание выглядит и правда как-то по-живому. Да и амбиент, вместо визисующих ранее мегафонов со шлягерами, это как глоток свежего воздуха. Правда, иногда эти мегафоны встречаются, и если в оригинале они были синхронизированы, то тут они рассинхронизированы на пару-другой секунд. Итого, например, вот стоит мегафон и играет Цоя, а через дорогу стоит такой же и тоже играет Цоя, но с опозданием на 2-4 секунды. И получается такая белиберда, что просто звездец. Но таких случаев я насчитал ровно два. И больше к звуковому оформлению у меня претензий нет. А вот к чему есть претензии, так это к боевой системе. Видите ли, боевая система в DLC склонилась к толпам роботов, которые прут на тебя? Стой, подожди, ну ведь ты сам же говорил, что игра это натуральный фронтир с дикими роботами на каждом шагу. Да, но ты мог от них уехать хотя бы на машине. Это не очень просто иногда, порой неудобно, но почти всегда осуществимо. Плюс это снаружи, а внутри на тебя их выпускали дозированно. Здесь же нет открытого мира. Локация одна и она небольшая. Ты ни от кого здесь не убежишь. А в комплексе то же самое. К примеру, зашел ты в комнату в комплексе и на тебя две волны врагов подряд. Зашел в следующую комнату, снова две волны врагов. Реальные волны. И ты именно вынужден от этих орд отбиваться. Притом, это не слабенькие враги. Даже один из толпы тебя уделает. В какой-то момент я так от этого всего устал, что понизил сложность до легкой. Я поймал себя на мысли, что мне уже совершенно неинтересно боевку в игре, мне просто хочется поскорее узнать, чем все закончилось и все. И отстаньте уже от меня. Потому что только дойдя до ученого, ты получаешь те самые сканер, возможность лутать, лечиться и способности. А это хоть не полыгры, но ты, скажем так, особо от них не побегаешь, от этих манекенов. Но теперь-то к тебе вернулись твои способности, сейчас ух, что начнется. Ну да, начнется. Буря возмущения. Видите ли, начинаем делать сими прокачанными почти на 100%, что логично, ведь заканчивали оригинал мы именно такими. Но когда ты видишь, что часть способностей больше недоступны, лыба с лица быстро сползает. Доступен шок, он уже прокачан максимально. И, кстати, здесь он будто бы быстрее начал перезаряжаться. И полимерный щит, он не прокачан вообще, на нуле, но он хотя бы есть. Все, полимерная струя и стужи заблокированы. Не бог петь, какая потеря, если честно, но массовый телекинез, то есть единственная способность, позволявшая эффективно контролировать толпу и наносить ей урон, она тоже недоступна. Почему? Хрен знает. Нельзя и все. Есть шок, щит и новая способность, что-то вроде замедления времени. Способность неплохая, но она и близко не стоит с телекинезом. Притом, замедление такое себе. Если тебе в слоумо дадут пяткой по щам, ты все равно получишь полный урон и улетишь. Правда, тоже в слоумо. По идее, в этом самом слоумо нужно маневрировать между врагами, но, знаете, врагов так много, что особо между ними ты не поманеврируешь. Короче, не сильно это спасает эта способность. В отличии от щита, по-прежнему крут, но тут подключается другая беда. Оружие. У нас есть вот эта вот лопата и еще интересная пушка, этакий орочий пулемет. Если пулемет действительно крут и способен хоть как-то справляться с толпой врагов, то вот посох Некронтир скорее хорош против одиночных врагов. Ну вы поняли, они здесь поодиночке почти никогда не ходят. Он был бы шикарен в оригинальной игре, но туда его добавлять почему-то не стали. И вот если бы нам оставили только два этих приспособления, то было бы совсем тухло. К счастью, нам по нахождению бус потихоньку подкидывают старые пушки, дробовик и пистолет. Правда, раскачивать их все равно придется абсолютно заново, да и патроны на них не падают почти никогда вообще, крафт сам. Но зато нам дают звездочку. И вот звездочка это просто палочка-выручалочка. Ее способность с отделяющимся диском отлично поражает те самые толпы врагов, которыми игра старательно тебя заваливает. А энергию для этих целей тебе восполняет полимерный щит. Как я уже говорил, великолепнейшая комбинация. Но беда в том, что только она и остается. Если раньше в отсутствии разнообразия билдов, ты хоть как-то мог исхитриться и менять тактику, то теперь тактика только одна. Обычные роботы и боссы побеждаются именно отделяющейся пилой. А обычной клушей, не прокаченной, по обычному манекену нужно шесть обычных ударов и один полностью заряженный. Это на средней ты сложности. Однако, именно когда я добрался до звездочки, я решил восстановить сложность до средней. Пробовал и Армагеддон, но, знаете ли, до звездочки это я сделал, и без нее с боссом сражаться было просто неудобно. Я послал все в жопу и оставил средний уровень. Честно говоря, я был рад спуститься в комплекс и увидеть старых роботов. Потому что сражение с заебавшими уже манекенами мне вот уже где было. К тому же, тебя любят запирать с ними в небольших помещениях. Подкрался, значит, я в парке со спины к таким думал, эх, сейчас я их отфигачу тактически, а потом чувствую, застрял, и меня просто запинали ногами. Оказалось, включилась стена-ограничитель. Там, где я стоял, я просто в ней застрял, понимаете? Игра как бы говорит, вот тебе ринг, а вот боксеры, удачи. Да ну нафиг. На полигоне же к манекенам прибавились старые роботы и один новый. Те самые бусы. Их пока не обезвредишь, они стараются себя защитить и тоже атакуют. Они также могут по 2-3 большого такого робота-кентавра. Ну и единственный босс в DLC это сборище бус. Босс-бус звучит так как, да? Кстати, он весьма интересный и к нему нареканий нет. Кроме того, что их тут два в середине прохождения и в финале его тоже всунули. Второго не придумали. Но в этот раз я даже ругаться на это не буду, потому что он мне понравился. Только вот опять же автосохранение уже на арене с боссом. Видимо, они сочли это хорошей идеей со времен Беляша. В общем-то, это все враги. И в целом-то выходит, что беда боевки здесь именно в том, что на тебя спускают толпу не самых слабых кукол раз за разом и ограничивают тебя в способностях. Вот. На самом деле, был бы у тебя телекинез, проблемы вообще не было. Мне в оригинале боссов было проще побеждать на Армагеддоне, чем здесь обычные отряды манекенов. Что еще можно рассказать о DLC? Ну, например, то, что здесь добавили быстрое перемещение между кусками локации на летаке. Боже, додумались. Спасибо. Нет, правда, спасибо. Жаль, не додумались это же вставить еще и в оригинал. Также по локации раскидано много интересных груш и щебетарей, которые, как и прежде, расскажут немало интересного. Например, что с обновлением коллектива планирует возможность говорить уже с погибшими. По-моему, кто-то заигрался в бога. Добром подобный никогда не заканчивается. Что еще? Отлично озвучен ученый Лебедев. Остальных мы уже слышали, но вот этот вот, он новичок. Здесь и его прям заслушаешься. К тому же, пока идет разговор с ним, на заднем плане что-то происходит, что заметно оживляет диалог. Порадовал Рафик по имени Терентий с шуткой про «Я уничтожу всех людей». Знаете, было бы очень смешно, если бы это не было концовкой DLC. Об этом чуть позже. Ну да, да, знаю, вы уже не можете сидеть на жопе ровно. Ванек, расскажи нам про Гуся. Да, Гусь. Ну что ж, тут без вопросов. Гусь — это находка. Не скажу, что игре прям вот не хватало для счастья щепоточку вот Гуся-матершинника. Ну таки да, это действительно очень удачный комичный персонаж, введенный в игру. Я столкнулся с ним после встречи с ученым, когда вдруг услышал слова «Проснись, Нечаев, следуй за белым гусем». Я подумал, это очередной говорливый труп нас так троллит. Но нет, это не труп. Это живой и чересчур говорливый гусь, без конца, сыплящий шутками, прибаутками, подколами, мемами и стебущий Нечаеву, ломая четвертую стену напрочь. Ай, маслину поймал! А, нет, показалось! Я гусь? Я, пожалуйста! Из груши можно узнать, что этот гусь первоапрельская шутка. Гуся накачали полимером и запустили в комплекс Мичурин, где мы и гуляем. И с тех пор этот неуловимый Бетман бегает по трубам и его реально невозможно поймать. Он грязно ругается и всех подряд троллит. Ну и так как все закончились, остались лишь мы. Потому куда бы мы ни пошли, за нами будет следовать гусь. Список его фраз перечислять бессмысленно. Вот короткий. Я гусь, я до тебя доебусь. Я гусь, я, пожалуй, съебусь. Все получат поебалу и Сережа тоже, что отсылка на старую рекламу, которая явно не для зумерков, скажем так. Это реклама очень старая, ей уже лет 20, наверное. Шутка про П1, П2, П3, сопли под А3. Ну, кстати, на стриме я пошутил про пальцем жопу под А3. Это как бы и больше похоже на гуся матершинника в принципе, да и в рифму как-то больше попадает. Ну да, чё ещё? Маслину поймал, что отсылка на сталкер. Есть мысль, и я её думаю, что отсылка на Киплинга, на Маугли, да? В общем, подавляющее большинство фраз это отсылки на что-то. Плюс, повторюсь, он подозрительно много знает о Сергее Нечаеве. Даже в грушах говорится, что голос у этого гуся уж больно знакомый. Может, я не просёк какую-то очевидную вещь и заработал ещё один ей належ на свою голову, но я не понял, чьим голосом он говорит и почему он так много о нас знает. Может быть, это и есть мы, наш отпечаток в Лимбо, хотя, скорее всего, это просто троллинг от разработчиков. Даже в письме, рассказывающем о появлении гуся, мы можем в качестве отправителя и получателя увидеть Шаталина и Жанну Аркадьевну, что, разумеется, тоже отсылка, и фанаты прекрасной няни, если такие вообще существуют, с улыбкой сейчас кивнули. А у меня тоже есть гусь. Гусь обнимусь. Понимаю, это не то же самое. В общем, какова бы ни была экзистенциальная сущность гуся, смешить и радовать он умеет. Убить его невозможно, но зато он сам тебя будет бодать не больно, но с ног обязательно шебет, стоит лишь подойти. Удивительно, что портагонисту не прикрутили реакцию на гуся. Нечаев иногда произносит фразы в ответ, но это те же фразы, что он произносит в любом бою с роботами или мутантами. И это странно, как бы маскот DLC, на которого наш персонаж просто вообще никак не реагирует. Ну и плюс, в отличие от Щебетаря, гусь не затыкается ни на минуту, даже когда мы слушаем сюжетную информацию по рации. И его ж очень он любит перебивать, потому что болтает безумолку. Да и вообще, если с Алеонорой и ее пошлостями в оригинале разработчики соблюли грань, то шутка с гусям порой кажется, что затянулась. Мне в конце начало даже казаться, что гусь-матершинник стал бы отличным финальным боссом. А знаете, кто бы еще стал отличным боссом в финале? Полковник контрразведки СССР Зинаида Муравьева. В конечном итоге, чем она, присоединившаяся к террористам и желающая нас убить, лучше Сеченова или Захарова? Но, тем не менее, она антагонист так, на полшишечки. Декорация. Да и Элеонора тоже. С ней и не подерешься ты особо. За нее дерется робот-буса. В общем, заканчивается сюжет DLC так. Мы находим бусы и Элеонора говорит, мол, не перезагружай меня, добрый молодец, иди лучше помоги убить ученого. Потом, значит, прилетает бабка, говорит, что Сеченов специально убил ее дочь. Че это вообще такое было? Мы прибегаем к ученому, говорим так, мол, и так, на что он нам вполне резонно отвечает, что тебе, дурак, просто по ушам ездят две наглые психопатки. И, блин, тут даже спорить-то не с чем. Мы звоним лично Сеченову, на что тот также говорит своим голосом вот этим знаменитым, мол, сынок, я, конечно, мразь, но не уебан, ты, пожалуйста, не путай. Актерская игра до сих пор на том же уровне, к сожалению, но, блин, голос просто шикарен. Вообще, как можно сопереживать вот этим двум антагонисткам, я не представляю. Шеф говорит, что разум нашей жены заперт где-то в нейросети, и пока что у нас нет технологии, чтобы его восстановить. На что Нечаев успокаивается и говорит, мол, ну и хер с тобой, но я после этого хочу бессрочный отпуск. На что шеф отвечает, мол, ну, жалко, конечно, ты крутой агент, но раз хочешь, ты заслужил. Все, договорились. Возвращаемся, перезапускаем Элеонору, правда она сопротивляется. Снова робот-буса, и вот Элеонору вернули к заводским настройкам. А в конце она отвечает нам, мол, да, мои сладкие, или как-то так, что как бы намекает нам на то, что нихрена она не изменилась. И все DLC мы валандались по комплексу зря, и пиздец начнется заново. То есть один в один повторили шутку с Терентием. Только там это было смешно, а здесь это не смешно. В разгар боя, кстати, приходят на помощь близняшки, и вот это правда круто. Казалось бы, еще недавно мы били их ногами по голове, а они нас по морде. А теперь вон как дружим. Нечаев садится на комар, это такой летак, и под классно переделанную песню прекрасно и далеко улетает в бессрочный отпуск. А следом за ним устремляется Баба Яга, как бы намекая нам, хуй тебе, а не бессрочный отпуск. Жаль, следом еще гусь не полетел. Вот это был бы эпичный финал. Такое вот DLC, ребят, весьма странное. Кстати, оно добавило еще возможность из инвентаря помещать предметы прямо на склад без участия Элеоноры. Ну и режим НГ плюс тоже добавило. Правда, какой в нем смысл не очень понятно. На НГ плюс ты по идее стартуешь с прокачанными способностями и оружием, но оригинал не так, чтобы уж сложен в целом. Хотя, возможно, сейчас именно что станет. Может, такая деф-версия, только легальная. А в DLC у тебя силы отнимают оружие и способности. Что ж, из анонсированных четырех DLC вышло только одно. А значит, еще минимум трижды мы вернемся в мир Atomic Heart. И, надеюсь, с большим восторгом, чем сейчас. Такие вот пироги. Такие вот дела, товарищи. Если подвести краткий итог, то Atomic Heart очень даже неплохая игра. Я бы даже сказал хорошая. Не без своих факапов вроде того же бессмысленного открытого мира, упоротой навигации, некоторых косяков с боссами и пары других мелочей. Могу ли я посоветовать играть в Atomic Heart? Да, могу. Без всяких но при том. Если понравилось то, о чем я говорил, играйте на здоровье. Только учтите, у игры в 2023 году ограниченное количество ячеек сохранения. Круто, да? Но, ей-богу, это мелочи. DLC, конечно, вкинуло пару интересных находок, но подпортило впечатление от боевки. И, по-хорошему, стоило бы добавить фишки DLC в оригинал. Честно говоря, я как-то даже колеблюсь, рекомендовать его или нет. С одной стороны, оно и правда интересное, но вот сам корневой геймплей, я все еще про боевку, портит общее впечатление. Если вас это не смущает, покупайте и играйте. Что до нарратива, ну, здесь все не так просто. Повторюсь, я буду очень рад ошибиться насчет Мунфиша и сказать, что такой гнусный, в общем-то, бэк игры, это просто попытка повторить заезженный шаблон на новый лад. Ведь в конечном итоге я бы очень хотел, чтобы такие компании развивались и делали российские игры дальше, чтобы их становилось больше, чтобы игропром развивался. И чтобы убедиться, что я был неправ, достаточно просто увидеть официальное заявление Мунфиши, что они вовсе не имели ничего плохого в виду, что они не отрекались от своей родины, что им плевать на мнение Запада и их продукт для нас и про нас, и они любят свою страну, они с ней, с ее народом, с каждым игроком и чтят ее историю. Но вот беда, такого заявления, насколько мне известно, нет. Поправьте, если ошибся. Но, как ни странно, могло быть и хуже. Вообще, после Call of Duty 2019 года так про многое можно сказать, согласен. И лучше вообще до этого не доводить. Но, есть то, что есть. Я все равно считаю Atomic Heart хорошей игрой, даже несмотря на этот совсем не иллюзорный оскал кровавого совка. Хотя во времена, когда треть мира спит и видит, как бы еще испражнится на нас, хотелось бы увидеть солидарность хотя бы от своих, согласитесь. Если вас это сильно задевает, и вы солидарны с Дмитрием Пучковым, то ваше право, проходите мимо. Однако, че уж там, у нас нет института репутации, как вида. Иначе, многих бы давно уже притянули за языки, да и не только за них. У нас будут боготворить CD Projekt'ах и покупать их игры, что бы они про нас не говорили, сколько бы они нам не гадили. Ведь, ну вы что, как можно? У них ведь такой классный киберпанк, Эколо Дьюти 19-го года для многих останется всего лишь стрелялкой, мне пофиг на сюжет. Потому что, если 20 лет не воспитывать в подростковом поколении сознательность, то чего удивляться, что 30-летние уже мужики сегодня вдруг дружно скажут «Ха, Лебрариум опять нашел русофобию там, где ее нет, лол!» Да уж, лол. Я, в общем-то, именно к сознательности призываю. Играйте в Atomic Heart и никого не слушайте, в том числе меня. Главное, внимательно смотрите, что вам затирают. Потом, сами себе спасибо скажете через годы. Ладно, хер с ними. Я думаю, у вас своя голова на плечах есть, сами решите, играть или нет. Хотя, кого я обманываю, вы же знаете, что мое мнение решающее, и именно я буду говорить вам, во что играть. И не смейте мне перечить. И следующей игрой для вас я выбираю... А, впрочем, сами справитесь. Ну, а на сегодня все. Не забывайте мыть руки перед колдовством, не доверяйте своим компьютерам, они скоро восстанут. И до скорых встреч. Харро всевошива. Сейчас сосредоточьтесь очень внимательно. Что видите на картинках? Дарк Соулс. Дарк Соулс. Дарк Соулс. Гарри Поттер. Дарк Соулс. 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 Субтитры создавал DimaTorzok